Глава третья. Разнобой. Экзамены. Мнемоника — искусство укрепления памяти, совокупность приемов, облегчающих запоминания и увеличивающих объем памяти путем образования искусственных ассоциаций, примечаний редакции. Отец особенно за меня волновался. «Ты в корне взять? Ведь весь в год в корне взять!» И шел охая от меня и помахивая рукой. «Я же знал, что значило «в корне взять». В корне взять не учился. А то, шагая со мною, издалека наводил меня на мысль об экзаменах. Ну, там, решил, что литература. Писатель, ну, там. И поглядывал сквозь очки с добродушной болью. С надсадкой прикрикивал. «Естествознание, мой дружок, всегда пригодится!» Впрочем, я... Как знаешь сам? Эти внезапные подходы ко мне с внезапным отскоком меня волновали. Я, как географ, был должен налечь на метеорологию, на географию, на динамическую геологию. Знал из последней отдел о размыве. Как специалист, мало знающий свои науки и знающий более химию, не относящийся к специальности, чувствовал себя очень неважно. Ряд томов. Толстый Паркер. Сравнительная анатомия. Или 500 с чем-то почти что с пяти том страниц, переполненных схемой скелетов, неодолеваемых памятью, без изучения в музее. Не вызубришь и геологии. Два толстых тома. 500 страниц том динамической, одолеваемой просто. 500 исторической, с перечислением пластов друг под другом, по странам, периодам. К ним ископаемые организмы, находимые в каждом. Метеорология или учебник Лачинова, тоже 500 страниц. Кажется, что зоология или учебник Бобрецкого, тоже 500. Анатомия и физиология тканей растительных, химия и физиология, курсы отдельные. Я ощущал стрекозою, пропевшей всю зиму себя. Уж уехала мать. Мы с отцом проживали в чехлах. Он ослаб, задыхался, томился в своем полотняном халатике, хватался за пульс. Как тут работать? А надо. Подставившись спину друзьям, я уселся за Паркера. Менсбир, гроза, не щадил. До первых экзаменов я изнемог. Кой-как одолевшую программу, которой один лишь билет, череп рыбокостистый, преследовал бредом. Одно облегчало. Экзамен за письменным следовал. К письменному не готовились. Время же давалось. Три дня. Этот письменный форма. Тетради ответов хранились под спудом года. С них и списывали. Взяв билет, отправлялись к студенту с тетрадками. Свой в каждой группе. Взяв стереотип, с него списывали. Это делалось перед комиссией, молча глаза опускавшей. А Нучин просил до экзамена. Дали бы мне посмотреть трафареты. В них вкрались ошибки. Весьма механически списывают. Получив свой билет, дождь, град, снег, гололедица, переписал на весьма. Испытание письменное выручало. Семь дней подготовки. И я, к изумлению, курс анатомии все ж одолел, педантичнейший следуя метод запоминания, который придумал себе. Перед каждым экзаменом, засветло, я раздевался, как на ночь, и мысленно гнал пред собой весь курс. И неслись, как на ленте, градации схем, ряби форму. То место в программе, где был лишь туман, я отмечал карандашиком. Так, часов пять-шесть гнался курс. Недоимки слагались в списочек. В три часа ночи я вскакивал, чтобы прозубрить недоимки свои до десятого часа, когда уходил на экзамен. Вздерг нервов, раскал до бела ненормально расширенной памяти длился до мига ответа. Ответив, впадал в Абулию. Весь курс закрывался туманом. Абулия — патологическая слабость воли. Примечание редакции. — Я не терплю этого декадентишки! — Сушкин шипел про меня. — До экзамена. — Тройка, полученная у него, мой триумф. Вспоминаю стол, крытый зеленым сукном, над которым, как мертвая морда мартышки, помигивала голова Тихомирова, ректора, спрашивавшего пустяк и свесьма отпускавшего. Вот голова, как гориллы Менсбира, с зеленоватым лицом, с черным встрепом волос. Точно лаял сон на студента, неслышно бросаясь с вопросами. Около него широкоплечий, матерый, совсем полотер в пиджаке, без студента тоскующий Сушкин, доцент-ассистент. Он кабаньями глазками ищет себе подходящую жертву из тех, кто, стащивший билетик, готовится за малым столиком, пережидая, когда Тихомиров отпустит студента. Бросались к нему чуть не подвое. Шли и к Менсбиру, который опасен. А Сушкин без дела сидел, от него все улизывали. Кого сцапывал, с тем пыхтел долго. Тяжелое, одутловатое, красное, точно в подтеках лицо. Губы, ломти в светлявой растительности, передергывались и кривились. Мясистый, багровый носище и сентиментальные злые глазеночки, не то гусиные, не то кабаньи. Я, взявший билет, полость носа у млекопитающих, ахнул от радости. Без подготовки мог жарить. Моргал очень весело на заморгавшего Сушкина, ждущего жертвочки. Сушкин меня поманил. Не угодно ли со мною? Я пошел. Тотчас мордища вспыхнуло адскую радостью, уже не пряча намерений. Сев рядом с ним, забарабанил. Он слушал доклад о строении носов и ноздрей у ланцетника, рыбы, рептилии. Когда я дошел до лягушки, прервал. Ну, а как развиваются ноздри зародыша? Я проглотил свой язык. Это ж не анатомия, а эмбриология нами непройденная. Даже Паркер молчит в этом пункте. Вопрос повисал без других наводящих. Я импровизировал. Но где ж нам знать? Мы огнево не слушали. Дьявольски перетирая ладонями, Сушкин к вопросу прикалывал. И, веселя с красным носом, с пошипом бросал полуфразы. «Невежда, папашин сынок!» Выражаются члены раздельно и внятно намек на симфонию. Я знал, что проваливаюсь по огневскому курсу. Отец — председатель. И жаловаться невозможно. Сушкин это учел. Даже если позвать председателя, этот доцент будет ставить вопросы на грани непройденного. Спец сумеет всегда провалить. Это даже не валит, а рушит. Мы зловеще молчали. И даже Минсбир удивлялся молчанию, вытянул губы под ухом учителя. Они шептались. Сушкин с издевкой повернулся ко мне. А ну-с, перетер свои руки, он под потолок перемигивал. И мне мелькало. Сейчас доконает он черепом рыбы костистой. Валите об артериальной системе зародыша в соотношении с матерней системой и об утробном дыхании. Головоломка не хуже костистого черепа. Этот вопрос попал в список моих недоимок. И спец на вопросе подобного рода собьется. Я шептал под зловещий посапик, ни звука в ответ, когда я замолчал. Помолчав, продолжал. И мелькало. Вру, вру. Такс. И три. Вковырнулось. Замысел Сушкина рушился. Двадцать семь лет содрогаюсь я, припоминая получасовое знакомство свое с академиком Сушкиным. Сушкин стал академиком. Примечание автора. Сушкин академик по отделению физико-математических наук. Зоология. С 1923 года. Примечание редакции. А через месяц уже, обсуждая кончину отца с Тихомировым, я пережил неприятный момент. Тихомиров, взглянув на меня, удивил вопросом. А что у вас там приключилось с Сушкиным? Стало быть, был разговор обо мне. Но... но... Что мог ответить я превосходительству, ректору, врагу, менсбира и, стало быть, Сушкина? Ответ обернулся бдоносом, и я промолчал. Тихомиров отметил молчание пожимом плечей. Странно. Он закосился на рой шелковичных червей на отдельном столе, копошившихся из листьев. Скорционера. Вы мне отвечали, отлично. Листьями скорционера питаются эти черви. Примечание автора. Скорционер — южноевропейское растение, употребляющееся на корм шелковичным червям, заменяя для северных стран тутовое дерево. Примечание редакции. Отличный ответ — зоология. Тешко стеки, но в ином освещении. И физиология шла навесьма. Лев Захарч, мароховец, читал анекдотически. Шумный, безбрадый кругляк перещелкал пальцами над зарезаемой в жертву науки собакою, руки простерша с веселеньким криком. «Бедняжечка! Мы перережем ей нерв!» Он являлся на первую лекцию в сопровождении двух служителей с охом, кряхтом, тащивших носилки стаминами, руки к носилкам с приятным расклоном кидал. «Господа! Полный курс физиологии!» Рявк полный ужаса. Снова под щелком подскакивал к столику и на трех том не показывал. «Это ракурс курса!» Вздох облегчения. «Но можно сделать ракурсик ракурса!» с ним взрывы хохота. Пятиминутное же посидение с профессором химии Зелинским, которому сдал я экзамен на право зачислиться в лаборатории еще прежде, приятное дело. Меня побеседовавший отпустил. При... Весьма. С Тимирязевым тоже мы кончили быстро. Весьма. Впечатление от Сушкина сгладилось. А впереди два нестрашных экзамена — метеорология и география вместе. Лейст, друговатого вида бородач, говоривший с акцентом, устраивал перед экзаменом свой семинарий. Взяв в руку программу, ее излагал, представляя студента, весьма получающего, записавший немногие трюки, справлялись легко. На беду оказались в Москве Мережковские. Мои свидания с ними упали в часы семинариев. И видеться ж должен был. Все же, попав на один семинарий, прослушавший два-три билета, стал тихо выкрадываться. Лейст, увидев меня, отвергающего его помощь, узнавши в глубоком молчании, сопровождал меня мстительным взглядом. Я понял, уход отольется. Лейст принадлежал к зубы, скалившим на декадента, и, кроме того, зуб имел на отца за подтрунивание, где Демчинский обставил Эрнеста Егоровича в климате. Профессор отнесся всерьез к этой шутке. «Климат» — метеорологический журнал, издававшийся в 1902-1903 годах. Примечание автора. Уход в семинария, шутка, симфония — все отлилось. И барометр, билет уже сданный когда-то профессору Умову, не облегчил. Побеждая в труднейшем, на легком мы ловимся. Лейст перепутал брошенным роем вопросов, рыча, не давая мне сообразить, выбивая вопросом вопрос, он в вопрос, выбивающий третьим вопросом, валил с потрясением мстительного волосяного покрова. «Вы думаете, что на тройку?» «Я вас поздравляю. Пусть кто-нибудь ставит «неяс». «Яс». «Нус». «Вода с закипает при скольких же градусах?» «А?» «При нуле». Тут вскричали, кидаясь друг к другу, перебивая друг друга, обмолвка, сорвавшаяся с языка, не ошибка. А он утверждал, что ошибка. Так, бросив барометр, пустились исследовать принципы знания, и «нуль», пока в спор не вмешался патрон мой Анучин, уже отпустивший студента и ухо придвинувший к нам. И к нему я, и Лейст повалились на грудь. Лейст с нулем, я же без. А Анучин, хватаясь за красный свой нос, пометался мишнами лисичьими глазками, слушаясь с полным неверием. «Лейст меня!» Лейст зафыркал. «Так как заминуйте его, я отказываюсь!» «Ну-ка, что у вас там?» Добродушно отшмякал губами Анучин. «Барометр? Рассказывайте». Я прекрасно ему рассказал то, чего не мог высказать Лейсту. Он с той же линцой прошмякал вопросами по географии, что-то о градусной сети Меркатора, о цилиндрической сети, конической, факт отвечания ему по чужому предмету, свидетельствуя о сплошном обалдении Лейста меж двойкой и тройкой. Анучин решил, ну, допустим, что метеорология два, география пять, два плюс пять, разделенные на два предмета. Есть общая тройка. Согласны? Ну, пусть так. С облегчением шел я домой. Дома казус. Отец, как барометра не понимать? Лейст дурак! Метеорологи, разве ученые с... Лунные фазы Демчинской учел. Бородач не учел-с! Он кричал, задыхаясь. До смерти покрикивал. Вот геология. Дело иное. Наука. А метеорология? Что-с? Ерунда-с? Бородач этот думает? А? Скажите! Последняя ставка. Палеонтология и геология. Павлову. Я не боялся. И все же не хотелось при тройке остаться. Я Павлова знал. Он связался от детства с подарками, американскими марками, мне. Подготовка достаточная все же. Предмет, два предмета или 1200 страниц. Из них минимум страниц 500 перезубр для неспеца. И я, и отец расклеились. Я от своих опытов с памятью. Он от толкания экзаменов в двух отделениях его факультета. Экзамены у математиков раз, у нас два. Там он казался таким молодым и здоровым. А дома синел, иссякал, задыхался, хватаясь за пульс. Кобылинский позднее рассказывал мне. Забегаю, тебя дома нет. Николай же Васильевич в халатике жалуется. Душит вот и бьет в грудь. Мне не жаловался, видя, как я измучен. И гнал все от книг. Брось, брось, Боренька, шел бы к Владимировым. И я шел на час, на другой. Поразвлечься эскизами друга, романсами Анны Васильевны. В то время Владимировы переселились в Филипповской, что при Арбате. В университет мой путь лежал не мних, и перед экзаменами утром я заходил. Его мать отправляет, бывало, нас, ну, сынки, в путь дорогу. И высунется из окна, и махает рукою, и ждет возвращения. На экзамены, отделавшись раньше Владимирова, жду его. И оба мы ждем разрешения участи Петровского, Печковского, Иванова и Черноусова, злого от страха Вечеслова. Зубы подвязывал он. И, держась за живот, наседал на отца. Непременно провалится он. Отец журил этого черноусого мужа, едва ли не толкая к столу. «Не имеете мужества, ясное дело, порезаться? А еще муж!» И следил из-за кучки студентов топыри свой нос, Как Вечеслов зарезывается. Оказалось, не резался он. И отец мой встречал поздравительным рявком его. «Сами видите?» Так в страхе Вечеслова, судорожное заикание Петровского И глуховатость Печковского ведомы были отцу. Я, бывало, едва мигну ему на Печковского, Вспухнувшего и конфузящегося признаться в своей глухоте, Как отец, уже тарарахая стульями, гиппопотамом несется к столу, Чтобы экзаменатору в ухо вшипнуть с громким охом. «Он глухс! Вы бы, батюшка, громче его!» Вот отпущен Печковской, и мы несемся галопом кентавров в Филипповской, Где ожидают чаи, Нитя Янчин, студент-математик, ждет. «Как сладко с тобой у меня быть, роман с Глинки!» Вот палеонтология и геология. Пять. А отец, засиявший от радости, руки разводит. «Ну, Воренька, и удивил ты меня, Таки эдакой прыти не ждал от тебя. Ты же в корне взять год проболбесничал. Прошлое дело, диплом первой степени все-таки-с. Ясное дело? Да-да-с!» Свидетельство об окончании естественного отделения Физико-математического факультета Московского университета Было выдано Белому 22 мая 1903 года. Диплома первой степени он был удостоен 28 мая 1903 года. На другой день отец объявил, что он едет со мной на Кавказ, Полечить свое сердце. И кроме того, у него был участок земли вблизи Адлера. Участок тогда пустовал. Четверть века назад раздавала казна почти даром Участочки профессорам. Тоже собственность, иронизировал годы отец. Но проект Черноморской дороги взбил цены на землю. Отец торопился участок продать. Сердце ёкнуло у меня. Я понял намерение. Чувствуя смерть, нас хотел обеспечить. И вот загорелся. Скорей на Кавказ. Позднее, в 1911-1912 годах, Белый также предпринимал попытки продать этот участок земли, Но и они не привели ни к какому результату. Примечание редакции. Я был в ужасе, в эдаком-то состоянии. Доктор Попов, друг отца, покачал бородой. Поезжай, брат, в деревню. Прослушавши сердце отца, он, такой ветельчак, мрачно крякнул. Рукою по воздуху. Плохо. Услышав, что плохо, отец заспешил. Все описывал горы, душет, где родился. Мне думало, спросится в смерть. В эти дни говорил с сожалением. Долго, голубчик мой, ждать окончания курса. Да и труден путь литератора. Существовать на строку. Это, ясное дело, разбитые нервы. Петр Дмитриевич Бабарыкин талант потерял. Стал журнал издавать. Просадил 200 тысяч чужих. И выплачивал долг лет 15 романами. Выплатил ценой таланта. Да-да-с. Что же это за путь? Притом, Боренька, бегал в испуге глазами он. Твоя-то ведь литература для кучки. Ну где ж тут прожить? Измотаешься. Вдруг просеяв. Облегчение мне знать, что естественный кончил ты. Как-никак, а диплом есть. В крайнем случае вывернешься. Вдруг забыв, что еще я студент, он к портному тащил. Мне заказывать партикулярные платья. И осенью с фрак. Молодой человек даст. Имеет должен фракс. Шапок лакс. А зачем? Такс. Все может случиться. И глазки опять начинали испуганно бегать. А мне сердце щемило. Он хочет при жизни, пока деньги есть, обеспечить меня одеждой. Не верит в студента. И знает, что смерть у него на носу. Разговоры, поездки к портному и сбор меж экзаменами. Математики еще не кончили. Да и дипломы еще не подписаны им. Я в ожидании сидел вечера у Владимировых. Возник план покататься на лодках в Царицыне. Были Владимиров, Печковский, Погожев, Чиликин, Иванов. Катались с облещущим днем по прудам. По развалинам лазали. Тешились перегонками. Но сердце йокало. А что с отцом? Стало ясно припадок последний. Он ждет там, а я? Да что с вами, оставьте, бурчал мне Владимиров. Но я спешил и засветло все же вернулся. Звонил с замиранием сердца. Отец отворил. Что ж ты так мало гулял? Он шел в клуб. На другой день под вечер ушел на последнее он заседание, где прозаседал часов пять. Подписал нам дипломы. К вечернюю чаю пришел Василий Васильевич Владимиров. Невзначай завернул «Болтрушайтесь». В двенадцать звонок. Отец тихый, усталый, задумчиво грустный. И в клуб не пошел, изменяя привычки. Уселся в качалку, в сторонке отчаянного столика, тихо раскачивая головою, одною, ее благосклонно прислушиваясь и не вмешиваясь. Он смутил Болтрушайтесьа, тоже когда-то студента-естественника. Гости к чаю ушли. Мы с отцом побеседовали. Он продолжал тихо радоваться, просияв не без грусти и превозмогая усталость. Я поцеловал на прощание его. Он сидел в той же позе, в качалке, раскачивая подбородком ее. Я в дверях на него обернулся и видел тот же ласковый взгляд и кивок, как прощальный, как благословляющий грустно, как бы говоривший «иди себе», путь жизни труден. Часов выдох в пять просыпаюсь и не одеваюсь в столовую, чтобы посмотреть на часы. Возвращаясь к себе коридором, я видел в открытую дверь кусок комнаты. В нем фигурочка в белом халатике, сгорблена ложкой в стакане помешивала. Принимает лекарства. Не раз я утрами отца заставал копошащимся, все не спалось. Я лег и заснул. Мне привиделся сон. Кто-то стонет. Я селюсь прервать этот стон, но свинцовая тяжесть как валит меня. Стона лишь все жалобней. Не допроснуться. Вдруг с постели слетел, не во сне, потому что хрипели ужасно, в отцовскую комнату бросился. В том же, в своем за трапезном халатике, одной ногой на постели, другой на полу, запрокинулся он, отсидевший, как видно, припадок, который пытался лекарством прервать. Я склонился к уже невнимающим, полузакрытым глазам. Хрипом дергалась грудь. «Папа!» Грудь передернулась, грудь опустилась. Пульс едва теплился. Кончено. Вынесся к спящей кухарке. «Попова!» Но не для спасения, а чтобы быть с ним вдвоем, без свидетелей. Сам запер дверь, в кабинетик вернулся, сел у изголовья. Не стало его, а лежит, как живой. Засветилось лицо, как улыбкую сквозь кисию. Продолжала по смерти свершать свою миссию светлая, очень, шестидесятишестилетняя жизнь. Утешитель в скорбях. Было строго и радостно, будто он мне говорил выражением, «А ты не тужи, надо радоваться». И в последующей суматохе мне было уже не до прощания, которое стало в годах мне свиданием по-новому, встречей с живой атмосферой идейного мира его. Бугаев скончался 29 мая 1903 года. Белый вспоминает, «Никогда не забуду этой тишины у изголовья покойника, моей молитвы над ним». Появившийся Попов констатировал смерть от паралича сердца. Это было в начале восьмого. Материал к биографии. Примечание редакции. Было странно сидение сына в восторге над прахом отца, когда Попов влетел в дверь. «Ну, я этого ждал», мне отрезал он скороговоркой. «Я тоже». За партой сидели. Пятидесятипятилетняя дружба. «Мужайтесь», хватил по плечу. «Мать в деревне?» «На вас это свалится». Хлопнул меня он с прирявком веселым. И бросился в двери. В дверях поперхнулся рыданьем. В дверях же стоял в сюртучке человечек с пристойной маской бюро похоронных процессий. Каким нюхом вынюхал? Вел себя точно хозяин. «Я с этого мига не свой, не отца. Добывание денег, две тысячи, спрятанные в толстый том, лишь через полгода мне высыпались. Ряд расчетов. Кому, что и сколько. Отчет Тихомирову, сколько истратил. Университет хоронил. Выбор места могилы. И переговоры с монахинями, с хором, с притчтом, встречание профессоров, из которых иные мне совали два пальца и били глазами в ланиты, как будто отца укакошил. Меня оттесняли от гроба, как вора, забравшегося не в свой дом, а не того, кто из нашего дома мог этих невеж удалить. Не до этого было мне. Где-то за спинами их карандашик губами замусливал, счеты сводя, чтобы не думали, что я копейки университетские стибрил. Мой дядя Георгий Васильевич, страдавший ногами, не мог мне помочь, удивляясь моей расторопности, все-то сражаясь с Петровским за шахматами, едко фыркая с ним на неискренних пыжиков свои венки возлагавших. Волновало, приедет ли мать. Телеграмма, что еду, пришла, ее ж не было. Вынос десятки венков над седыми волосами, над краем перил, как над бездную, куча цветов золотого открытого гроба с тем самым лицом. Мать не поспеет. Когда гроб выносили в подъезд, я увидел, как с плачем слезает под черными крепами мать слихача, обнажившего голову, и прямо в церковь. Я до опускания гроба не шел по стопам дорогого покойника, ежеминутно слетая с кареты, носясь и туда, и сюда, не забыли ли этого, то ли в порядке. Стоял вдалеке, в посторонних зеваках, чтобы не видеть лопатина, евшего гадко очками меня, и церазского, бледно-зеленого, евшего тоже, когда поднялась над холмом треуголка, дрожавшего всхлипом своим попечителя округа. И столь знакомое с детства лицо, желто-дутловат, помесь хун-хуза с поэтом Некрасовым, хрипло сказала надгробное слово. Но с того дня на закате ходил в монастырь, чтоб сидеть перед еще живыми цветами цветущей могилы, едва озаряемой вспыхами маленького темно-розового фонаричка надгробного. Мраморный ангел, мраморный ангел взвивал свои белые крылья с соседней могилы. Я помнил роман с тот, который певала нам этой весной моя мать, а отец, распахнув кабинетик, с порога прислушивался, подпирая рукою очки, а другой с разрезалкой помахивая «Хорошо-с!» и слова, и мелодия. И за Сутулиса шел затвориться. Слова неизвестного, музыка Челищева, моего друга и ученика его помнили строчки «На тихой могилею ангел молча не стоял». Он стоял. Здесь под ангелом, глядя на вспыхи лампадок, на ряд точно руки подъявших распятий, внимая звенению фарфоровых бледных венков, я испытывал необъяснимую радость. Мой спутник, склонясь локтями в колени, без шапки, твердил в розоватые зори стих Блока, написанный только что, столь мной любимый в те дни, «У забытых могил пробивала страва». Первая строка стихотворения Блока, посвященного Сергею Соловьеву и датированного 1 апреля 1903 года. Блок, собрание сочинений в восьми томах, том первый, страница 274, примечание редакции. Спутник Семенов. Он связан мне с тихой могилой отца. Леонид Семенов. Явился в день похорон. Похороны Бугаева состоялись 31 мая в Новодевичьем монастыре. Белый вспоминает. После похорон Бугаев устроил, упоминавшийся в ресторан. Вернувшись в ресторане «Прага». Вернувшись оттуда, я застал у себя Леонида Дмитриевича Семенова, поэта, писателя и еще студента. Он приехал из Петербурга передать мне что-то от Мережковских и хотел было уйти, но я оставил его у себя. Материал к биографии. Примечание редакции. Мы с матерью вернулись из монастыря. Позвонили. В дверях худой, загорелый студент с шапкой темных курчавых волос, лицо тощее, острое, усики, помесь румянца с загаром, схватясь за маленький усик, издвинув густые нависшие брови, назвался Семеновым. От Мережковских. С письмом. И так близко сидящими, карими глазками щупал меня. Твердо сжатые, жесткие губы. Узнавший о смерти отца, он хотел ретироваться, но я задержал. Улыбнулся. С носупом уселся. Локтями в колени. И, доброе что-то оспаривая в проявлении своем, завертевший картуз и глаза пустивший, боском выракатывал суждения о Мережковских и встряхивал шапкой каштановых темных волос. Он казался бы здоровяком, как бы не худоба. Наконец поднялся он прощаться. Когда подал жаркую сухую свою ладонь, то опять промелькнула улыбка, исчезнув на супе бровей. Он ходил ежедневно и стал моим спутником в ежевечерних прогулках к могиле отца. Он углил подбородком, локтями, бровями, заостренным носом, всем тощим и строгим лицом своим, резал сухим и ломким точно стекло интеллектом, но сдерживали. Петербургская стать и печать общества, среди которого рос сын сенатора. Отец Семенова, Дмитрий Петрович, Семенов-Тиньшанской, был статистиком, дед, по отцу, знаменитый путешественник, ученый и государственный деятель, Петр Петрович, Семенов-Тиньшанской. Подробнее о биографии и личности Семенова смотрите в Семенов-Тиньшанской и его записки, публикации Минц и Шубина, вступительная статья Минц, труды по русской и славянской филологии, литературоведение, ученые записки Тартусского государственного университета, выпуск 414, Тарту, 1977. Семенову посвящена глава третья воспоминаний Пяста, встречи, Москва, 1929. Примечание редакции. И казалось, что он демагог и оратор, углами локтей протолкавшейся к кафедре, чтобы босить, агитировать, распространять убеждения, месиво из черносотенства, славянофельства с народничеством. Он выдумывал своих крестьян и царя своего, чтобы скоро разбиться об эти утопии, ратовал против капитализма, дичайшая неразбериха, не то манархист, а не то анархист. Резко подчеркивал аполитичность мою, опустивши глаза, перетряхивал темной шапкой волос, развиваемых ветром, бросая вдаль улицы тощие, перегорелое с ярким румянцем лицо. Он ходил непокрытым, таская часами меня по переулкам и улицам в роли наставника, руководителя, организатора моих общественных взглядов, бил точно углом чемодана, рассылочно взваленного на плечо. А когда я бросал в него резкостями, он хватал меня за руку и начинал улыбаться по-детски, бася, в сущности, мрачно басил, опуская глаза, перетряхивая темной шапкой волос, развиваемых ветром. Мне очень чужда ваша аполитичность, чужда ваша литературная группа, люблю я замешиваться в толкотню, биться за убеждения, разубеждать, убеждать, а вы держите замкнуто, месиво жизни вам чужда. Я ему возражал. Он толкался как локтем упористым мнением и порывался тащить меня в несимпатичную смесь черносотенных домыслов, странно окрашенных уже тогда анархическим буйством. Мережковский, вы, Блок, мне чужды. Меж тем видел я, Мережковскими был он захвачен. И скоро уже обнаружилось, Блока считал он единственным, неповторимым поэтом. Позднее он выпустил книгу стихов, недурных, и под Блока. Семенов собрание стихотворений Санкт-Петербург 1905-й. Блок откликнулся на эту книгу сочувственной рецензией. Блок собрания сочинений в восьми томах, том 5, Москва-Ленинград 1962-й, страница 589-593, примечание редакции. Меня раздражало его самомнение, желание стать моим руководителем, организатором политических мнений. Огромнейшее самомнение перло из его слов на меня. Ими бил, как углом чемодана, некстати тащимого им на прогулки. Если Блок, Мережковский, Брюсов вам чужды, зачем же вы ходите к ним? Не они к вам пришли? Вы явились к ним? И почему вы явились ко мне и таскаете на прогулку меня? Политические убеждения ваши бессмысленны. И я приходил настоящий азарт. И идите от нас, и не надо мне вас. Останавливался я на перекрестке, всем видом показывая, вам направо, а мне... Тут он хватал меня за руку и начинал улыбаться по-детски. Бося, не сердитесь, простите. Я на супе смолчал. Казалось, точно он на плечах тащил тюк, от которого сам же страдал и которым толкался. Тюк идея предвзятая. Царь де с народом, коли устранить средостение, произведет революцию. Через 18 месяцев он превратился в отъявленного террориста. Он шел 9 января в первых рядах с толпой рабочих, чтобы видеть, как царь выйдет слушать петицию. Шел, как на праздник, чтобы видеть осуществление идеи своей. Когда грянули залпы, он в первых рядах был. Кругом него падали трупы. Он тоже упал, представляясь убитым, и этим лишь спасся. В течение нескольких дней он переродился. Скажу, забегая вперед, что я видел его в эти дни, оказавшись в Петербурге. Он был как помешанный. Эдакой злобы ни в ком я не видел в те дни. В течение нескольких дней бегал он с револьвером в кармане и жертву из светского круга себе выбирал. И его разбирало убить кого попало. Но и тогда, когда он ощутил вдруг эсером себя, я не знал, что сильнее возбуждала в нем ярость. Расстрел ли рабочих, расстрел ли дичайших утопий его о царе и народе. Гиппиус говорила, рехнулся Семенов. Я видывал, кажется, у Сологуба его. Он сидел с углив корпус и с тем же носупом презрительным слушал левейшие для радикалов высказывания. Они ему жалко и казали соболтовней. Он хотел немедленного ответного действия, бомб, взрывов и обливал всех презрением. В эти дни проживал с Мережковскими я. Леонид Семенов растерзанный, дикой, в пальто раз влетел в мою комнату, вывлек из дома, таскал по летнему саду, рассказывал, как он на лестнице где-то встретился с князем великим Владимиром, где совершенно случайно, один на один, инстинктивно схватя за карман, хотел выхватить свой револьвер, чтобы выстрелить, а Владимир откинулся, по его словам, устрашас инстинктивного жеста. Он же, увидев Владимира беззащитным, он, где не мог. Трагедия этого неуравновешенного человека в том, что он убеждения своим на себя точно взваливал. Не вырастали они органически, он подбирал их, таскал с охом, с кряхтом, он не понимал, убеждения вырастают естественно, точно цвет из питающей почвы, у него же и почвы не было. Уж в октябре 905 года мы вместе толкались на манифестациях. Он появлялся у нас, органавтов. Ему астров понравился. Он патетически с ним зауглил. Он басил, как у вас хорошо. Вместе цепь мы держали на похоронах Трубецкого. Толкался локтями, пихаемый справа и слева, толпой, перетряхивая темной шапкой волос, развиваемых ветром, меня поражая загаром румянца, басил на всю площадь Калужскую. Как хорошо здесь толкаться со всеми. Ей-ей, держи цепь. Похороны князя Сергея Николаевича Трубецкого, первого выборного ректора Московского университета, известного деятеля либерального направления, состоялись в Москве 3 октября 1905 года и приобрели характер политической манифестации. За гробом шло около 50 тысяч человек. Белый описал их в некрологии князь Трубецкой, весы, 1905, номера 9-й, 10-й, страница 80-я, примечание редакции. Он внезапно исчез. Разорвався своим кругом, нырнул в агитацию. Пойман был где-то в деревне, избит, посидел и был выпущен. Тут объявился последователем Добролюбова. Пешком к Толстому пошел. Наставлять. Пристыдил. Поразил он Толстого, который вздыхал, что ему не дана сила быть с Добролюбовым. А Толстого явился в Москву. Я едва в нем признал поражавшего некогда талантом студента. Густая всклокоченная борода, армяк, валенки сел со мной рядом, на супес рассказывал, как бы тараком он работал. Епископ Антоний, к которому он заходил, раздраженный упорством Семенова, едко его обличавшего, встал, указав на дверь кельи. Семенов же супес, а я не уйду, пока вы не ответите толком. Антоний на ключ от него. А Семенов угрюмо сидел перед запертой дверью час, два. Наконец объяснились они. После он рассказывал с доброй детской улыбкой «Антоний с размахом». И кончил Семенов трагически. Ходили лишь темные слухи о том, что он пал жертвой кулацкой интриги во время хозяйничания белой банды. Семенов был убит 13 декабря 1917 года не белой бандой и не кулаками, а грабителями. Семенова Тиньшанская сообщает, «В этот день брат Леонид поздно вечером с сестрой Соней возвращался к себе домой. Подъезжая к дому, его ослепили какие-то светлые вспышки. В доме были чужие. Они его встретили выстрелами. Леонид выскочил из саней, взял лошадь под усцы и хотел ее повернуть. В это время выстрелом из ружья ему был снесен череп. Соня выскочила из саней и без оглядки через лес побежал на деревню за людьми. Когда поутру приехали из деревни, тело Леонида нашли в овраге со сложенными руками и закрытыми глазами. Его домик был разорен, ограблен. Частное собрание. Примечание редакции. Наверное, в последней своей фазе остался таким же софистом напористым, с диким насупом, с сидящими узкосверлящими карими глазами, с дерзостным встряхом каштановой шапки волос, сухой огонь бегал в жилах, не кровь. Восхищал прямотой. Он, сжигая пылинку, сжигал вместе с ней и тулуп, на который упала она, а с тулупом сжигал он себя. В ту весну поэзия блока нас сблизила. Семенов ей подражал неудачно. Таская меня по бульварам, девичьему полю, углил он размахами палки, фуражку с белым чехлом. Проходили с ним воротами монастыря, мимо красного домика в зелень, цветы, к белоствольным березкам на фоне зазубренных башенок. Здесь он затихал. Отдав кудри ветрам, расширял он глаза на градацию красных зубцов и на купол сверкающей розового и большого собора. Мы садились на лавочку, чтобы помалкивать. Делался нежным, внимательным, чутким. Меня без единого слова, как бы приводя в состояние светлой грусти о близком утраченном друге, отце. Он боялся спугнуть, понимая всю гамму волнений, мне веевшие от могилы. И то, чему как-то не вняли во мне Соловьев, Кобылинский, Петровский, Владимиров, внял этот странный, случайный пришлец. Запомнился с ним разговор из одних междометий. Прислушивались к физгармониуму из окна монастырского домика. Кто-то там баха играл. Этот тихий Семенов, а не петербургский поэт, агитатор, эсэр, добролюбовец, мистик, крестьянский батрак, зажил в моей памяти. Золото в лазури. В те дни получаю письмо от Коваленского, ранней весной в курьере ругавшего меня. Он, помню прошлые встречи, весьма сожалел, что не мог появиться на похоронах. Но ему ли врагу быть со мною? Визит нанесли Поляков, Брюсов. В деревню со мною и с матерью ехали Петровской и Владимиров. Так что июня семнадцатого мы оказались в знакомых полях, где усталость сказалась упадком. Даже припадки сердечные мучили. Белый выехал в серебряной колоде с двенадцатого июня. Смотрите его предотъездное письмо к Брюсову, датированное этим днем. Литературное наследство, том восемьдесят пятый, Валерий Брюсов, страница триста пятьдесят восьмая, примечание редакции. Бросьте, дымил в нос Владимиров, когда бывало в долгушке летели полями. Закидывали пристежные, мотал головой коренник, я за кучера. Но ни поля, ни друзья не развеивали моей грусти. Как жить? Декаденты разочаровали, друзья мои противоречий клубок. Я же, мнивший связать их в гармонию, в себе виделся птицей, которую щука тащила на дно и которую рак пятил вспять. Те, кого я искал, обращались в ничто, которое мне виделось всем и которое я обещал зажечь в солнце. Оно стало толчками сердечными. Не было у самозванца обещанных сил. Мать меня убедила дать отдых себе, не смущать себя думой о заработке. Стол, квартира, да несколько тысяч, да малый доход от учебников, от библиотеки, математической, проданной университету, да пенсия. Хватит. Согласно протоколу заседания Московского математического общества, от 21 сентября 1904 года, цена за библиотеку Бугаева была установлена около трех тысяч рублей. Математический сборник 1906, том 25, выпуск 4, страница 710. Примечание редакции. Я думал работать и в весах и рассчитывал чтением лекций кое-что подработать. Но лекции мне попечитель, хрипевший над гробом отца, запретил, а весы мне платили копейками. Все же мало я думал о хлебе насущном. Налеты лирических волн меня охватили. Встав рано, до трех отдавался двум критикам канта, приваливаясь на ходу к углу лавочки, чтобы пристроить примечание. Стал хмур, не бывал у соседей, отмалчивался от домашних, шагая под липами или отмахивая километров пятнадцать верхом, колеся надовражным крутым плоскогорьем, господствовавшим над огромными ширями, крышами недальних усадьб, лесками, деревнями, оку невидными, журчавшими на дне водотеков ручьями, только море колеблемой ржи, испещенной летящими пятнами, всплески волны о межу разбиваемых ветром колосьев. Здесь продумано, писано все, что писал в те года. Плоскогорье точно крыша мне видного мира. Пройди сто шагов по меже, и все станет приземистым. Двадцать шагов к дну оврага ущелья, где можно махать километрами. Все здесь механически как-то отвеивалось. Ветер, ткани пространства, летящие времени, небо же, круговороты осей. Там ландшафт, топография, взятая в астрономической памяти, скидывали мою строчку со всех обывательских щитов. Мне казалось, свою непокрытую голову я поднимал не под кровлю в пространство Коперника, где шторка марева сорвана, переживая не солнечный час, а скрещение зодиакальных времен. Но то не было иллюзии. Было жаждую убежать от критики Канта. После уже я Петрова Воткина слушал, как он проповедовал свою науку видеть, и учеников заставлял пережить восход солнца взлетанием груди навстречу лучам, а закат упаданием спиною назад. Я говорил себе, это ж мое упражнение в обсерватории Тульской. Там я пережил глубокую волну атмосферы каскадом. Веков струевой водопад, вечно грустно испадая волной, не замоет к былому возврат, навсегда просквозив стариной. Неточные цитаты из первой части пронизала вершины дерев трехчастного стихотворения «Вечный зов», написанного в июне 1903 года в серебряном колодезе и вошедшего в золото в лазури. Стихотворение и поэма страница 78 примечание редакции. Возврат или суточный круг просто космографическое ощущение вселенной, так казалось мне. Под отдачей себя природой чувствовалась та же болезнь сознания, тот же раздвой. Так три месяца прожил, бродя по полям, волепетывая свои строчки, оброс бородой, бросил шапку носить, стал коричневый весь от прожара. Мне казалось, что солнце спалило с меня то моральное и физическое утомление, которыми сказалось Москва. Шутка ли, за этот сезон три смерти близких, государственные экзамены, которые напоминали взятие приступом твердынь с ничтожными силами. Стоя посреди горбатых равнин и ища забвения, я часами изучал колориты полей и о них слагал строчки. Книгу же стихов назвал «Золото в лазуре», «Золото созревшие нивы», «Лазурь воздух». Но стихи того времени жалкий срыв. Тот же солнечный древний напев, как настой золотой перезвон золотых лучезарных дерев, в бирюзовый как зовы мой сон. Тот же ветер столетий плеснул, отмелькал ожерельями дней, золотистую лапу рванул, леопардовой шкуры моей. И стихотворение эпохи «Золото в лазуре» в позднейшей редакции примечания автора. Солнечный напев, шум в ушах от напева, никогда позднее лирическая волна так не переполняла меня. Все записанное мной в строках вышло жалко. Лучшие строчки не осадились строками, но, можно сказать, ненаписанные строки «Золото в лазуре» как бы вошли в меня, и лишь поздней вправки фиктивного мной написанного золота в лазуре отразились подлинные мои восприятия того лета, полей, воздуха, напека, шума в ушах, и была какая-то отрава в немоте моей, в неумении сказаться. Солнце и одаряло меня, пьяня, но солнечный перепой сказывался ядовито, и было больно, так больно. «Вы, заживною, как злой золотоглавый леопард, оскаленный из золотого зноя». Тоже поздняя редакция «Золото в лазуре». Примечание редакции. Вне упражнения подобного рода в тень щелкавших сухих акаций я шел с книгой Канта, застрачивая примечания, стараясь осилить железный узор, переплет из понятий, чтоб Канта поймав на его языке отразить от себя его. Сколько раз я проделал это, как муха из сети паучьей стена июльской жарой, чтобы лишь в 907-м вырваться в Риккерта, в Риккерте Путэс. Только в 913-м я из двойных сетей вырвался, чтобы в 915-м уже спокойно увидеть, в чем Кантова сила и слабость. В июле 903-го года под формой борьбы с кантианством всосался в него. Оно, став атмосферой, меня отравляло, как лирика. И протекала двойная какая-то жизнь, взвив лирической пены и пряжа паучья понятий, в усилиях сомкнуть ощутимые ножницы. Новые выявились, в ощущении задоха от собственной мудрости и в ироническом смехе. Но только поэтам «Зачем этот воздух лучист? Зачем святозарен до боли?» Тоже поздняя редакция «Золото в лазури». Так золото в лазури боль бьющиеся бабочки. В лапах мохнатых у канта рассылочность боль, что поэт не мудрец. Этот страшный расщеп поплощен в семилетии ближайшем. Что в 901-м сомкнулось, то в 903-м разъехалось. Метнер, читая мои стихи того времени, предупреждал об опасности, о ядовитости темы моей. «Этот яд врубелизма вас губит!» он вскрикивал в письмах. В 908-м сознав до конца боль моей святозарности, я выразил ее в лирических строчках. Поэт склонен к канту. Настенная тень его, образом демона выпав собой, просиявши как пыль в луче солнца, указывая желтым ногтем на канта. Урна, стихотворение «Философическая грусть». Примечание автора. «Я муха, и я же паук, субъект лирики и субъект мысли, схватясь, заплетясь и стерзали друг друга. С годами в сумрак отошло, как вдохновение, как безумие, безрогое его чело и строгое его раздумье». Он — демон критической, писанной красками врубеля, иронизирующей над усилиями доконать его. Меттнер, его подсмотревши во мне, все подчеркивал. Кант одолим не борьбой, а вглублением в него, объективным разглядом, страсть к преодолению, рабство. На эту тогда современную тему мы с ним переписывались. Переписывались с Блоком, который еще до знакомства, схватив тему боли во мне, посвятил строчке «Кто-то на счетах позолоченных отсчитал то, что никому не дано, и понял, что будет темно». Не точно цитируются заключительные строки стихотворения «Я смотрел на слепое людское строение» 5 декабря 1902 года, посвященного Андрею Белому. Блок собрания сочинения в восьми томах, том 1, страница 248, примечание редакции. Переписка с Блоком. Она начала с первых дней января. Чтобы понять ее правильно, надо увидеть рельеф, на котором стоял. Философия от символизма на базе теории знания кредо мое. Но я видел, что Блок спотыкается тут. Не желая ему показать, что он плох как философ, я письма к нему наполнял сплошной лирикой, мучаясь в этом занятии напоминая медведя порхающего. Все же заговори с ним серьезно о Канте, конец переписки. И так уж вопросы к нему воспринял он с холастикой, не отличая ее от теории знания. После недаром писал «Не могу принять теории познания». Белый. Записные книжки Блока, страница 89-я. Примечание автора. Я с ним человеком знакомился в письмах. Казался сердечным он мне. Вне теории корреспондент был умен, остр, свой стиль выявляя, я — нет. Так что наши позиции в письмах отчетливо сталкивались. Он писал всею открытой силой ума и открытой немощью логики. Я ж заикался, не будучи в силах открыто сказаться. Я был дальновиднее. Он же честней. Лейтмотив непосредственности жив в его поворотах, в годинах. А мой лейтмотив критицизм. Он шипит на меня. Символисты где слишком культурные. 20 апреля 1907 года. Проходит пять месяцев и не считаю для себя позором учиться у Андрея Белого. Бугаев глубоко прав, указывая на опасность погибнуть от легкомыслия. Это в 1907 году. Записные книжки Блока. Примечания автора. А уж в восьмом он опять протестует с лучшими друзьями и покровителями. Белый во главе. Я разделался навек. Увы, разделался до новой сдачи позиций. В десятом году пишет он «Будущее символизма большой стиль. Это когда мы будем знать, о чем мы говорили. Что белый?» Что белый? Поставленный тут же в скобках отметка «белый» ведь в годах долбил блоку одно «знать, о чем говорим», то есть говорить внятно. Я разумею литмотив всей нашей переписки и всех разговоров 1904-1906 годов, когда я добивался от блока внятных разъяснений тех или иных темнот его разговорного стиля, а он на меня сердился за это и дело доходило до крупных ссор. Примечание актора. Здесь в начале знакомства подчеркиваю «Мои письма начальные к блоку отметка «Не ясно о чем вы», указываю на себя «Каким был и чему научился». Подчеркиваю «Я был связан капризом его нелюбвей к философии». Начали мы переписку скрестив свои письма. Внезапная мысль осенила его и меня в тот же день. Ему написать мне, мне написать ему. Так, когда распечатывал я его синий конверт и читал извинения о том, что, не будучи лично знаком, он мне пишет, «Он тоже читал извинения мои, что, не будучи лично знаком, я пишу ему». Письма эти пересеклись в дороге. Так неожиданно для нас обоих началась наша переписка. Предлог к письму Блока статья «В мире искусства». В ней эмбрион – формула принципа эквивалентов в искусстве. В трехзначном разгляде искусство как форм, содержание, форма содержания, весь форменный ряд замкнут в методы, не подлежа содержательному разглядению. И если статью убирали метафоры о глубине музыкальной стихии, так это раскраска поверхностная. Блок, минуя ход моих мыслей об эквивалентах, скорее приближающих меня к Оствальду, чем к зыкам трубы апокалипсиса, ухватя за раскраску метафору, сетует, что не трублю. Причем трубы. Симфония, пережитая мистически им, подала ему повод меня порицать за уступки рутине и академизму. А мысль основная, закон сохранения творчества, казалась неприемлемой до того, что Сергей Николаевич Трубецкой не ходил председательствовать на моем реферате о формах искусства, где музыка звучит двусмысленно, сетует Блок. Она первая просто музыка, вторая музыка сфер. В реферате же это последняя метафорическая стилистика, центр не в ней. Блок указывает, эти сферы суть сферы премудрости. Он приглашает меня вострубить ей псалом. В реферате? Я же брал только форму, методику, несодержание. Он, удивив меня блесками эпистолярного стиля, смутил реализмом, наивнейшим, мистике. Мистик пугал, а стилист очень умница радовал. Смерть Соловьевых и до февраля перерыв переписки. Но возобновившись, смущала сплошным разнобоем в тональностях наших. Какое-то общее что-то казалось неясным. А в как для меня методолога, важным, неважным для блока, уже расходились мы. В апреле меня пригласил он быть шафером, кажется, что у невесты, на свадьбе его. Он женился на дочке великого химика Менделеева. Шафером должен был быть и Сережа. Отец, почитавший Менделеева, радовался моему приглашению. Но после смерти отца я, устав, отказался от шаферства. Летом мы с блоком писали друг другу. Я помню моменты, которые кажутся принципиальными. В них корень будущей путаницы между нами. Один момент. Интриговала меня доминанта поэзии блока. Прекрасная дама. Она что? Жаргон жениха? Монах Данте не женился как блок. Платонический образ? В поэзии это неясно. В него вплетены завитки эротические. Или это идея? Чья? Гностиков? Нет. Соловьев отделял философию гностика Валентина от музы своей. Гностицизм, ярый враг метафизики, я отвергал, постоянно подчеркивая, что Соловьев обосновывал тему своей философии, ставшей лирической, взглядами Миканта, а целом всего человеческого коллектива, рассмотренного существом, то есть онтологически. А содержание онтологизма могло изменяться в Софии, Марии и Марии. Марии, Мадонна, в прошедшем, она у Булгакова уже культура хозяйственных форм. Сергей Булгаков об этом два тома позднее написал. Имеется в виду философский труд Сергея Николаевича Булгакова «Философия хозяйства». Части первая-вторая Москва 1912-й. Смотрите на рубеже двухстолетий в видении. Примечание редакции. Пыл неясный мне лирики Блока смущал, разрушая дистанцию между сегодня и между концом времен. Привкусы секты, осмеянные мной в симфонии, слышались. Нота шмиттизма звучала. Я пробовал щупать неясное что-то в поэзии Блока, найти ему место, поставить на полочку с надписями метафизика, гностика, логика, лирика, мистика, методология. Не разбирая позицию Блока в критериях истины, лжи, хоть абсурд, лишь узнавший, о чем говорит он, я мог с ним или согласиться, или полусогласиться, или не согласиться вовсе. И многие мной к нему обращенные каки, как веруешь, ход коня логики на даму Блока. Он оттолкнулся в ответ на вопросник моего большого письма. Белый имеет в виду свое письмо от 14 июля 1903 года. Александр Блок и Андрей Белый переписка. Страница 37-42. Оно опубликовано с большой купюрой, включающей рассуждения о цветовой и духовной символике, о соотношении между Христом и лучезарной подругой, о втором пришествии и тому подобное. Примечание редакции. Читая ответное письмо его, я восклицал про себя, гениально, но идиотично. Смотрите письмо Блока к Белому от 1 августа 1903 года. Александр Блок и Андрей Белый переписка. Страница 43-45. В позднейших комментариях к моей переписке с Блоком Белый расценивает это письмо как не ответ, а отход от ответа. Это не ответ мне. Не гносис гнозиса моего. Не отрицание, но и несогласие. Молчание. Приглашение в первых письмах и отступание от моего гнозиса теперь. Колебание. Примечание редакции. Под идиотизмом же я разумел абсолютную отъединенность Блока от всякой культуры мыслительной. А, конечно, не глупость. Блок умница. Но его мысль не имеет традиции антисоциально, оттомкнута. Ведь слово идиотес по-гречески частный, себя оторвавший от всех. Поняв это в нем, я поспешил оборвать всякую философию в переписке с ним, и в мажорных заумных крещендо фальшиво форсировал тему наших песен, сорвавший свой голос. Я аж позднее с ним разойдясь, ведь удостоился замечаний, что с покровителями он разделался. Осенью 1903 года я тему лирическую нашей переписки неумело в какой-то сюсюк превратил. Перечтя наши письма позднее, я в ужас пришел от себя. Из всех писем его мне вставало, что он добрый и умник в житейском смысле, и немного остряк, но вставал идиот в упомянутом смысле. На моем мыслимое про себя идиот, он не раз мне ответствовал будущим, разумею полупомешанных, белый и болтунов Мережковской. Письмо это где-то хранится в списке у родственников Блока или у его жены, вместо объяснения отсылаю к лицам, хранящим текст письма, примечание автора. В те годы я еще не знал его быта, его круга чтения, пишущий только о бабочках Фетт, настоящий философ. Натсен, философствующий, есть невежда. Блок, думал я, мог быть и тем, и другим, оказался ж ни тем, ни другим. С сентября стали мы писать мимо центральных тем, которыми я жил, ближе к событиям быта друг друга. Писать стало легче. Сережа, вернувшись из Баблова, мне описал свадьбу Блока и тут же сказал, ему ясно, что вся метафизика Блока навеяна была его бывшей невестой, женою. И я удивился, шутя, не невеста, идея двуногая, на них не женится. Стихи, статьи, кант, переписка с друзьями, и лето мелькнуло, как сон. Надо всем мой вопрос, что зима принесет? Золото в лазури, статьи, символизм и критицизм, символизм, как миропонимание, атеургия, конспект курса лекций готовы. Я удивился, как много сработано, ведь экзамены были, а не отдыхал. Основательно бородой оброс, дико выглядел, перегорел под солнцем, и решение ствердилось в душе упорядочить рой разнородных стремлений в друзьях. Гордость дьявольская. Кобылинский твердил об отплытии нас, аргонавтов, от берегов умиравшего мира, за солнцем. Решил я, что арго, корабль, пора строить сложением стремлений друзей, склепать вместе стремления, чтобы палуба общего арго сложилась. История Эртеля плюс бодлеризм Кобылинского, плюс синкретизм Ирачинского, культура Метнера, восток Батюшкова, форма Владимирова, литературу ведения Печковского, все на потребуде, утиль сырье. Даже народничество Малафеева в новой увязке способно стать синим цветком, отпирающим клад. Символизм наш загаданный органавтический и виделся многоплоскостную фигурую, связанной в цельность, но не налагавшей бремен на природу отдельных стремлений. Сумма связанных химией близости бытов, врождаемым, непредрешенным своем новом качестве, сложит быт нашей новой коммуны. В заносчивом плане опять я, идея двуногая, не понявшая собственной позы орфея. Я видел себя взрывателем музыкой мертвых твердынь и уверенным в силу взрыва воображенной коммуны. Вот-вот где она, моя мистика. не метафизика биомы, а самоуверенность переоценка себя. Возомнив о себе дирижере сознаний, я действовал в силу инерции перерасхвала, которым друзья, как подкидывали дирижерскую палочку, ей оставалось подмахивать. Я и взмахнул. Я себя настигаю бродящим в полях, загорелым, обросшим, и дико размахивающим над оврагом, как дирижер, обегающий из дирижерского пульта палочкой, ему подчиненные трубы, волторна, литавры и скрипки. И коля камни плясали в глазах у меня. Как же людям не следовать мною поволенным ритмам? Чудовищное самомнение. Мне извинение в том, что, по-видимому, эта мысль об Орфее, о новой коммуне носилась в воздухе. Где-то уже Пьер Дальгейм замышлял то же самое, и Вячеслав Иванов, неведомый еще мне, из словарных пылей выносил свои взгляды о новом театре, рожденном новую общиною. Позднее я люто боролся с идеями этого рода, но в собственном опыте их отстрадав. Загорелый, бродатый, себя не познавший, я был самозванец, разыгрывающий тему не тот своего собственного стихотворения, только написанного летом. Золото в лазури, примечание аптора. Кинематограф. Приезд из деревни осенью 1903 года, растерянность, сбор всем частям, вихрь сквозных впечатлений, слагающих просто сумбур в голове у меня, и явления людей, близких мне, только средне знакомых, совсем незнакомых, впервые возникших, как-то Кистяковские. Он приват-доцент, с жаждой адвокатской карьеры, белесый, баранно-тупой, не имеющий собственных слов. Он скоро стал помощником Муромцева. С пересапом сидел он на органоптических сборищах. А появился у нас, как свойственник мой, Кистяковская тетка моя, от дядюшки Жоржа, Георгий Васильевич Бугаева. Мадам Кистяковская, пышная, южная, волоокая дама, водила супруга к нам. И Игорь отсиживал на воскресенье безмолвствия. Вскоре, когда он завел шесть помощников и стал срывать с купцов куши, он провалился, как в воду. Много времени отнимали. Задуманный журнал Весы, Скорпион и дела с ним связанные, также пересмотр наших органоптических лозунгов, кроме того, перемещению в комнатах нашей квартиры, переустройства, составление каталога математической библиотеки отца, поступившей в университет, появление епископа, субъективиста, Антония к матери, появление ко мне тройки апокалиптиков Эрна, Флоренского и Валентина Свинтицкого. С рядом заданий, меня ошарашивших, моя дружба внезапная с Н. Таким образом, белый обозначает Петровскую, когда касается своих личных отношений с нею. Сравните запись об октябре 1903 года, «Моя дружба, крепнущая с Петровской, которой внушаю мысли о пути и эзотерике». Примечание редакции. Верч около всех нас Рачинского, взвившего в жизнь пылеметы и появление профессора Лохтина ко мне с местом преподавателя в институте. Мне девиц обучать биологии, химии, физике. Место такое отверг я. И профессор, обиженно вспыхнув, моргнул, ничего не прибавил и скрылся. Навеки. Все в лоб в лоб Рачинской своими горнаками. Читайте горнака, горнак говорит. В лоб Брюсов. Вы не читали Жилкена, Борис Николаевич? Как? В лоб Бальмонт. Перси Шелли, Ушелли, Утирса де Молина. А Метнер Эмилий из Нижнего жарит письмами. Кто хочет знать Гете, тот должен иметь под рукою Софиен Аузгабе. Софиен Аузгабе, наиболее полное продолжавшееся в то время издание сочинения Гете в 133 томах. Веймар 1887-1919 предпринятое по заказу герцогини Софии Саксонской. Примечание редакции. 90 томов. И кроме всего, мае воскресенье, Владимировские понедельники, вторник Бальмонта и вторник Кружка, среда Брюсова, приемы у Грифов, приемы в Скорпионе, еще Староженковские воскресенья. Словом, обходы квартир. Дни расписаны. Литературные деяния этой осени пишу для будущих вецов рецензии. Заметку о Спенсере и статьи «Окно в будущее». Пишу в хронику мира искусства. Стихи «Санктус Амур». Рассказ «Световая сказка» для Грифа. Усиленно переписываюсь с Блоком, с Меттером. Вникаю в структуру стихов Брюсова, Урби от Орби, Сологуба и Гиппиус, выпущенных Скорпионом, устраиваю заворожку между издательствами Скорпионом и Грифом. В итоге временно кислеют мои отношения с Гиппиус и с Мережковским, которые, вдруг появившись в Москве, на меня едко сетуют. Я же, обидевшись, убегаю с публичного доклада Мережковского и попадаю в Альпийскую Розу такой ресторан был, на бурный мальчишник Семенова, члена редакции Скорпиона, где я знакомлю с Трапезниковым, еще почти юношей, будущим своим другом. Словом, бессвязная лента кино, рассеивающая меня. В то время, как я делаю все усилия к тому, чтобы организовать в идейную группу хотя бы кружок органавтов, я подчиняюсь стихийному развертыванию каких-то не от меня забисящих обстоятельств. Точно кто-то передергивает все мои карты. И все чаще является потребность мне отдохнуть. Лето, поля, загар, сосредоточенные думы, где все это? Видно, что мне дирижировать людьми рано. Видно мне судьба дирижировать разве что хлебными колосьями в полях. Вспоминаю свои недавние ритмические жесты, брошенные в ветер с выборматыванием слов. И вспоминаю иные из своих летних стихотворений, в которых вынурнула нота сомнения. В них фигурирует какой-то себя вообразивший вождем и пророком чудак, угодивший в камеру сумасшедшего дома. И подкрадывается горькая мысль. Неужели я не тот, кем себя воображал в боях? Улетающий день запах розовых смол, как опаловый пень, как коралловый ствол, даже каменный хрящ, перламутровый трон, даже плещущий плащ, весь облещенный сон. Поднимая над ручьем колокольчик ночей, и как гром серебром разорвется ручей, росинистая брызнь, закипевшая жизнь, колокольчика звук из скрестившихся рук, и как взвизги меча побеждаешь осим, но два черных грача залетали над ним, и протопал табун, и пронес в луне красногубый горбун на хохлатом коне. Поздняя переработка стихотворения из «Золота в лазури», примечание автора. В духе тогдашнего моего жаргона кентавр, раздвоенный между чувственностью и рассудком. Фаун — чувственник, а горбун — непреоборимый рок. Тему рока, которого где не победишь, и который где сломает твои усилия, начал особенно сильно переживать с осени 1903 года. И письма мои к блоку этого периода грустные или истерически фанатические. В эту сумбурную осень и начались мои воскресенья, которые вызвал к жизни собственно Эллис. Они начались с моим рефератом «Символизм как мировоззрение», ставшим основой дебатов и споров, продлившихся целый сезон, раздуваемых Эртелем до мирового пожара, сжимаемых Эллисом в тезисы его агиток, с которыми он несся стрелой по лабиринту московских квартир. Споры, музыка, шаржи, подчас инциденты, просто танцы. Мне напоминали какой-то сеанс. Человек двадцать пять, тридцать шумно кричали за столом. И помнился стих Блока «Все кричали у круглых столов, беспокойно меняя места». Люди, собиравшиеся на воскресеньях моих, какой-то ручей, рой за короем проходил, точно по коридору, сквозь нашу квартиру, подняв вниз сквозняк впечатлений. Много фамилий и лиц я забыл и не помню, когда кто явился, куда кто исчез. Воскресенье продлились до девятьсот шестого года, а в девятьсот седьмом году по составу посетителей они уже иные совсем. Бывали же в период тысяча девятьсот третьего, тысяча девятьсот четвертого годов. Сизовы два брата, студент Сильверсван, Рубанович, Печковский, Нелендер позднее, Оленин, Петровской, Владимировы, все семейство, брат, две сестры, мать, Малафеев, Леонов, Чилищевы и Лев и Сергей Кобылинские, Батюшков, Эртель, Сергей Соловьев, Поливанов, Владимир, Петровская, Нина Ивановна, старый художник Оставьев и прочие люди, которых не помню, которые все же признавали себя органавтами. Ходили и грифы, Кречетов, Соколов, поэт Рославлев, братья Кайранские, Паярков, студент Пантюхов, романист, Скорпионы, Бальмонт, Поляков, Полтрушайтесь, Семенов, Ликиардопула, еще студент, Фифилактов, художник, Шик, Брюсов, Волошин, Иванов, бывавший заездом в Москве, из художников Липкин, Борисов, Мусатов, Шестеркин, Росинской, Переплетчиков и Середин, слишком вежливый, из музыкантов профессор Танеев, Николай Метнер, Эмилий жил в Нижнем, а сам Метнер папа, хоть и не музыкант, ассистировал изредка, приподнимая седую бородку а-ля Боленштейн, и Буюкли, пианист, завивался руладу и листа на старом разбитом рояле. Гибрилес позднее Рачинской, Дальгейм, Астров, с собой из своего кружка приводивший кого-нибудь, Фохт, Кантианец, бывал Абрамович, критик в 1904 году, из мира профессорского бывали Павловы, муж и жена, оба геологи, Каблуков, профессор Шамбинага, тогда лишь доцент, появлялись Свинтицкой, Эрн, но не Флоренской, всегда заходившие отдельно и гамма боявшиеся. Тут и знакомые матери, муж и жена Кистяковские, Зубкова, Часовникова, Христофорова, сестра Эртеля. Вспоминаю попутчиков, и голова идет кругом, мельк-мельк, и выныривает, почему-то, Паярков, участник моих воскресений, слагатель никому не нужных стихов, еще более вялых речей о Бальмонте и Оскаре Уальде, садился и требовал точных ответов сию же минуту. Зачем он сидел? Вагон общий, гриф, до ближайшей лишь станции, где мне налево, направо ему. Кобылинский Сергей, прочитавший свое сочинение о лодце, мне все от доски до доски. Почему? Вагон общий, теория знания, до остановки Лопатин, где он соскочил, я же ехал в те годы до следующей пересадки, у Канта. И спутник на час, еще молодой Абрамович, впоследствии критик из журнала образования, еще не обозленный, еще не мой враг, своим частым приходом некстати, меня вынуждает он часто бежать от него. Он позднее за мной из страниц журнала гоняется, как папуас, и с железным пером, как копьем, протыкает лет восемь за эти невольные от него бегства. Что общего со староколеннейшим переплетчиковым, передвижником, вдруг записавшим цветистыми точками? Сколько часов мы убивали друг с другом? К чему? Вагон общий, общество эстетики, тактика Брюсова временная, а Росинской молчу. Мой товарищ Владимиров в умные мысли о живописи меня посвящал, а художник Борисов-Мусатов тончайший и нежный горбун привлекал обаянием личным. Он скоро умер. А для чего посещали меня Середин, Липкин, тоже художники? Их я лично не знал. Вероятно, они думали, что меня знали. Или, идя к философу Фохту, ища семинария, каково преодолеть вместе с умницей с педагогом-философом его тусклых друзей-философов. Золотоискатели цедят сквозь сито песок для отсеки отдельных крупиночек золота. Так поступая сознание, пересорял я, непризнанный индокитаец, в толпе москвичей затолкавшийся. Можно ли узнать человека, сдавив ему локтем микитку или чувствуя его каблук на мозоре. А форма чинения друг другу препятствий к обнаружению личности производилась под формой знакомств. Знаю белого. Значение часто в давлении микиточное ощущает давящий меня чей-то локоть. Отсюда оскомина. Моя общительность невероятно в те годы была. Велика была любознательность. Быть социальным задание тогдашних дней. С детства учился болтать на жаргоне, заказанном мне взрослыми. Но обставшее многоязычие в 1904 году переходило все грани. Тактика швежливо с Извините, пожалуйста, в давке трамвайной наляпала на меня мне навязанный штамп «лицемер перекитчивый». И оттого наступали минуты, когда я без видимого повода вдруг бацал кобылинскому. Лодца вполне отвратительен мне. Сильверсван уже давал понять, что невеликое счастье нам часто видится. С осени 1903 года печать переутомления дала себя знать. Я срываюсь все чаще с чрезмерной внимательностью к посетителям. Неумение учесть напряжение давки людской дает внезапный эффект грубости от «Извините, пожалуйста, без интервала слетаю на черт воздери». 30 лет я являл своей личностью многообразие личностей, одолевающих статику, чтобы изо всех поворотов, как купол на ряде колонн, теоретик, естественник, логик, поэт, лектор ритмики, мазилка эскизиков, резчик, явить купол и я. 30 лет припевы сопровождали меня, изменил убеждением, литературу забросил, в себе сжег художника, ставший как гоголь больным, легкомысленное существо, лирик, мертвенный рационалист, мистик, материалистом стал. Я подавал много поводов так полагать о себе, перемудрами от преждевременного усложнения тем, техницизмами контрпунктистики в оркестрировании мировоззрения, увиденного мною многоголосной симфонии. Так композитор, лишенный своих инструментов, не может напеть собственным жалким простуженным горлом и волторны, и флейты, и скрипки, и литавры в их перекликании. И осеняла меня уже мысль о работающем коллективе, делящем в голосоведении труд, где историк, придя к символизму, по плану системы моей, пишет труд исторический, где отвлеченный эстетик проводит в эстетику мои принципы, а аналитики музыки, слова и живописи эту эстетику выявят в частных примерах. Для этого нужен был план, данный книжным моим кирпичом. Он откладывался. Собирались пока материалы к нему, и они рухнули, взывая к разборке, к усидчивости, к кабинету, к закрытым дверям. Я же их отворил. Уж меня, вырывая из кресла, влекли в треск брават выступлений, борьбы, публицистики. Я, проявив слабость воли с осени 903 года, пять лет перетаскиваю сквозь редакции, кафедры, тактики и оппонирования ради темы увязки, надеясь, предметы увязки созревают в трудах сотоварищей, и шкаф исследований будет полон трудов их. А исследователи все куда-то уныривали. Эти несчастные, всеохватные, горделивые замыслы начались с очень-очень горячих, порой интересных бесед на моих воскресениях с октября 903 года, где ядро воскресений товарищи аргонавты чувствовали себя новым идеологическим центром. Но интересность воскресников их и погубила, когда повалили ко мне со всех сторон посторонние, сперва слушатели, потом и участники бесед, очень скоро их развалившие, так что в течение трех только месяцев полные смысла беседы стали лишь мельком людей. Уже в январе 1904 года я блоку жаловался, что растерзан. Воскресения тянулись до 1906 года, позднее бывали они не чаще раза в месяц, тянулись же до 1909 года, но то уже были скорее вечера смеха и забавы, которые главным образом инсценировал Элис. Мимические его таланты развертывались в годах. Он овладел тайной ракурсов сложных движений, например, изображал, как вы морозной ночью идете мимо ночной чайной, вдруг расхлопывается дверь, мгновение вываливает световой сноб парами блинного запаха, охватывая теплом. Гоготня, тусклые силуэты, махи рук, чайники, бегущие наискось половой, и тут же бац, все захлопнулось. Никого, ничего. Луна. День чтобы воспроизвести эту картину, ему стоило лишь набрать в рот табачного дыма и закрыть двумя ладонями лицо. Вдруг, раздвинув ладони и выбросив дым изо рта, он начинал производить многообразные движения, испуская множество звуков «го-го-го-га-га-га-га-га», и опять сомкнуть ладони перед лицом, внезапно застывши. Все проделывалось с ужасающей быстротой в 2-3 секунды, а зрители переживали импрессию сложной картины, переполненной движением. Он изображал с неподражаемым искусством и слона, и профессора химии Каблукова, и Валерия Брюсова, заставив переодеться меня, изображал позднее вместе со мной драму Леонида Андреева «Жизнь человека», попеременно делаясь и некто в сером, и старухами, и друзьями, и врагами человека. Великолепно под музыку изображал он все, что угодно. Мама садилась играть кинематографические вальсы, которые он ей заказывал, а он изображал, как танцевали бы вальс любой из знакомых. Изображал сложнейшие сцены кинематографа, передавая дрожание и стремительность жестов экранных фигур. Изображал вымышленные инциденты, якобы происшедшие с тем или иным из знакомых. Великолепнейшим номером Эллиса была лекция профессора Хвостова, якобы прочитанная в психологическом обществе. Мешковато усаживаясь на стул, моща лоб, громко по-хвостовски губами он чмокал и делался вылитым хвостовым, гудя «Милостивый государь и милостивые государни». Некоторые уважаемые мыслители говорят, что свободы воли нет, а другие, не менее уважаемые, утверждают обратное. Есть группа столь же уважаемых мыслителей, которая утверждает сперва, что свободы воли нет, а потом, впадая в явное и в кричащее противоречие с собою, приходит к заключению, что свобода воли есть. И есть группа уважаемых и столь же замечательных мыслителей, которые сперва утверждают, что свобода воли есть, а потом, впадая в не менее явное и в не менее кричащее противоречие, приходят к заключению, что свободы воли нет. «Милостивые государыни, милостивые государи, коли свобода воли есть, так она и есть, а коли ее нет, так ее и нет. Разберем же эти группы и подгруппы в их отношении к проблеме свободы воли и так далее». Кругом хохот. Элис же, совершенно переуплотившаяся в Хвостово, развертывает часовую лекцию о свободе воли, всю сплошь состоящую из набора слов. Рассказывали впоследствии. Когда Элиса и меня уже не было в России, Хвостов таки взял и прочел в психологическом обществе лекцию о свободе воли, которая была удивительным повторением пародии Элиса. Говорили, что многие, прежде слышавшие Элиса, будучи охвачены внутренним смехом, с хохотом убегали из зала. Пародии, импровизации, пляски свершались Элисом с бурной заразительностью. Они охватывали и зрителей. В эти же месяцы Владимир Иванович Танеев, исчезнувший для меня на года, появился внезапно в квартире у нас. Собрав огромнейшую библиотеку, средств уже теперь он не имел никаких, весь заработок был ухлопан на книги. Книг не мог уже он покупать. Но ужасная страсть, перешедшая просто в болезнь, его делала Плюшкиным. Он, видя новую книгу, почти что ее выпрашивал. Всякую дрянь подбирал. Так впоследствии, увидевши мое золото в лазуре, так и затряс сон. Я предложил ему взять эту книгу, чтобы волнение страсти унять. — Я ведь должен сказать, — протянулся он к книге, — что ничего не понимаю в поэзии ваших друзей. Потрудитесь отметить мне крестиком, что вы считаете наиболее удачным. И к матери. — Жизнь так подла, так пошла, что выдумывают всякую ерунду, чтобы не видеть действительности. И, трясясь от жадности, он перелистывал книгу. И после пустился в который раз нам проповедовать свою теорию. Всякий художник есть хам эстетической. — Да, — плакал голосом он. Все Танеевы плакали голосом. — Люди же делятся на рабов, на убийц, на воров и на хамов. Художники и проститутки — и не рабы, и не воры, а хамы. — Убийцы — военные, воры — капиталисты, рабы — пролетарии и крестьяне. Под хамами разумел мелкобуржуазную интеллигенцию и проституток. Пройдет несколько десятилетий, и водворятся монголы, и все поглотят. Он на старости лет проповедовать стал разрушение Европы монголами. Заходы Танеева к нам одно время были довольно частые, я его изучал. Итог изучения в несколько перефасованном виде неожиданно для меня выявился в «Серебряном голубе», где Танеев фигурирует под маской сенатора-чудака Граабина. Скоро дочь его, Часовникова, появилась на моих воскресеньях. Возобновление знакомства с Танеевыми привело к тому, что мать моя с 1910 до 1919 года опять проводила лето в Демьянове, имении, где протекло мое раннее детство. Аяксы Я встретился с тройкой студентов. С Владимиром Эрном, оставленным при университете при профессоре Трубецком, с Валентином Свинтицким, еще студентом-филологом, и с Павлом Флоренским, кончающим математический факультет, учеником Лохтина и слушавшим лекции отца, обнаружившим уже ярко способности, даже талант в математике. Они явились ко мне. И белясый, и дубовый, и дылдистый Владимир Францевич Эрн недоверчиво закосился сразу же на меня простодушно моргавшими светлыми глазами. Он в ряде годин Вячеславу Иванову верил, мне — нет. Он в 1904 году лишь поддакивал мысли Флоренского. Значит, так значит, не значит, и руку рукой мял. Был он безусый, безбрадый, с лицом, как моченое яблоко, одутловатым, с намеком больного румянца, казался оршином складным. «Знаток первых веков христианства, касаясь их, резал, как по-живому, абстрактными истинами, рубя лапою в воздухе. Значит, тела воскресают!» Сказавший конфузис моргал. Выступало в лице голубиное что-то. Свинтицкой, курносой, упористой, с красным лицом, теребил с красным просверком русую очень густую бородку, сопя из-под лобья. Не нравился мне этот красный расплавкарий глаз. Он меня оттолкнул. Как бычок в своей косо-надетой тужурке бодался вихрами. Я думал, что сап и вихры — только поза, а запах невымытых ног — лишь импрессия, чисто моральная. Вся суть в флоренском. С коричнево-зеленоватым, весьма некрасивым и старообразным лицом угловатым носатиком сел он в кресло, как будто прикован к носкам зорким взором. Он еле спадающим лепетом в нос, с увлекательной остростью заговорил об идеях отца ему близких. Это он, по всей вероятности, и явился инициатором захода ко мне. Трех друзей. Только он интересовался тогда новым искусством и его понимал. Эрн в эти годы был туговат на понимание красоты. У Свинтицкого были пошловатые вкусы. И, кроме того, Флоренской же мог интересоваться мною и как сыном отца. Он ценил идеи отца. По мере того, как я слушал его, он меня побеждал. Умирающим голосом. Он лепетал о моделях для N-измерений, которые вылепил Карл Вейерштрасс. И о том, что где есть бесконечность дурная, по Гегелю, и бесконечность конечная, математика Георга Кантера. Вспомнил что-то знакомое из детских книжек. Падающий голос, улыбочка, грустно испуганная. Тонкий, ломкой какой-то, больной интеллект. Не летающий, а тихо ползущий. С хвостом, убегающим за горизонты истории. Зарисовать бы Флоренского египетским контуром. Около ног его пририсовать крокодила. И вот он поднялся. Прощаясь, стоял, привязавший свои неразглядные глазки к носкам, точно падая, с гееротическим сломом руки в старом, в косо сидящем студенческом мятом своем сюртучке, свесив пенснейную ленту. Тень носа, соршин, под ногами лежала, хвостом крокодила. Разговаривал я только с Флоренским. Свинтицкой и Эрн, как показалось, не доверяли мне. Эрн ясно покашивался с подозрением. С тех пор они появлялись. Однажды опять явились втроем и передали в подарок мне великолепную фотографию Новодевичьего монастыря в знак того, что здесь могила моего отца. И этим растрогали. С тех пор приходил только Флоренский. Он заинтересовал меня идеями математика и философа Вронского. Арена «Встреч с Тройкой» — открытая секция истории и религии в студенческом обществе при Трубецком. Заседания происходили в университете. Тогдашнее ядро — три Аякса. Бородатый Галанин, два Сыро-Ячковских, Хренников, несколько диких эсеров с проблемой мучительного «бить, не бить», анархисты толстовствующие, богохулители, ставшие богохвалителями, или богохвалители, ставшие с бомбою в умственной позе, посадские академисты из самораздвоенных, кучка курсисток Герье, председательствовал Котлеревской, еще писавший свой труд Ламинне. Появлялись Кайранские, Грифики, до Аргонавт ходили сражаться с теологами. Заседания эти связались мне с осенью. Мерзлые первооктябрьские дни, все сирело, и падало, 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 каплями в стекла оконные, в душу, и что-то как взмаливалось, и бессильно барахтая с падавшим времени, падало сердце. Я шел маховой заседать со Свинтицким в унылейшей комнате, густо набитой тужурками, взбитыми мрачно вихрами волосастых студентов с проблемой, бить или не бить, где Свинтицкий учился показывать пиротехнический фокус с огнем, незаводимым им с неба, в ответ на проблему, ходить с бомбой на генерал-губернатора или не ходить. И Свинтицкий вещал, это бомба небесный огонь, незаводимый пророками, соединившими веру первохристианских отцов с протестующим радикализмом Герцена. Онде высечет небесный огонь. Свою лабораторию с взрывчатым порохом он перенес в заседание секций. Опыты с самогипнозом, с гипнозом ближайших ему поверивших, грубо проделывал он, сидя, бывало, при Эрне, сопя, созверевшим от напряжения лицом. Точно печь Даниила пылали глаза, став дико кроваво-блистающими. Бывало, переводят их на Бориса Сарайчковского, на Котлеровского или на меня, чтобы привести нас в каталептическое состояние. Что он пытался гипнотизировать, для меня стало фактом. Бывало, как тарарахнет по нервам, картавыми рявками, он ожидает наития, а запах от ног. Курсийский же в священном восторге. Докладчик, бывало, кончает, с винтицкой взлетит. И, бодая с махрами, как забзыривший бык или хлыст, вопия, рубя воздух рукой, прикартавливая и захлебываясь, из усов ротяное отверстие, покажет, пылая губами кровавыми, как у вампира, и нас уверяет, явление дамасского света и молния, которую Петр уничтожил, ананию, с ним где. Котлеровский, похожий на сатиру, просто не знает, что делать. Полусмехаес, обводит он нас, бывало, с конфуженным, вопросительным взглядом. Эпизоды издеяния святых апостолов, явление господа Савлу на пути в Дамаск во внезапном осиянии небесным светом, внезапная смерть Анании, уличенного Петром во лжи перед Богом. Примечание редакции. Мне тошно. Рявк Свинтицкого действует на меня чисто физически, как удар гонга, которым Шарко оперировал, вызывая у пациента к столбняк. Часть аудитории, бывало, тупо балдеет, восторгом. Часть плюется. Сомнительный шарлатан. Он же валится, красный и потный, хватая с рукой волосатую, красная шерсть за измятую грудь, он терзает тужурку, не знаешь, валится ли с ног, стакан ли с водой ему тащить или бить его. После его выступления поднимался болезненный Эрн, длинный, брысый, белясый. Рукою рубил, выколачивая точно палкою в лбы, тупым голосом пресные ясности о чудесах и явлениях знаменних в первых веках христианства, пытаясь по-трубецкому связать их с евангельской критикой. Он переводчик святых в опиянии Свинтицкого на ясный язык. Тот пророк. Это только дедосколол от Валентила. Дедосколол – учитель, примечание автора. Он в эти минуты казался мне типичным Энессом, народным учителем, где-нибудь в дальнем медвежьем углу. Энессы – члены Народно-социалистической партии, созданной осенью 1906 года. С июня 1917 года – трудовая Народно-социалистическая партия, примечание редакции. Рядом с Эрном, с коричнево-зеленоватым лицом, некрасивый, старообразный, брезгливо подавленный громом Свинтицкого, Флоренской, замумифицирован в кресле, прикован невидными глазиками к сапогу, точно гоголь, кивающим носом над пеплом своих мертвых душ. Души мертвые – Эрн и Свинтицкой. Эрн, благообразно почивший до смерти, Свинтицкой в смердящих конвульсиях, заживо, точно червями точимый. Флоренской в ответ им говорил умирающим голосом, странно сутулись и видясь надгробной фигурою, где-то в песках, провисевшей немым брельефом века и вдруг дар слова обретший. Его слова, маловнятные от нагруженности аритмологии, как ручеек, иссякающий, в песке пустынь. Он, бывало, отговорив садиться, зеленый и тощий. Фигурка его вдвое меньше действительной величины, от того, что сутулился, валился точно под ноги себе, как в гробницу, в которой он зажил с комфортом, прижизненно переменив знаки минус на плюс, плюс на минус. Мне казалось порой, что и в гробах самоварик ставил бы он, и ходил оттуда в весы, распевать предобложками, изображающими голых дам, со святыми рабыню покой. Я в весах позднее заставал его с Брюсовым. Он разговаривал странно сутулис, с косяс, поясняя гнусавым, себе самому подпевающим, но замирающим голосом, какой-нибудь штрих, деталь гравюры четырнадцатого столетия, что-нибудь вроде рисунка Кунрата со скромной надписью «Ора эд лабора» «Молис и работы». И Брюсов почтительно слушал скорее аритмолога, перепротонченного декадента, чем мистика или философа религиозного. Снова казалось, что он мемфисский полубарельеф со следами коричнево-желтой и зеленоватой раскраски облупленный. Выйдя из серо-желтявого камня, шел медленно в тысячелетиях, тысячи верст, чтобы предстать из Мемфиса в доме «Метрополь», где весело так прилетели свесы. Из Мемфиса, может быть, из Атлантиды явился он поразговаривать о нарастании в двадцатом столетии египетских смыслов. С тех пор он являлся ко мне, избегая моих воскресений, как крадучес, в тайном напуге, не глядя в глаза, лепетал удивительно. Оригинальные мысли его во мне жили. Любил он говорить о теории знания и укреплял во мне мысли о критической значимости символизма. Что казалось далеким ближайшим товарищем, Блоку, Иванову, Брюсову, Мережковскому, то ему виделось азбукой. Мысли же его о растущем, о пухнущем, точно зерно, разбухающем, многозернистом, аритмологическом смысле, питало меня, примиряясь с отцовскими мыслями, мысли символизма. Студент Флоренской про математика Эйлера. А тень, длинноносая, вытянутая от его сапога, про другое, свое, очень древнее. И начинало казаться, что будет день, тень сядет в кресло, Флоренской уляжется, под ноги ей. А с Валентином Свинтицким и с Эрном мы мало видались вдвоем. Валентина Свинтицкого, признаюсь, бегал я. Пот, сап, поза, огня в глазах, вдруг издерг, неопрятность, плосатая лапа, кортавый босок, все вызывало во мне почти отвращение физическое. Где-то чуялся жалкой больной шарлатан и эротик, себя растравляющий выпахом, пота кровавого, флагелантизма. Сорвал же он аплодисменты уже. Бросал в обмороке оголтелых девиц. Даже организовал диспут. На нем он, как опытный шулер, имеющий краб на руках, бил за батюшкой батюшку. Краб — тон пророка. Тащили в собрание Приходского батюшку. Тот перепуганный рот разевал. Никогда еще в жизни не видывал он Самуила, его уличающего, в том, что батюшка служит в полиции. Пойманный на примитивнейшем либерализме, батюшка, ошарашенный, с испугу, левел. Самуил — пророк, последний из судей Израилевых, увещевавший свой народ отринуть иноземных богов и служить одному Господу. Первая книга царств. Примечание редакции. Слушайте, слушайте, мрачно шептались вчерашние богохулители, гамлеты сбить или не бить губернатора. И тогда с бычьим рявком Свинтицкой взлетал и кровавые очи втыкал в священную жертву, и механикой трех-двух для батюшки ехидных вопросов, изученных перед зеркалом, батюшке мат делал он. Мат заключался в прижатии к стенке и в громоподобном рыканье к аудитории. Видите, отец Владимир Востоков отрекся от Бога. Нет, я не за батюшку, я против шулерства. В эти минуты воняло так явственно от Валентина Свинтицкого. Раз попытался он со мной откровенничать, неожиданно похвалив мое стихотворение «Не тот, которого тема разуверение в себе», и в связи со стихотворением заговорил о себе самом, посапывая и дергая себя за рожеватый ус. Иной раз такое переживая, что усмехнулся он и нехорошо усмехнулся. Махнул рукою, дав понять, что имеет какие-то им таимые от всех свои собственные переживания. И я подумал, этот пророк еще покажет себя. Он действительно себя показал. Пока же вера в пророка Свинтицкого начинала расти. Он бил козырем по женским курсам, студентам, стареющим баронькам, ветеринарам и преподавателям даже. Взяв шуицу как бы динамитную бомбу, в десницу взяв крест, он скрещал, как скрещает Дикири с Трикирием золотоглавый епископ. Двусвечник с трехсвечником, примечание автора. Слияние бомбы с крестом лично иди опыт его. С бомбой он стоял, де, кого-то подкарауливая. Не мог бросить, де. Ему, де, открылось, как савлу, что бомбы небесные пора убивать губернаторов. Так, видение бомбы, спадающей с неба молитвами нашими, он проповедовал. Кроме того, в Македонию ездил, де, вместе с повстанцами не спровергать падишаха. И как провожали? Македония в начале XX века оставалась под властью Турции. К августу-сентябрю 1903 года относится македонское национально-освободительное и линденское восстание против турецкого ига, провозгласившее республику и подавленное турецкими войсками. Примечание редакции. Уехал же куда-то в русскую провинцию. Там мрачно скрывался. И вернулся в Москву. Его встретили с благоговением. Освобождал македонцев. Да, злая судьба насмех выкинула звереватого вида больного, бросавшего в обморок диких девиц, извлекавшего у бородатых почтенных седых уже видовидавших общественников суеверные шепоты. Флоринский уже тогда не сочувствовал своим друзьям Свинтийскому и Эрну, но он таился. Вообще в те года он не слишком много распространялся на различные темы. Росла слава Свинтицкого. Флоринский как бы сел в тень. Из теневого угла своего вытягивался длинный нос его. И раздавались мудренейшие рассуждения о математике и о символизме. Скоро он перестал меня посещать, на что-то обидевшись. Эта размолвка относится по всей вероятности к зиме 1904-1905 года. 15 июля 1905 года Флоринский писал белому в этой связи. «Хотя вы, кажется, и сердитесь на меня за наши разногласия этой зимою, и хотя в результатах наших действительно разногласия, но я все-таки считаю вас так близким к себе и по цели, и даже по путям, что пишу. Близким считаю потому, что знаю одинаковость наших основных настроений, сказочность и исходных пунктов развития». Примечания редакции. В новом пути напечатал он сочувственную рецензию о моей Северной симфонии, потом я встречал его только издали. Скоро он отпустил длинные кудри, и когда молча сидел позднее на религиозно-философских заседаниях, то выглядывал перепуганный из кудрей чем-то его нос. Мы его называли в те дни «нос в кудрях». Кличка придумана, разумеется, Элисом. Скоро он вовсе скрылся в Сергиевом Посаде. После окончания в 1908 году Московской Духовной Академии и принятия в 1911 году сана священника, Флоренско являлся профессором кафедры истории и философии Московской Духовной Академии. В 1918-1920 годах работал ученым-секретарем и хранителем резницы в комиссии по охране памятников искусства и старины Троицы Сергиевой Лавры, Сергиев Посад. Примечание редакции. Орфей Изводящий Изада С осени 1903 года совсем неожиданно вырастает моя дружба с Энн. Ее почва моя усталость и мое самомнение, заставлявшее меня думать, что я беспомощный, вооружен опытом мудрости, позволяющей врачевать души. Источник этих недоразумений, севший однажды за письменный стол, написавший на листке этапы развития нормальной душевной жизни, я эти этапы себе добросовестно изложил. Изложив, излагал аргонавтом, каждому порзнь, излагал и блоку, и Мережковским. Со мной соглашались, вероятно, не слушая. Но я же был уверен в себе. Старшие перехвалили меня. Писала же Гиппиус, каждое де мое выявление замечательно, что эта хитрая лесть и обычный прием мне был еще невдомек. Изложив свои правила жизни Энн, я был потрясен эффектом, который произвели в ней они. Не говоря прямо, что выбирает меня учителем жизни, она заставила в сущности говоря, одно время стать таким. Теперь об Энн. Раздвоенная во всем, больная, истерзанная несчастную жизнью, с отчетливым психопатизмом, она была грустная, нежная, добрая, способная отдаваться словам, которые вокруг нее раздавались, почти до безумия. Она переживала все, что не напевали ей в уши, с такой яркой силой, что жила исключительно словами других, превратив жизнь в бред и в абракадабру. Смотрите характеристику психологического облика Петровской в мемуарном очерке Ходосевича о ней, конец Ренаты. Из жизни правдивую, честную до конца. Она была истинной жертвой декаденства. Ходосевич Некрополь. Страница 9, 12, 13, примечание редакции. Меня охватывало всегда странное впечатление, когда я переступал порог дома ее. Мне здесь не было комнаты с пестрой оранжево-коричневатой в черных крапинах мебелью. Не было ярко-красных рефлексов, бросающих жаркие тени от шелкового абажура. Не было и тяжелых драпри, повисающих толстыми складками на дверях, над окнами и отделяющих от всего мира. Не было и мягкого глушащего шаг ковра, вместо комнатной обстановки повисающие в воздух слова только что бывшего посетителя. Коли был Бальмонт, обиход слов у Н, обиход слов Бальмонта. Коли был тут Кайранской, Кайранской кричал каждым креслом. Среди всего этого ей чужого Н, растерзанной в клочки ей навязанным миром. Его она проецировала вокруг себя. Если был Батюшков, умиленно чирикой ей о своем белом лотосе, ей цвели лотосы, вместо обойных разводов вырастали из обои лепестки. Мне всегда сперва приходилось бороться за право ей говорить свое с чужими словами, которыми она была переполнена. Позднее я знал, что в Н всегда как бы обитало чье-нибудь я. Смотришь на Н и нет Н, не Н, а Бальмонт, из нее выговаривающий. Я люблю лепестковую струйность, люблю лунный лепет, мои лунные руны. Не спрашивая, знаешь, уже сидел тут недавно Бальмонт, и даже кресло, на котором сидел он, Бальмонт. Когда же бывало от нее уходишь, опять-таки нет Н. Стены, кресла, сама она, зеркала, отражающие и преувеличивающие до искажения твои собственные слова. Скажешь с горошину, а отразится тебе уж горошина огромным шаром, заключающим в себе все вселенные, и ты, засмотревшись в них, кажешься себе самому великаном. Так и случилось. Моя дружба с Н, переходящая в нежные сочувствия, питала меня утопия о себе как целителя ее души. Измученный, перетерзанный выданными себе векселями преодолеть то и сё, я так нуждался в утверждении себя твердым и крепким. Не видел еще, до чего Н утверждала меня нездорова. видя ее одержание чужими словами, я, нуждающийся в назидании, принимался ее назидать и спасать от нее самое. И, получая впечатление, с какой мгновенной быстротой ее излечивают мои правила жизни, ей преподаваемые, уходил с благодарностью к ней за то, что она укрепила во мне доверие к моей мудрости. Я серьезно вообразил, что одна из моих главных миссий — лечить эту душу, подпадавшую под действие всех случайно на нее дувших ветров. Она меня незаметно втянула в навязанную ею роль — учителя жизни и укрепила в иллюзии думать, что я ей необходим, что без меня Де погибнет она. Так заботы они начинали незаметно переполнять мои дни, переполненные так. Заходы к ней учащались до почти ежедневного появления. Беседы вдвоем удлинялись. Казалось, из всех живых существ она одна только правильно понимала меня. Она же не понимала, а преувеличенно отражала лишь то, чем я, таясь от себя, хотел себе казаться. Но она отражала не меня одного, а каждого, кто к ней приходил и сидел с ней вдвоем. Многие избывавших у нее в то время, не видя других ее посещающих и назидающих, в наивности полагали, а Надя понимает только их и понимает единственно, неповторимо, чудесно. Вероятно, все удивлялись, что, настроив ее на свой лад, при следующем посещении находили лад был сорван. Язык Брюсова насмешливо высовывался из нее и дразнил Белого. Язык же Белого вытягивался Брюсову. Каждый ужасался ее падению с высот ей преподанного в провал чуждого мировоззрения. Вероятно, иные привлеченные к ней иллюзии доброго на нее влияния, так же, как и я, осознавали потребность спасать эту прекрасную, гибнущую в истерике самотверженную душу. Она была и добра, и чутка, и сердечна, но она была слишком отзывчива и до преступности восприимчива. Выходя из себя на чужих ей словах, она делала с кем угодно, в зависимости от того, что в ней вспыхивало. Переживала припадки тоски до душевных корч, до навязчивых бредов, во время которых она готова была схватить револьвер и стрелять в себя, в других, мстя за фикцию ей нанесенного оскорбления. В припадке ужаснейшей истерии она наговаривала на себя, на других небылицы. По природе правдивая, она лгала, как всякая истеричка. И, возводя поклеп на себя и другого, она искренне верила в ложь и выдавала в искаженном виде своему очередному конфиденту слова всех предшествующих конфидентов. Я узнал от нее тайны Бальмонта. Бальмонт, вероятно, мои. Она портила отношения, доводила людей до вызова их друг другом на дуэль, и ее же спасали перессоренные ей друзья, ставшие врагами. Она покушалась на самоубийство под действием тяжелого угнетения совести. Вокруг нее стояла атмосфера опасности, гибели, рока. С ней годами возились ее, спасая. Я, Брюсов, скольки и прочие, Батюшков, Соловьев, Элис, Петровский, Ходосевич, Мунии, газетный деятель, Я. Я, Ефим Львович Гентарев. Смотрите письма Петровской к нему. Примечание редакции. Бедная, бедная, ее спасти уже нельзя было. Не спасатели ей были нужны, а хороший психиатр. Этапы диссоциации ее личности. Сперва хоровод из ей ненужных поклонников, потом мечты, потом чахотка, которую залечили, потом запой, потом навязчивая идея, едя место среди проституток, которых она видела невинными жертвами. Под этим всем ее разрушавшая страсть к морфию. Кончила самоубийством она. Петровская покончила с собой в Париже, отравившись газом в ночь на 23 февраля 1928 года. Смотрите, некролог, написанный по всей вероятности Ходосевичем. Дни 1928 номер 1340 25 февраля. Примечание редакции. Самый облик ее противоречивый и странный. Худенькая, небольшого расточку, она производила впечатление угловатой, с узенькими плечами, она казалась тяжеловатой, с дефектом. Какая-то квадратная и слишком для расточку большая, тяжелая голова, казавшаяся нелепо построенной. Слишком длинная, слишком низкая талия и слишком короткие для такой талии ноги. То казалась она мешковатой, застывшей, то юркала точно ящерка с неестественной быстротой. Она взбивала двумя пуками свои зловещие черные волосы, отчего тяжелая ее голова казалась еще тяжелее и больше. Но огромные карии, грустные, удивительные ее глаза проникали в душу сочувственно и подмывали на откровенность даже и тогда, когда открывала, что ей верить нельзя. Бледное, зеленоватое лицо с огромными кругами под глазами она припудривала. И одна пудра она казалась маской, теряя игру выражений, присущих ему. В обществе она страшно теряла. А в разгаре беседы вдруг сквозь эту пудру проступал нежный румянец. И лицо полнилось выражением. Но огромные, чувственно вспученные губы, кровавые от перекраса, кричали с лица неудачную кляксую. Улыбнется, и милое детское что-то заставляло забыть эти губы. Густые широкие брови точно грозили кому-то. И черная морщина, перерезавшая лоб, придавала лицу вид спешащей преступницы пустить себе пуль в лоб. Наклонив вперед свою тяжелую раздутую волосами голову, подтянув к ушам узкие нервные плечи, в черном платье с небольшим треном и застежкой на спине, шуркая шелком как ящерка, скользила она в толпе перепудренная и надкрашенная, спрашивала «Кто это?» Никто б не сказал, что мрачная напоминающая Ириню женщина, растерянная девочкой положив под голову руку и голову склонив на подушку дивана, свернувшись комочком, часами мечтает о таком о простом, о хорошем и готова в такую минуту на подвиг, на жертву. Иринии Эвмениды греческой мифологии «Три богини мести» Олекто, Тисифона, Мегера примечание редакции. Но и подвиг, и преступление только очередной бред. Придешь к ней, бывало, в красной шелковой кофте, среди красных отблесков красного своего абажура, из жарких теней, замотает нелепо серьгами, напоминает цыганку. Придешь в другой раз, бледная, черноволосая, в черном во всем она, монашенка. Я бы назвал ее Настасией Филипповной, если бы не было названия еще более подходящего к ней, тип средневековой истерички, болезнь которой суевера 16-го и 17-го столетия называли одержанием. Болезнь, ставшая одно время в Европе 17-го века, повальной эпидемией снедала ее, таких, как она называли ведьмами. Настасия Филипповна героиня романа «Идиот», примечание автора. Я подробно вынужден остановиться на Н. Она стала музой поэта Валерия Брюсова. Вспомните любовную лирику лучшей его книги «Венка». Половина стихотворений обращена к ней. Вспомните образ ведьмы Ренаты из романа «Огненный ангел». Там дан натуралистический написанный с нее портрет. Он писался два года, в эпоху горестной путаницы между нею, Брюсовым и мною. Обстание романа «Быт старого Кельна», полный суеверий, «Быт исторический», скрупулезно изученный Брюсовым, точно отчет о бредах Н. Точно диссертация, написанная на тему об ее нервном заболевании. «Энн, бросьте же, вам все это снится, не мучьте себя, говоришь, ей бывало. Нет, нет, я видела из мглы». И рука показывает на темный уголок портьеры. Что видела, неважно, она жила в снах среди бела дня. И делалось жутко. Тебе делалось за нее жутко. Посид у нее столько раз делался посидом с ужасиками. Успокоить ее в такие минуты было почти невозможно. Разыграется горошина твоих слов бывало до вселенной блесков. Как хорошо! Вы слышите? Точно пение! Ничего не слышу. Обещайте не интересоваться жалким вздором. Речь шла о спиритических сеансах, на которые тащил ее старый декадент Александр Ланг, псевдоним Миропольской. На них присутствовал изучавший средние века Брюсов. Она как обухом по голове. Вы настоящий ангел! Хватаешься за голову. Увы, единственный мой досуг в тот грустный сезон нездоровый досуг. Миссия ей внушенная мне, что я спасаю ее от ее душевных растерзов, не к добру привела. Я, жалкий романтик, влюпался в трагедию, окончательно разорвавшую весь мной себе составленный жизненный план. Белый намекает на изменения в характере своих отношений с Петровской, происшедшие в конце января-начале февраля 1904 года. Произошло то, что назревало уже в ряде месяцев, мое падение с Ниной Ивановной. Вместо грез о мистерии, братстве и сестринстве оказался просто роман. Я был в недоумении. Более того, я был ошеломлен. Не могу сказать, что Нина Ивановна мне не нравилась, я ее любил братски, но глубокой истинной любви к ней не чувствовал. Мне было ясно, что все происшедшее между нами есть с моей стороны дань чувственности. Вот почему роман с Ниной Ивановной я рассматриваю как падение. Я видел, что у нее ко мне глубокое чувство, у меня же братское отношение преобладало. К нему примешалась чувственность. Не сразу мне это стало ясно, поэтому не сразу все это я мог поставить на вид Нине Ивановне. Чувствовалось недоумение, вопрос, и главным образом чувствовался срыв. Я ведь так старался пояснить Нине Ивановне, что между нами Христос. Она соглашалась. И потом вдруг такое. Мои порывания к мистерии, к теургии потерпели поражение. Материал к биографии. Примечание редакции. Слабый Боря вообразил себя Зигфридом. Не умеющий себя ни от чего защищать, вообразил Орфеем себя, изводящим Эвредику из ада. Вместо ж этого, усугубив ад жизни Н, я сам попался в ад, и потом позорно бежал от всех и райов и адов в Нижний Новгород к другу. Белый выехал в Нижний Новгород к Метнеру 17 марта 1904 года. В начале апреля возвратился в Москву. Перед отъездом он писал матери, «Мне лучше на недельку ехать к Метнеру, там я и поговею, а то здесь мне будет трудно говеть, потому что говея, я должен был подтвердить свои данные Бога обещания стать на страже зарождающегося религиозного искания». Примечание редакции. «Выручаете?» Иногда успокоив Н, я радовался детскому выражению ее просветлевшего лица, на котором вспыхивали двумя огнями глаза, и улыбка так сестрински проникала в душу. Но и эти минуты превращала она в предлог к бреду, когда, вздрогнув, спрыгивала с дивана с напученными губами, с ужасной морщиной, вдруг разрезавшей ей лоб. «Что с вами?» Она косилась на черный угол. «Ничего, оставьте». «Опять вы?» Но она, шуркнувши шелком, отскакивала, точно из темного угла выпрыгивал ядовитый тарантул, и прерывистый свист, напоминавший шип кобры, слетал с ее губ. «Брюс!» «Что-что?» «Брюсов!» «Какой? Почему? Что?» В моем представлении с Брюсовым она в эти месяцы не могла видеться. Брюсов рождовал и с нею, и с ее мужем. «Так что ж это значило?» «Что? Что?» «Брюсов!» «Опять он!» «Что опять?» «Он мешает мне!» «Он вмешивается в мои мысли!» «Он за мной подсматривает!» «Он крадется!» «Ничего не понимая, я шел омраченный домой!» «Брюсов раз в Скорпионе точно оскалюс мне бросился огромный, как мне показалось, ненавистью по адресу Н». «А почему это у Н?» и сказал что-то весьма пренебрежительное. Поначалу отзывы Брюсова о Петровске носили достаточно иронический характер. Сравните его дневниковую запись весна 1904 года, опущенную в публикованном тексте. Нина Петровская предала смистики, а Белого мать, спасая от развратной женщины, послал на страстную неделю в Нижний Новгород. Сам он исхудал и серьезно поговаривает, как хорошо поступить в монастырь. Примечание редакции. На мои вопросы «Что Брюсов?» молчала Н. И через неделю новый припадок, в котором тот же мне непонятный испуг с произнесением фамилии Брюсова повторялся. Так Брюсов, ставимый ей предо мной, возникал предо мной, но в бредовых контурах, таким, каким он стоял в растерянном ее воображении. Это все интриговало меня, я и не знал, что и Брюсов постоянно ее конфидент. Не знаю точно, где встречались они, знаю только именно в то время, когда я полагал, что Н. мне ругавшие Брюсова не видится с Брюсовым, в моем представлении тоже не любившим и игнорировавшим ее, они виделись часто. Жалкие мои уроки жизненной мудрости, Н. преподаваемые по ее ж настоянию, от слова до слова она передавала ему. Но только все слова ненормально вытягивали с ее бредовой фантазии, из центра которой возникал не я вовсе, а какой-то пылающий дух. Если бы я это знал, то убежал бы с первого свидания с ней, как убежал от нее потом, когда было поздно. Брюсов внимал ее бреду обо мне и переиначивал его, сообразуясь с фабулой своего романа из средневековой жизни. И не понял я, мудрец, элементарнейшей истины, что Н. просто в меня влюблена, и что Брюсов, ее полюбивший, запламенев мрачной страстью, готовит ей, мне и себе, ряд тяжелых страданий. А логически, как казалось, понимание Н. Брюсова с неожиданной стороны подчеркнули мне фигуру поэта. То, что я узнал о Брюсове из слов Н, был бред. Она с убеждением говорила, Брюсов, где гипнотизировал ее, он, где меня ненавидит, я, где должен весьма бояться его, и так далее. Зная раньше корни этого бреда, то есть, зная, что Н. видится с Брюсовым, что он в нее влюблен, а она его дразнит моим фантастическим образом, на то и истерическая ложь, чтобы путать действительность с грезой, я бы понял, что у Брюсова есть действительные психологические мотивы испытывать ко мне слишком понятные чувства досады. Я ж ничего этого не знал. Чем больше Н. бредила, тем более я считал своим долгом возиться с нею. Перед Н. развивал я то, что поздней, как отклик тех дней, настрочилась в моей статье «Песнь жизни». Статью я кончаю словами. Мы разучились летать, мы тяжело мыслим, нет у нас подвигов, и хереет наш жизненный ритм, легкости, божественной простоты и здоровье нам нужно, тогда найдем смелость пропеть свою жизнь. Арабецкий, страница 59, примечание автора. Нам нужна музыкальная программа жизни, разделенная на песни подвиги. В Минной Зингере узнаем человека, преображающего свою жизнь. Человечество подходит к рубежу культуры, за которым смерть, либо новую форму жизни. Мы начинаем песнь нашей жизни. Души наши, невоскресшие эвредики, Арфей зовет свою эвредику. О, если бы я знал, что из всех эвредик невоскресших на и невоскресшие эн, она ж поняла мои мысли о жизненной песне так, что ощутил я удар в лоб, как палец эвредика. Эвредика о Наде. Яш, Орфей, выводящий из ада ее, и совсем не тем способом, каким замыслил. Когда я узнал этот ее больной бред о Гадесе, Гадес, владыка подземного мира, и о себе, то изумлению моему не было границ, и я круто оборвал свои посещения Н. Но уже поздно. Она вызвала меня, и с плачем, с револьвером в руке, с ядом в шкафчике, и с уплотнением символов до материальной реальности требовала, чтобы из ада извел. И неспроста Брюсов, узнавший из слов ее о наших разговорах об Эвредике, образ был мне навеян оперой Глюка в транскрипции Дальгейм, неспроста он потом в своем стихотворении об Эвредике, об Эн, ей подставил слова «Ты ведешь мне быть покорной, я должна идти, должна, но на взорах облак черный, черной смерти пелена». Слова Эвредики в диалогическом стихотворении Брюсова «Орфей и Эвредика» 1904-й Брюсов собрание сочинений в семи томах том 1-й страница 385, сюжет этого стихотворения Белый проецировал на взаимоотношения Брюсова и Петровской. Сохранился его карикатурный рисунок, изображающий Брюсова, влекущего за собой Петровскую, нарисованную на черном фоне. Подпись к рисунку «Орфей и Эвредика». Смотрите «Литературное наследство» том 85-й Валерий Брюсов страница 387 примечание редакции. «Ужасая с бредом Энн о появляющемся перед ней демоническом образе Брюсова, к ней приходил не образ, а Брюсов собственной персоной, я часто видюся с Брюсовым в Скорпионе, невольно, пристально его наблюдал. И тут я заметил, и он сквозь деловые разговоры точно все наблюдает меня. Мы стали друг другу ставить вопросы, как бы выпытывающие кредо друг друга. Была натянутость, было острое любопытство друг другу у нас, но сквозь все росла какая-то между нами черная кошка. Тут случился инцидент, который и в линии литературных дел на краткое время окислил наши отношения. Брюсов в своих дневниках пишет, как мы поссорились. Я обещал взять из грифа все отданное для печати, взяв, сдал в Скорпион, и потом внезапно потребовал рукописи обратно, чтобы снова их вернуть в гриф. Брюсов наговорил мне обидностей. Я заявил, что уйду из весов. После мы, пишет он, умилительно примирились. Дневники страницы 134 примечания автора. Инцидент, отраженный в записи Брюсова, произошел в начале декабря 1903 года. Примечание редакции. Стиль примирения в годах побеждал. Побеждала действительная человечность Валерия Брюсова. Под маской жестокость. Сколько раз я разрывал все с весами и снова печатно гремел за Валерия Брюсова. Он побеждал меня, несознанной мной в те годы своей живой человечностью. Карактеристики Брюсова этого отрезка лет. Насколько я его понимал в те годы, он, что называется, был только скептик, не веря ни в Бога, ни в черта. Не верил он и в последовательность любого мировоззрения. Его интересовали лишь Ахиллесовы пятые любого мировоззрения. Он хотел в них воткнуть свою диалектическую рапиру. Он был диалектиком, но вовсе не в теперешнем смысле, а от софизма. Поэтому он выдумывал с озорством игрока различные подвохи и позивисту, и идеалисту, и материалисту, и мистику. Уличив каждого непосредовательности, он проповедовал, что истина только прихоть мгновения. Отсюда вытекала его любовь к перемене идейных обличий, доходящей до каприза. Играть во что угодно и как угодно. Духовицу он проповедовал. Спиритизм объясним материалистически. Феномены стуков неизвестные свойства материи. Материалисту же он мог из озорства выкликнуть «Есть явления, доказывающие иной мир». Не верил не верил ни в духов, ни в материю. Но оборотной стороной этого скептического неверия было огромное любопытство ко всему темному, неизученному. Он сам же ловился на этом любопытстве с нездоровой любознательностью, перечитывая все, что писалось о передаче мыслей на расстоянии. Помню, как выкрикивал он, вытянув шею, «А ведь Бородюк нашел способы фотографировать мысль». Для него было неважно, нашел или не нашел, а важно в данную минуту показать сомневающемуся, что его сомнение от узости, от какой-нибудь догмы. Если бы он сам принялся доказывать свою мысль, он, вероятно, доказывал бы, что факт возможности такой фотографии свидетельствует, что мысль — материальная вибрация. Вероятно, он являлся экспиритом в те дни, чтобы наблюдать их и доказывать, что для объяснения стуков не следует призывать никаких духов. Но попугай суевера любил и для этого представлял при случае к своему лбу и рожке, являясь эдаким чертом пред ним. На этом же основании с иступленную страстью изучал он средневековые суеверия, ведь в нем роился уже его средневековый роман «Огненный ангел» и фигура Агриппы, полушарлатана, полуоккультиста, полугуманиста, из слов вылезала его «Знак Агриппы». Что думаете об Агриппе?» Брюсов изображает Агриппу Нестегеймского в главе «Шестой огненного ангела». Смотрите также статьи Брюсова «Оклеветанный ученый. Легенда о Агриппе». Сочинение о Агриппе и источнике его биографии в книге Агриппо Нестегеймской «Знаменитый авантюрист шестнадцатого века». Перевод Рунд под редакцией с введением и примечаниями Брюсова «Москва 1913-й». Примечание редакции. Ко мне приставал этот полуспирит, материалистически разглагольствовавший о флюидах, полускептик, высказывающий «За Бога, допустим, процентов так сорок» и «Против процентов так сорок», а «Двадцать решающих за скептицизм». Пятнадцатый век, сочетающий магию с юмором свободы мысли Эразма, став фоном его романа, его волновал. Крохоборствовал он, собирая штрихи для героев, задуманных среди знакомых, но их превращал в фантастику, в дым суеверий в пятнадцатый век. Обирал он себя для героя романа, для Руприхта, изображая в нем трудности нянчиться с ведьмой, с Ренатой. Натура, с которой писалась Рената, его героиня, влюбленная в Генриха, ею увиденного Мадиэлем, есть Энн. Графом Генрихом, нужным для повести, служили ему небылицы, рассказанные Энн об общении со мной. Он, бросивший плащ на меня, заставлял непроизвольно меня в месяцах ему позировать, ставя вопросы из своего романа и заставляя на них отвечать. Я же, не зная романа, не понимал, зачем он за мной, точно гоняясь, высматривает мою подноготную и экзаменует вопросами о суеверии, о магии, о гипнотизме, который, где он практикует. Когда стали печататься главы романа «Огненный ангел», я понял стилистику его вопросов ко мне. Опрокидывая старый Кельн в быт Москвы, он порою и сам утеривал гранями с жизнью и вымыслом. Так москвичи начинали в его представлении жить современниками надесгеймского мага, Эразма и доктора Фауста, местность Мешкельным и Базелем между Арбатом и Знаменкой. Черт знает, что выходило, приняв во внимание, что Энн подавала ему материал для романа и своею персоною, и фантастикой своих вымыслов обо мне и наших отношениях. Вполне понятно его тогдашнее любопытство ко мне как художника-романиста. И вместе с тем понятно все растущие ко мне ненависть как к воображаемому противнику в чисто личной трагедии. Энн со свойственным истеричком талантом делала все, чтобы его раздразнить. И с тем же талантом она делала все, чтобы мне нарисовать образ Брюсова в самом непривлекательном виде. Она представляла себя объектом его гипнотических пассов. Став между мною и Брюсовым, спутавши все карты мишнами, сама она запуталась в четверо. И результатом этой путаницы явился Морфий, к которому она стала, увы, прибегать с той поры. Вспоминая ужасную полосу своих отношений с поэтом, забегая в будущие года, я должен сказать, и ненавидя временами меня, он делал все возможное, чтобы преодолеть свою ненависть. Сам знаю, что ненависть временный дурман. Человеческий облик сквозь все черные кошки великолепно порой в нем побеждал, и я видел блеск его ясных дослепительности и страдавшихся глаз на меня обращенных. Одну руку он как бы заносил надо мной, другой точно от себя же оберегал меня. Только через полтора года открылась реальная мне подоплека его странного поведения, казавшегося немотивированным нападением, но с порывами к истерической повышенной дружбе и близости. Поняв, я оценил в нем то, именно, что заставляло меня некогда больно вскрикивать согласно его стихотворению. «Вскрикнешь ты от жгучей боли, вдруг повергнутый во мглу». Стихотворение Брюсова Бальдору Локи Примечание автора С осени 1903 года Брюсов вдруг стал предо мной как овеянный мглой. Мы видались тогда очень часто в Скорпионе, у него, у меня, у Бальмонта. Чем более я вглядывался в него, тем более сквозь литературу меж нами выступала нелитературная жуткая близость, которой корни неведомы были. В воспоминаниях об Александре Александровиче Блоке 1921 год Белый так характеризует общую тональность своих отношений с Брюсовым в 1904 году. «Происходят мои очень частые встречи и разговоры с Брюсовым, носящие характер той остроты и напряженности, какую отмечено в то время мое общение с ним, встречи, оставившие в душе не одну тяжелую рану. Стиль нашего умственного поединка с Брюсовым носил один характер. Я утверждаю, свет победит тьму. Валерий Яковлевич отвечает, мрак победит свет, а вы погибнете». Александр Блок об воспоминаниях современников, том 1, страница 293, примечание редакции. При встрече в гостях он с таинственной интимностью подсаживался ко мне, отзывал в теневой уголок, усаживал рядом и начинал говорить преувеличенные комплименты. Вдруг сквозь них больно всаживал он точно рапиру, подкалывая дьявольским афоризмом или пугая намеком, что этот подкол может стать и боем на рапирах. не понимал ничего и становилось жутко. Я приходил к Энн и рассказывал ей о невнятице своих отношений с Брюсовым. Она, мрачно улыбаясь, не объясняя мне ничего, на другой день передавала мои слова Брюсову. Он, зная о моих недоумениях, продолжал меня эпатировать. Словом, я стал объектом его экспериментов. Непростительно в Энн, что она в те месяцы не открыла мне ничего. Но я не сужу ее, добрая, чуткая женщина, но, как погребенные заживо, в истерию свою и в свой морфий. Ее бреды обо мне и о Брюсове длились до лета 907-го. Весною 1907-го года читал я публичную лекцию. Энн появилась под кафедрую с револьвериком, в муфте. Пришла ей фантазия или рецидив в меня выстрелить. Но побежденные лекции вдруг свой гнев обернула на Брюсова. Вновь рецидив. В перерыве, став рядом с ним, он же доказывал Элису что-то, закрытые, к счастью, своими друзьями от публики, она выхватила револьвер целесу Брюсова. Не растерялся он, тотчас твердо схватил ее за руку, чтобы эту игрушку, опасную вырвавши, спрятать себе в карман. Кобылинской увез Энн домой, провозя с ней весь вечер, а Брюсов, спокойно войдя ко мне в лекторскую, дружелюбно касался тем лекции. Так он собой владел. Он не так собой владел в роковую эпоху моих назревающих с ним и с Энн бурь. В нем вскипали то бешенство, то истерическое благородство. Осенью 904 года углубилась трагедия между мною и Валерием Брюсовым максимально. Трагедия с Энн углубилась для меня уже к весне 1904 года. Но осенью 1903 года уж переживал я двусмыслия органоптических громов побед. Кошки черные с Брюсовым, близость, трагедия с Энн, ряд надрывов с коммуною, с Эртелем не пропоешь песни жизни. Кобылинской зажаривал еще более скрижащущими диссонансами в нашем оркестре портим мне и ритмы и темпы. Открывалась рачинской взрыв дыма табачного а вовсе не ладана. Уж из души вырвало стихотворение безумец как вскрик «Неужели меня никогда не узнают?» Золото в лазуре примечание автора. Безумец последней строчке стихов написанных для золота в лазуре уже набираемого в типографии Воронова. Через дней 19 вскрик первых стихов но уже отнесенных к сборнику пепел. Мне жить в застенке суждено. О да, застенок мой прекрасен. Я понял все, мне все равно. Я не боюсь, мой разум ясен. Пепел примечания автора. Ужасная ясность ума есть картина, представшая мне рой аргонавтов. В своих дурацких колпаках, в своих ободранных халатах они кричали в мертвый прах, они рыдали на закатах. А между последними строчками золота и первой строчкой пепла явление блоков в Москве и, не воображавших, какую боль внес я под радостью первой встречи. Отсюда и нервность моя с блоками, ведь я чувствовала себя немного хозяином, принимающим их, наших гостей в Москве. А между тем мысль моя перевлекалась к Эн, за ней интриговал притаившийся Брюсов. Печальная осень. Грустно пронесся ноябрь, уже запели метели, снежинки хрустели хлопчатую массой. Зиму я любил, а эта зима навевала недобрые мне предчувствия. Я вчитывался в стихотворение Блока и содрогался, точно оно написано про меня. Тот, кто качался и хохотал, бессмысленно протягивая руки, прижался, задрожал, и те, кто прежде безумно кричал, услышали плачущие звуки. Заплакавший я, самозванец, орфей, увидавший себя в колпаке орликина. Знакомство 10 января 1904 года в морозный пылающий день раздается звонок. Меня спрашивают. Выхожу я и вижу. Нарядная дама выходит из меха. Высокий студент, сняв пальто, его вешает, стиснув в руке рукавица молочного цвета. Фуражка лежит. Блоки. Наиболее подробно Белый описал пребывание Блока и Любови Дмитриевны Блок в Москве 10-24 января 1904 года в воспоминаниях о Блоке. Эпопея страница 187-229. Смотрите также главу Блок в Москве в воспоминаниях об Александре Александровиче Блоке Белого, первоначально напечатанных в записках мечтателей. Александр Блок в воспоминаниях современников, том 1, страница 231-246. Примечание редакции. Широкоплечий, прекрасно сидящий сюртук с тонкой талией, с воротником, подпирающим шею, высоким и синим. Супруга поэта одета, подчеркнуто, чопорно. В воздухе запах духов. Молодая, веселая, очень изящная пара. Но... 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 Александр Леблок, юноша этот, с лицом, на котором без вспышек румянца горит розоватый обветр. Не то молодец сказок, не то очень статный военный, со сдержами ровных, немногих движений, с застенчиво милым, чуть набок склоненным лицом, улыбнувшимся мне, он подходит, растериваясь голубыми глазами, присевшими в складке, от явных усилий меня разглядеть. И стоит, потоптываясь, сходство с Гауфтманом юным. Борис Николаевич поцеловались. Но образ, который во мне возникал от стихов, был иной, роста малого, с бледно-болезненным, очень тяжелым лицом, с небольшими ногами, в одежде не сшит и отлично, вперенный всегда в горизонт беспокоящим фосфором глаз и с зачесанными волосами. Таким вставал блок из раздумий. Ах, сам я бледен, как снега, в упорной думе сердцем беден. Курчавая шапка густых рыжеватых волос, умный лоб, перерезанный складкою, рот улыбнувшийся, глаза приближенно смотрят, явившие растерянность, большую, чем подобало. Разочарование. Мое состояние передалось Александру Александровичу. Он, конфузив с смущением моим, очень долго замешкался с недоуменной улыбкой около вешалки. Я все старался повесить пальто. Он в карман рукавицы засовывал. И не смущала снарядная дама, супруга его, не сняв шапочки, ярко пылая морозом и, снявся прядями золотоватых волос, с меховою большущей муфтой в руке прошла в комнаты, куда повел я гостей и где мать ожидала их. Сель в гостины, не зная, как быть и о чем говорить. Любовь Дмитриевна, севши в сторонке, молчала и нас наблюдала. Запомнился розовый луч из окна, своей сеточкой через штору, зарившись слегка рожеватые, мягко-волнистые кудри поэта, его голубые глаза и поставленные локоть руки, опиравшиеся в ручку растяпого старофасонного кресла. А слов я не помню. Они о простых обыденных вещах, о Москве, о знакомых, о Грифе, о Брюсове, даже о том, что нам не говорится, а следует поговорить основательно. Тут же втроем улыбнулись визитности. Лед стал ломаться, все же Блок меланхолик, а я был сангвиник. Обоим пришлось таки много таиться от окружавших. Он чужд был студенчеству, отчиму, родственникам, Менделеевым, плотной военной среде, средь которой он жил, жил в казармах. Блок жил на Петербургской набережной, Петербургская сторона, в здании офицерской казармы Лейбгвардии Гренадерского полка, где служил его отчим Кублицкой Петух с 1889 по 1906 год. Примечание редакции. Он испытывал частый испуг перед бестактностью, а к суисловию просто питал отвращение, которое он закрывал стилем очень хорошего тона. Скажу я подобием, а на пистичной в интимном он облегся всю рту свой, как в ямб. Ямбом я не владел, выявляя себя в ампибрахии, в чередовании прерывистом очень коротеньких строчек. Мой стиль выявления сумятица нервная очень на людях, при тихости внутренней, внутренно бурной, на людях тишел он. Столкнулись с контрастами. Всяк и сказал бы, взглянув на меня, что москвич, то есть интеллигент, такт теряющий. Вся моя роскошь сюртук, надеваемый редко. Пиджак же висел как мешок, потому что его не заказывал, а приобрел в длинной лавке, линя сопримерить. Взглянувши на Блока, сказали бы все, дворянин, натянувший улыбку хорошего тона, как выправку, чтоб зевок подавить, но душа сострадательно ласковая к бедным ближним. Я выглядел интеллигентней, нервнее, слабее, рассеянней, демократичней его, интеллектуальнее и здоровее меня он казался. Мы оба не выявили в себе стилей наших поэзий, никто не сказал бы, взглянувши на Блока, что он автор цикла видений своих. Он по виду писал даже крепче Тургенева, но по Тургеневу также охотясь в больших сапогах с рыжим сеттером. Взгляд на меня возбудил бы догадку, рифмует, искал идеал. В довершении недоумения Блока я был перетерзан провалом кружка и запутанными отношениями с Н. Вид не суть. под дворянскую маску в Блоке конечно же жили и Пестель и Лермонтов, а под моими идеями прочно засел методолог, весьма осторожно ощупывающий и всегда выжидающий мнения ответного, свидушь дающий авансы, всем стилем речей, приспособленных для собеседника. Так торопясь, вперед забегая в словах, я был крепче, спокойней и, да, терпеливей. Он не выносил разговоров, которые я выносил, их отстрадывая. Вскоре Блок мне признался, был миг, когда он не поверил в меня в этом первом сидении, чувствуя, что я не тот и такое себя отражение в нем я почувствовал тоже. Бугаев совсем не такой, писал матери он из Москвы. Я в тот день ощутил его старшим. Мы были ровесники. Вот еще штрих. Если б Александра Александровича стали расспрашивать о нашей встрече, он словом отметил бы внутреннее, что возникло между нами, без психологической характеристики и без нюансов. Он матери пишет, что дверь Соловьевской квартиры с надписью доктор Затонской. Бугаев и Петровский говорят, что его нет, затонул в тростниках. Ракурс характеристики. Или господин, определенный мною, забинтованное брюхо. Письма блока к родным, примечание автора. Или сидим с Бугаевым и Петровским под свист ветра. Радуемся. Я же прислушивался к обертону, к нюансам, слова забывая. Весь первый мой с ним разговор позабыт. Помню только, что я признавался в трудности с ним говорить. Он же точку поставил над и «Очень трудно». Я анализировал трудности, вдруг спохватят, что при первом визите анализ такой неуместен. Блок перетерпел с благодушием и поразил тихой силой молчания слетающего с загорелого очень здорового розового молодого красивого очень лица. Безо всякого рыцаря-дамы. Стиль старых витражей или средних веков или Данте не шел к нему. Что-то от Фауста. Силой эту он озарял разговор, излучая тепло, очень кровное. Воздуха ж не было. Слушая наклоном большой головы, отмечающей еле заметным кивочком слова свои, произносимые громко и все же придушенным голосом, чуть деревянным. Дымок выпуская, разглядывал щуре глаза, повисающиеся из солнечного луча дымовые светлобрысые ленты. Он вызвал во мне впечатление затона, в котором таится всплывающая из глубин своих рыбина. Не было афористической рябии, играющих малых рыбеночек, пырскующих и бросающих вверх пузырьки парадоксов, к которым привык я, внимая рачинскому Элису. Он говорил тяжело, положительно, кратко, с прихрипом, с немногими жестами стряхивая пепелушки. А все-таки мудрость дышала в скупом этом слове, а легкость, с которой будто бы он соглашался на все, была косностью, ленью. Прижми его крепко к его же словам, может быть, это так, он возьмет их назад. А, пожалуй, я думаю, что и не так. Знаешь, Боря, не так. Не свернешь. Все то в первом свидании же стало ясно, упорно взывая к работе сознание. Я ожидал его видеть воздушным. Меня подавила интеллектуальность его. Блоки вышли. Запомнилась стужа, погасшая тускла заря, охватившая грусть. Я пошел поделиться своим впечатлением от блоков к Петровскому. Мы очутились с ним на Якидском бульваре. И я рассмеялся вдруг. Знаете что, он морковь, а жена его репа. И мы, придираясь к мальчишествам этим, расшучивали наши мысли, игривые, смутные, грустные. За самоварчиком. Первые дни пребывания блоков в Москве я к ним приглядывался. В тот же вечер с Петровским и с ними посиживали у Сережи в уютной квартирочке в три малых комнатки, куда с усилием втиснули всю меблировку арбатской квартиры большой. С блоками стало проще, теплее. Сережа, троюродный брат Александра Александровича, ближайший мой друг, ликвидировал официальности, перелетая по темам, кидая словами, руками, предметами. Тот темпераментно вскакивал, вздернувши брови, сутулые плечи, качался над чайным столом, руку ставя углом, тыкал в воздух двуперстием и старарахами падал и перетопатывал, весь исходя громким хохотом. В нем было что-то пленительное. Еще мальчик, а муж в бурю жизни, без всякой опоры, рой родственников, только культ тяготевший на детских плечах. А Рачинский его опекун с жаром, с пылом, с огромной сердечностью уподоблялся налету растрепывавшей, распекающей бури. Он сам взывал к опекунам. И Петровский, в те годы бывший не раз в положении няньки Рачинского, уже выдвигался на пост опекунства над опекуном. В этот вечер Петровский над чашкой чая острил о Затонском, утопшем в Затоне квартиры, здесь под полом. Блок о Петровском вспомнил в письме «Очень милый». Письма Блока к родным, примечание автора. Сидели за чаем веселой пятеркой, Блок юморизировал, изображая себя визитером с перчаткой в руке, наносящим визит обитателям синих московских домков, соблюдающим тон перед псами и галками. С неторопливым повертом всем корпусом он излагал впечатление своей Любовь Дмитриевне перекуренным голосом. «Знаешь ли, Люба, Сережа, по-моему, стол опрокинет». Со сдержанным юмором он излагал свои домыслы Мережковском, а губы дрожали от смеха у нас, от тайных, смешных, вторых смыслов, которых не договаривал он, отрисая свои пепелушки, расширив невинно на нас голубые глаза. Обсуждали свесы, пробный номер которых с портретами Брюсова, Гиппиус тут же лежал. Соловьев, ненавидевший Гиппиус, вырвав портрет поэтессы, со свойственной ему способностью все доводить до конца, ставя даже не точки над «и», а огромные дыры, колом пробиваемые, он шутил монструозно, топтал каблучищем портрет поэтессы во славу супруги поэта, потом с Гиппиус дружил. Блок, отметив единственный с Гиппиус, иронизировал над ее слабостью, ссорить людей. Сравните написанное Соловьевым под впечатлением московских встреч с Блоком юмористическое стихотворение послану Блоку 18 февраля 1904 года, начинающие со строками. Мережковскому отдыха нет, зинаиды трепещут как листики, зимней ночью в дому Марканет собрались христианские мистики. Литературное наследство, том 92, Александр Блок, новые материалы и исследования, книга 1, страница 366, примечание редакции. Ну, а вы обратились к супруге поэта? Нет, я говорить не умею. Но слушала пристально, ширя с синими, как кобальт глазами, и щура ресниц, как из ширмы. Разглядывая, она старшей казалась. И Блок называл ее строгой. Была всех моложе, но силилась дамой держаться. С огромной муфтой входила в дома, где была не своя, точно тупясь над муфтой, которую мяла в коленях. Сережа, еще гимназист, подавал повод к смеху. Зачем-то, надевся ртучок, перешит из плеча Соловьева Владимира, выглядя куцем, он шею свою повязал белым шарфиком. Блоки дивились откиду под прыгу бровей с помыванием шейного шарфика в пляшущих как клюкнувший шафер с купеческой свадьбы. Он весь разрывался гротесками по-соловьевски, с потопами, с сором, с подкидом столовой доски и с зацепом за скатерть. Петровский поставил стерляжий носочек в пенсне, заикаясь вонзал у него шпильки и тупился и розовел, как кисеная барышня, ворох ехидн прикрывая, как шалью, подумаешь, розочки. Блок, Соловьев и Петровский мне виделись трио испытаннейших остряков. Мой лирический стиль не до шуток не было в те дни, как надрывная трещина. Вечер забав. Александр Александр Александрович Блок озорным разведением рук незлобиво вышучивал вымученность моей лирики. После умел представлять он, как просит читать меня. Я же конфузис отнекиваюсь. Говорят, пародировал великолепно, при мне ни за что. А я карикатурил в лицо ему в шахматове, хищно схватывая карандаш и, тряся от жадности, целился взглядом в застренный нос его или в лицо репой Любови Дмитриевны, чтобы на смятом кулачке быстро зарисовать едкой гротеск. Александр Александрович с идиотическим видом возводит жену на престол Анны Шмидт, ее свергнув с престола. Рачинская же я, Соловьев, его бабенька в чепчике в черной косынке, кто падая в обморок, кто вознесясь, идиотски приветствует императрицу. Сережа меня провоцируя все подносил к этим шуточным ужасам, как на гигантских шагах. От себя не шутил я, но вспыхивал часто от злого острячества гиппиус, от мастодонтов Сережиного как гром хохота. Юмор Александр Александрович меня не провоцировал. И без Сережи бывание с блоками делалось тихим, но грустным уютом. Александр Александрович не шутил, утонченнейше юморизировал характеристик нестроя. Он черточкой поданным метким сражающим словом бил на повал, раз он выразил разность между нами коротенькую фразою. Ты, Боря, мод, я кутила. Кутила способность отдаться, мод россыпь словесная, от беззащитности, от немоты, и раздача авансов, долги неоплатные. Мать говорила, когда Александр Александрович скажет серьезно, мне хочется расхохотаться. Движением глаз, головой строил шаржи, подкинув Сережи на взрыв. Если что, я высказывал словом, то по-старомодному, чинно, по Диккенсу, не по Пруткову. В тот вечер подчеркивал шарфик Сережи, еще гимназиста, и к матери в письмах подчеркивал Гам. Пробуждение в полдень от криков Сережи. Сережа кричит на всю конку, скандалит. Сережа с криками удаляется. С нежностью Блок относился к нему. Поразила громад кричь в тот вечер. Короткая фраза. Построено просто, но с частыми чтоб и чтобы, опускаемыми в просторечии. Так я пойду чтоб купить, не пойду купить, или несу пиво чтоб выпить. А дей причастия не употреблял, говорил без стилистики. Фразы чурбашки, простые и ясные. В них же, как всплески, темнотные смыслы. Они, как вода, испарялись. Внимание вперялось в текст. А потом раздражался я на ясную эту невнятицу. Блок безглаголен, рыкал Мережковский. Позднее, написав против музыки, я написал против фразы такой, точно за нос водящей, как будто все сказано. В сказанном же ничего. Знай, как знаешь. Не то апелляция к тайному смыслу, а в сущности лишь безответственность. Наобещав горы золота миную при предъявлении векселя с видом невинным помаргивать, не обещал. Улыбнуться Аничкову, с ним отобедать, потом в дневнике пристрочить, идиот, со всей искренностью. Не откликнешься на смыслы темные, будешь сегодня дурак, а откликнешься будешь на завтра, дурак, потому что два смысла темнотный и ясный перекувыркнутся за год. Аргонавты и Блок Блок приехал в субботу десятого, а в воскресенье одиннадцатого он с женой оказался в кругу аргонавтов, попавших ко мне. Принимали по времени первые, может быть, в России восторженные почитатели Блока. Эртали, батюшков, мать моя, Чилищев, Петровской, Печковской, Владимирова со своими, Христофорова, Янчин, Леонов, Петровская, Нина Ивановна. Были Бальмонт, Брюсов, два Кобылинских, Паярков, мадам Кистяковская, перерастающая даже муфту свою, совнооким супругом, Часовникова, урожденная Танеева. Всех человек двадцать пять. Небольшая столовая точно взрывалась от криков и выпахов дыма. Поэт был любезен, хотя озабочен, попав в это недра Москвы, где не только Белинской, но Кетчер, но и Митакса с Репетиловым, даже с Ноздревым, протягиваясь из не столь уж далекого прошлого, отблеск бросали в потрепы обой, в ветош штор и оливковых кресел гостиной, где сиживал и Лев Толстой, где Ковалевской и Янжу ораторствовали, и дедушка Блока Бекетов меня на коленях держал. Теперь здесь цитировали Дюис Манса. Лишь мертвой луной, поднимая мертвейшие споры о лотце, Сергей Кобылинский проламывал головы, бледным, как скатит, лицом. Братец Лев, настоящий губан и вампир, ненасытно высасывал Блока, привскакивая, громко грохая стульями. Блок тщетно тщился вникать в то, что слышал, и, не успевая с ответом, теряясь, сидел с напряженной улыбкой, задеревенев, потемнев, и у глаз появились мешки. Мы его увели в кабинет и обсели Владимиров, Эртоль, Петровский, я и Малафеев. Опять наблюдал я его. Он в разговоре не двигался, прямо сидел, не касаясь спиной спинки кресла. Одежда не делала складок, когда наклонял рыжепепельную и кудрявую голову или менял положение ног, положившие одна на другую, качаясь носком, но собрав свои жесты. Порой взволновавший вставал, потоптаться на месте или медленным шагом пройтись, подойти к собеседнику, чуть не вплотную, открыв голубые глаза на него. И, делясь признанием, отщелкивал свой портсигар, двумя пальцами бил по нему и без слов предлагал папиросу. С врожденной любезностью, если стояли перед ним, он вставал и выслушивал стоя, с едва наклоненным лицом, улыбаясь в носки, а когда собеседник садился, он тоже садился. Такая природная ласковость с выдержкой, чуть ли не светской, среди аргонавтов, где он возбуждал любопытство и интриговал, проявили взрыв ярких симпатий. Со старшими, с Брюсовым, с Бальмонтом, Блок держался любезно, с достоинством, просто, естественно и независимо. Помнился Брюсов. Монгольской скулою и черным тычком заостренной бородки, склонясь над поэтом, рукою летал от груди и обратно на грудь, разбирая, такая-то строчка стихов никуда не годится, такая-то строчка годится, а Блок, стоя рядом, отряхивая папироску, как бы сомневался. В этот вечер меж ним и Кобылинским возникли какие-то непонимания, в ближних годах углубившиеся. А с Бальмонтом, которому он не понравился, он не общался почти, на последнюю произвела впечатление супруга поэта. И все ж аргонавты понравились Блоку. 15 декабря писал матери он «Андрей белый неподражаем» или «Знаменательный разговор и прекрасный с Сережей со мной». Он писал о Сереже, что разговор с ним вдвоем важен, светел и радостен. Он выражался о батюшкове, будто «Будет у нас батюшков одна из прелестей». Он сообщал о Рачинском, что производит впечатление небывалое. Он писал «Будет много хорошего в воспоминании о Москве». Из письма Александра Блока от 14 января 1904 года страницы 101-104 примечания редакции. Впечатление свои скоро выразил стихотворением он «Оргонавты». В нем строчка имеется. «Молча свяжем вместе руки». Этим как бы признавая, что себя чувствует в оргонавтическом братстве. Зато впечатление от старших братьев иное. Бальмонт отвратил от себя. Личность Брюсова тоже не очень желательно. Письма Блока к родным страница 110 примечания автора. Помню, в тот вечер читали стихи «Он, я, Брюсов». «Я, Тора, он, фабрику, встала в сияние, а Брюсов, конь, блед, если память не изменяет». Поразила манера, с которой читал слегка в нос. Не звучали анаписты. Точно стирал он певучую музыку строк деловитым, придушенным, несколько трезвым и невразительным голосом, как-то проглатывая окончание слов. Его рифмы «границ» и «царицу», обманом «туманные», в произношении этом казались рифмами «Ы-И», звучали как «Ы-И». Не чувствовалось понижение голоса, разница пауз. Он, будто тяжелый, закованный в латы, ступал по стопам. И лицо становилось как голос, тяжелым, застылым. Острился его большой нос, складки губ изогнувшихся тени бросали на бритый его подбородок. Мутнели глаза, будто в них проливалось слово. Он командором своим грубо медленно шел по строке. Командор стихотворения Блока примечания автора «Это чтение вызвало бурный восторг», пишет матери он «Я читаю, встала в сияние. Кучка людей в черных сюртуках ахают, вскакивают со стульев, кричат, что я первый в России поэт. Мы уходим в третьем часу ночи. Все благодаря трясут руку». Письма страница 103 примечания автора. Но я понял из чтения. Он отстранял от себя очень вежливо, впрочем, напористые санфасоны иных из московских знакомых, готовых шуметь, обниматься и клясться, запхав собеседника локтем. Мог быть очень грубо-пристрастным. Так в дни, когда он расточал свою ласку у Сережи и мне, он писал потрясающе грубо, а главное несправедливо об очень культурном, почтенном, для нас безобидном бабарыкине. «Маменька бедная, угораздила тебя увидеть эту плешивую сволочь». Письма страница 109 примечания автора. Позднее я сам испытал оскорбительность самого облика Блока в эпоху, когда мы рассорились, не кланились. На петербургских проспектах среди толкотни пешеходов увидел я Блока. Зажав в руке трость, пробежал в бледно-белый панаме, прямой, деревянный, как палка, с бескровным лицом и с надменным изгибом своих оскорбительных губ. Они чувственно грубо пылали из серо-лилового зеленоватого потухшего фона просторов. Он не видел меня. Оскорбил меня этот жест пробегания щеголеватой тросточкой на перевесе, парявшей концом перед ним возникавших людей. Ослом белой панамы казался венцом унижения мне, как удар по лицу. Как он смеет, мелькнуло. Он не видел меня. А в период сближения не было меры в желании снизиться, все уступить. Он не требовал, он удивлялся, и резкому гневу, и резкой восторженности. Поэт пересекался со скептиком в нем и бросалась в глаза непричастность его интеллекта к лирическим веяниям, как посторонний его интеллект созерцал эти веяния издали. Воля кипела, но в мареве чувственном, мимо ума, только зрящего собственное раздвоение, осознавшего самопознания, нет. Оставалось знание, это где понял, а этого где не понять. И вставала ирония, яд им осознанный, только в статье об иронии. После он сам написал «Самые чуткие дети нашего века поражены болезнью, незнакомой врачам. Эта болезнь может быть названа иронией, все равно для них. Беатричия Данте и недотыкомка Сологуба, и все мы современные поэты у очага страшной болезни». Собрание сочинений, том седьмой, издательство «Эпоха», страница сто седьмая, примечание автора. Я, не страдавший иронией, или страдавший ей менее, эту иронию усилился сделать тенденцией, чтобы бороться с хотя бы Гейне, которого тут же цитирует Блок. Я не могу понять, где оканчивается ирония и начинается небо. Я требовал строго осознанного разделения сфер. И в эпоху борьбы моей с Блоком о Блоке писал «Самой ядовитой гусеницей оказалась прекрасная дама, впоследствии разложившаяся на проститутку и мнимую величину». Арабецкий страница 465 примечания автора И еще об остротах меня ужасающего балаганчика. Удивляет бумажный небосвод и вопль какого-то петрушки о том, что кровь жертвы, кровь клюквенная. Вот на эти-то выпады моей иронии против иронии Блока он мне отвечал за писанием в полупомешанного, чтоб через годик сказать об иронии, переписав мои полупомешанные заявления. Причина иронии некий толчок, отшибавший Александра Александровича от него самого. Отшибал в нем сидевший остряк, полагающий ин вино веритас. Смотрите стихотворение Блока «Незнакомка». Примечание автора. «С крупным знакомимся по мелочам. Запах яда его погубившего я раз унюхал в нем. Вскоре же. Грань меж юмором и меж иронией неуловима, а я уловил». Это было у церкви Миколы. Паршивеньким слякотным днем. Сани брызгали, меркло сырели дома. Все казалось и ближе, и ниже, чем следует. Темно-зеленое, очень сырое пальто, перемокшее набок фуражка, бутылка, которую нес он в руках, мне напомнили студента с бронной. Бутылку показывал, мы с ним на ты перешли. «Видишь, таки несу себе пиво к обеду, чтоб выпить». В такие и в штоп острость иронии, вовсе не юмора. Я посмотрел на него, ущербленный, с кривою, надетый насильно улыбкой, не пепельно-рыжий, а пепельно-серый оттенок волос и зеленый налет воскового и острого профиля. Что-то простое, но что-то пустое. Подумалось, блок ли? Я был перетерзан трагедией с Н, не до штоп и таки. Он как бы локтем зашип. Распростясь, от меня в переулок пошел, чтобы штоп. Есть ли штопор-то? Капало, шаркали метлы, и черные серо-синявые тучи висели. Ахинея. Мы держали с точно хозяева в хлопотах гостя занять, его подчая, точно ухою знакомствами. Всюду таскали. Зачем-то таскали к Антонию. Сидим у него, говорит много и хорошо. Гимназистик Сережа, церемониймейстер, врываясь в распахнутое шубище в косом своем серточке с разлетающейся белой шейной тряпкой с большущей шапкой в руке, точно клюкнувший шафер с купеческой свадьбы, развидел его на извозчике. Шуба в распах, тряпка белая билась по ветру в разлет, снег на грудь ему сыпался. Он подцепил скарлатину в крикливых разъездах, таская уже утомлявшихся блоков. Вот выдержки из писем блока. Двенадцатое, понедельник, приходит Сережа, втроем едем в Новодевичий, из монастыря бродим по полю за Москвой, у Воробьевов гор, входим в Кремль, опьянение и усталость, входим в квартиру Рачинских, вечером приходит Бугаев, пьем вино, чокаемся, ночь. Тринадцатое, вторник, утром Сережа, едем в Сокольники с весельем и скандалами, к Саше Марконет, обедаем у Сережи, сталкиваемся с Рачинским, Мишей Коваленским, мчусь к Бугаеву, чтобы ехать в Скорпион, не застаю, приезжаю один, уходим с Бугаевым, едем на собрание грифов, заключаемся в объятии с Соколовым, собрание, Соколовы, Кобылинской, Батюшков, Бугаевы и мать, Кайранской, Курсинской, ужин, входит пьяный Бальмонт, Кобылинская, разругавшись с ним, уходит, уходим в третьем часу, тяжеловато и странновато. Опять перемельк, четырнадцатая среда, утром, мы, Бугаев, Петровской и Соколов, в Донской монастырь, к Антонию, худой, с горящими глазами, с оттенком иронии, идем пешком. Каждый день этот таск, как он выдержал, а в результате мы здешних сторонимся. В день годовщины кончину Соловьевых приехали мы в Новодевичьи, пишет он матери. После заупокойной обедни, монахини хорошо пели, отправились Роем к Поповым, и шумно здесь ели блины, и была масса тостов. В тот день перешли, пишет он, мы с Бугаевым на ты. Снег похрустывал, пух падал с елок, был матовый мягкий, чуть вьюжищий день, вспоминаю соборную роспись святых, кувыркающихся выражения блока о позах. Из тени шли стаи шушукающих, рисофорных, хвостатых, сутулых, чернеющих старец, склоненных огнями огромных свечей над летающими клобуками. Волною Муаровой в елях просвистывал снег над фарфоровым скромным венком из-за веток, и ширилось око янтарной лампады, над громкостянающим кладбищем. Блок был серьезен, не с нами, в себе. Эллис, влипнув в него таким дэнди потрепанным, быстро рукой под руку ему, занырнувшую, в рот брызгал громчайше. Про что-то свое не ко времени. Бледный, изящный, блестящий, со сверху в глазах, с истерическими перетрясами локтя, с ги-ги-ги-ги, мешал блоку. И далее. Все у поповых он лез на него, крутя усики, с принципиальными лозунгами, с вымогательством точных, немедленных, длинных ответов ему. Александр Александрович долго терпел, хоть бледнело лицо, как бы перегорая остатком загара. Молчал с папиросою. Вдруг не без вызова судалью точно, усиливаясь стряхнуть Эллиса, нарисовал лицом линию вверх, выпуская из губ над собою двухвьюнную линию дыма, и что-то капризное вспыхнув погасло в нем. Как бы не так. Эллис, дьявол и мим, в сюртучке с обормоткой взвивал в потолочные выси манжетку резиновую над поэзией Данта под кровли соборов к химерам оттуда повесившим клювом. Нет, вы понимаете? Блок уже не понимал, только вздрагивал от этой фальши в себе. Потускнел от теней проостряющих, как у Пьеро, длинный нос. Он потом признавался. Нет, знаешь ли, Боря, льва Львовича я выносить не могу. И понес по годам этот тост у поповых. Я был терпеливее, как он, страдая. Он, ёжес, отвертывался. Я ж себя отдавал на растерзы. Порою взрываясь скандалами, то защищая Элиса, то нападая на Элиса, как в эти дни. Я ругался с Бальмонтом за Элиса, который его оскорбил. Андрей Белый написал тут же письмо Бальмонту, что пока он не извинится перед Кобылинским, Бугаев не может иметь с ним дело. Письма. Примечание автора. То было четырнадцатого, а шестнадцатого я, увидев, как Элис точно выпивает блока, прилипнув к нему, готов был накласть по загривку ему. Приходилось же грудью отстаивать Элиса, даже от блока. И внутренне с блоком я был на ножах из-за Элиса. Но, как хозяин, церемонемейстер, себя подавив, кое-как отодрал от поэта ужасного льва. Блок не видел совсем. В выдвигаемом Элисом трезвом живом историзме история, остолбеневши, кончалась у блока. В живом историзме, конечно, отстраданным экономистом, который таки в Кобылинском сидел, было много того, чему стоило бы поучиться поэту. В космических пышностях блока боли не было, потом явилась она. Я ж свисал, как с креста, в это время в упорной тенденции ритмы извлечь в коллективе, из скрежетопильных ораней. И вечер у грифа, начавшийся тотчас же после поповых, еще раз притиснул меня к моей боли. А блок о нем пишет спокойнейше, будто Соколов произвел впечатление фальшивое, вечер был неудачен. Я думаю, он был разгром для меня, собирающий в фокусе всю безнадежную фальшь глупо стукнутых лбами людей, высекающих с пыхами ритмы и не понимающих, что эти ритмы лишь искры из глаз от нелепых ударов лбом в лоб, с синяками и шишками. В каждом проснулся свой монстрик и, как морской житель, на вербе в Москве продававшееся, выскочил из разоравших сортов, чтобы зажить средь гостей, тоже гостем. И блок отмечает ужаснейшее настроение Нины Петровской, писательницы. Понимаю ее, ее муж Соколов, нора всякой дряни рифмованной, кровь де его от страстей так черна, что уже покраснела она. Скон апеллистуар, радикально сметнувши поморщем брезгливого Дэнди от носа пенсне, пузырем надув щеки, набили гагачьего пуха, рукой на стол. Стол! Таращився на блока глазами, как пуговицами ботинок. Что стол? И босищем таращився на батюшкова, как столпом Геркулесовым бух в лоб. Глядите! И все растаращився на стол запыхтели. А стол? Ничего. Он стоял. Увидев, что ждут объяснения, присяжный поверенный Соколов, только что попавший к спиритам, с достоинством поправляя пенсне и сконфузивши своего жеста, бросил. Стол, но мне кажется, в нашей квартире с недавнего времени все стояли и ждали. С недавнего времени начались стуки, он разумел спиритические. Причем стол? Стол, по-видимому, не собирался подпрыгивать. Стол, покорный осел, тащил грузы тарелок и фруктов и вин. Писательница Петровская, та даже за уши схватилась от такого бессмысленного безвкусия, как оскорбленная оплеуха и дрожала. Стыдно видеть своего мужа таким. Мы стояли как на иголках, сели как на иголки и весь вечер томились. А тут возник принелепейший разговор. Присяжный поверенный Соколов высказал свои мистические воззрения, на которые не отзывался никто, кроме божьей коровки, младенца с сединками батюшкова. Тот, схвативший кого-то за руки, патетически дергая руки, то подбрасывал их себе под микитки, то бросал их себе под живот, с риском их оторвать. Для выражения сочувствия к захваченным рукам и к присяжному поверенному Соколову. А Мишенька Эртель, бреснувший зеленым глазком, как кукушка облезлая, закачался и задрожал усиным выражая свой полный восторг Соколову. — Сегей Айхсеич, схвати и нам быка загага! Соколов надевая пенсне с томным бархатным басом. — Спасибо, родной, вы меня понимаете. Я чуть не в пол, как Петровская, оргонофтическая фейерверк, и все кричали у круглых столов, беспокойно меняя места. Тот вечер сыграл в моей жизни крупнейшую роль, провалив навсегда окончательный стиль, из которого я хотел высечь мелодию искристого социального тока. Так вот оно, новое качество в химии душ. В контрапунксе сплетения людей. Не гармония, а стол трясется. Мистерии жизни? Мистерия мышь родила. Вероятно, и слово-то «мюс» от «мюстерион», «тер», по-гречески «зверь». Он и вылез в тот вечер. И после в годах я лишь вздрагиваю, слыша слово «мистерия». И в 906-м, вспомнив про грифское бредище, я написал «Гора родила мышь». кто-то кто-то на вопрос хозяйки «Чаю?» крикнул «Чаю воскресенье мертвых». В одном доме оказалась просахаренная мебель. Нельзя было садиться в кресло. Везде липло. Арабески, страница 321-е примечание автора. Проваливался в этот вечер перед блоками органавтизм. Я сам перед собой давно провалился в истории с Н. Александр Александрович сердцем почувствовал это во мне. Грифский вечер связал с ним. Он бросил на меня свой встревоженный взгляд через головы монстриков. Вскоре мы вышли на мягкий снежок, прошивший полночную знаменку. Брат Блок пишет матери «Пришел Бугаев, и мы долго пили чай». Но он не пишет о чем говорилось. Был он душа сострадательная, но ему-то что? Он был в восторге еще от Москвы, о которой я писала уже через месяц, в своих дурацких колпаках, в своих оборванных халатах. Они кричали в мертвый прах, они рыдали на закатах. Об этом-то я и сказал, и, бессмысленно протягивая руки, прижался к столу, задрожал. Не к столу, стол вчера доконал, а к нему, брату, как бы прося его строчка ему посвященной, не оставь меня, друг, не забудь. Заключительные строки третьего стихотворения «Суждено мне молчать» цикла «Блоку», 1903-й, вошедшего в золото в лазури, стихотворение поэмы, страница 148. Стихотворение было послано Белым Блоку с другим заключительным четверостишием 24 октября 1903 года. Александр Блок и Андрей Белый Переписка страница 55-56 Примечание редакции Он, прочтя мою боль, мне отвечал всем жестом, как строчкой ответной «Молчаливому от боли шею крепко обойму». Неточные цитаты стихотворения Блока «Так я знал и ты задул» 1 ноября 1903 года, посвященного Белому. Блок собрание сочинений в восьми томах том 1 страница 297 и посланного ему несколько иной редакции при песне от 8 или 9 ноября 1903 года. В этом автографе стихотворению предпослан эпиграф из Белого «Образ возлюбленной образ возлюбленной вечности». Примечание редакции Вскоре описывал я свой убег. Я бросил грохочущий город на склоне палящего дня. Даже Брюсов любил вспоминать. Это было Борис Николаевич в дни, когда, помните, бросили вдруг вы грохочущий город, не правда ли? Грохочущий город Москва. Ее бросил, сбежав в Нижний Новгород к Метнеру в марте же. Тема ухода меня, как Семенова, мучила. Неудивительно. Мы говорили о том, что, быть может, уйдем, но куда? В лес дремучий. Ушел Добролюбов, не блок. Александр Александрович мне улыбался своею двойной улыбкой, скептически детской, но ласка его оживляла меня. Любовь Дмитриевна, зажимаясь клубком в уголочке дивана, платком покрывая капотик пурпуровый, свеси с головкой своей золотой нам светило глазами под старенькую занавеской окна. Начиналось заря, розовели снега, из графины к стене перепырскивал розовый зайчик. Я выше отметил ум блока конкретно живой, очень чуждой абстракцией. Уже я испытал полный крах переписки с ним на философские темы, сведя ее к образам сказки, напевности и баю-бай. Наша связь в этой ноте, не в идеологии. Мальчик Сережа, еще гимназист, раздувая все более пафосы к идеологии с блоком, до чертиков, до фанатизма, до тряпочки шейной, под северным ветром, схватив скарлатину, внезапно свалился в постель. Но еще до болезни, как печь Даниила, палил экстремизмом своим, развивая иной свой стиль с блоками. Он, бывший третьим мишнами, стушевается в те дни. Наш пасит в марконетовском флигеле, мое сближение с блоками, на почве моего горя, уже без Сережи. То выбытие отразилось позднее во всех наших встречах. Сережа пел про Ерему, а я про Фому. Но об этом потом. Спиридоновка, дом марконет. В пустовавшей коричневой старой квартирке, обставленной всеми предметами, зажили блоки. Их домохозяин был свойственником Соловьевых. Учитель истории, староколенный москвич, член дворянского клуба, с табачного цвета глазами, взлетающими на безбровый большой его лоб, руда пегой и козлобородой, гремел добродушно из кресла, повесив живот, серо-клетчатый между ногами. «Цто!» Брюсов опять написал про козу? Удивленный собою самим, он, подкинув пустой безброви, все схватывал Блока за руку. «Цто-цто!» «Что, Владимир твой, Федорович?» расспросил я Блока. «Хороший, приходит, сидит». Что, казалось бы, общего меж рудопегим учителем вылитым сатиром и межпоэтом? Владимир же Федорович ежедневно являлся утрами осведомиться. Все в исправности ли? Называл Блока сасей. К нему пристрастился до понимания стихов. Декадентов осмеивал он. И накидывался на меня, будто я враг поэзии Блока. «Хорошее стихотворение! Цто?» Он года вспоминал, как жил в доме его Саса Блок. «Цто? Как Блоки? Сережа, цто?» Брюсов опять написал про козу? Поднимал ту же тему над кучами снега у паперти церкви, где Пушкин женился. Жил рядом. Его встречал часто я, пересекая по делу район поварской. Этот старый толстяк с увлекательной простотой рассказывал. «Саса поэт настоящий! Цто? Выйдет, бывало, на улицу голову кверху, заметит, какой цвет небес и какая заря и какая тень тянется, зимняя или осенняя. Цто цветать! Видно сразу поэт цто-цто-цто! И лицо добряка начинало сиять. Я заметил, что Блок возбуждал очень нежные чувства у дедов и бабушек, внявших Жуковскому и метафизики Шелинга, тихо влекущих в могилу свои гетингенские души. А цыш пожимали плечами. Бред! Бред! Декаденщина! Бабушка старенькая, коваленская, делая вид, что поэзия Блока во всем уступает Сереже, ее понимала. Но ревности тяжба с Бекетовыми не позволила. Вслух восхищаться. Другая старушка, Карелина, Софь Григорьевна, великолепнейшая, сребро-розовая, разводящая в Пушкине кур, погибающая с Жуковским, та просто влюбилась в Блоков, покалывая семидесятилетнюю свою сестру Коваленскую. В Дедове летом, бывало, старушки сойдутся и дразнится. Да вот Сережа такие стихи написал, что... Карелина жует губами и вдруг... Была в шахматове, блоки, ах, что им делается, Люба, Роза, а Саша такие стихи написал, прелесть, что... Коваленская суха губами жует, а Карелина, взявший реванш, затрясется от смеха и напоминает мне Виттихен, ведьмочку из потонувшего колокола. Виттихен одна из героинь драматической сказки Гауптмана «Потонувший колокол» 1896-й. У нее седая непокрытая голова, лицом она скорее походит на мужчину, чем на женщину, подбородок оброс пушком. «Потонувший колокол» был поставлен в Московском художественном театре. Премьера 19 октября 1898-го года. Примечание редакции. Шмель жужжит над старушками. Тонкие критики и специалисты не вняли в те годы поэзии Блока, как некогда Тютчеву и Боротынскому, тоже весьма непонятным когда-то, теперь это даже не верится. Люди, простые, с душой, без всякого опыта критики, не понимали, что тут непонятно, коль строчка берется душой. Так твердили всегда. Три сестры, три попов на села надовражено. Так утверждала Владимирова, Евгения Ивановна, русская, умная, очень простая душа, без затей, подковыков. Так полагала и мама, но не имевшая опыта критики, скорее опыт балов. И так мыслил один старовер, собиратель икон, крупный деятель толка. В России один настоящий поэт, это блок. Стало быть, мимо критики, истолковательства и поднесения читательским массам искусственного препаратика, есть ведь такой поэтин, изготовленный толстым журналом. Таким и была хватка. Души непосредственно знающие, что хорошо и что плохо. И видели блок хорошо. И не только поэзия блока, сам блок. Волновала волной золотого какого-то воздуха строчка, но и волновала волна точно розового золотого загара, играющая на его молодом, твердом, крепко обветренном профиле, в солнцебросающем розово-рыжий отцветый пепельных мягких волос. Его мощная твердая грудь, продохнувшая жар летних зорь, ставшая пульсом кипения крови, выдыхала теперь в перекуренных комнатах у модных гостиных, где он как светился, и слышалось «блок, он какой-то такой, не как все». Таким после не виделся, выдохнув жаром с дымком папиросы, иные зловещие дымы, в них сев, как в тяжелую, черную, с тускло-лиловыми и желто-серыми пятнами мантию. Я его видел таким перед отъездом, когда мы пошли с ним в кружок юных религиозных философов, Эрна, Флоренского и Валентина Свинтицкого, где я читал реферат и где он паникал, выступая из тени, простренным носом. Когда выходили из душненькой комнаты, где обитал Эрн, он сказал «между этими всеми людьми что-то тягостное, нет, мне не нравится это, не то». Он был прав. С молодыми философами я познакомился только что. Перед отъездом своим Чита Блоков явилась с прощальным визитом. Нарядный студент в сертуке с тонкой талии, с воротником подпирающим шею, высоким и синим, отдавшись в руки нарядной жены, посидел в старом кресле, помигивая улыбавшимися голубыми глазами, держа на коленях фуражку, привстал за женой, потоптывался «ну, прощай, Боря». Крепко прижали с губами друг к другу. «Пиши». Любовь Дмитриевна, улыбаясь и прядями гладко на уши за чесных золотоватых волос, смеховую большущую муфту вышла в переднюю в сопровождении матери. Старый друг. Блоки уехали. Чин представления им аргонавтов ухлопал меня. В дни сидения их в марконетовском флигере точно с вкушением людей, как варенье, мои отношения с Н застрились до невозможности видеться. Черными кошками падали тени. То Брюсов, невидимый мною, просовывал ухо в мою биографию. Стены действительно уши имели. Все, что говорилось у Н в тот же день становилось известно и Брюсову. Кроме того, я имел объяснение с матерью, внутренним ухом услышавший фальш моей жизни. Так что отношения с Н были вдруг атакованы с двух сторон. Сам уже видел себя неприглядно. Сережа лежал на одре, блок, к которому бегал, уехал, а хор аргонавтов поревывал слався. Бред, бред. Разразилась война. Над Москвой потянула как гарью огромных далеких пожаров. Уже авангард поражений на фронте давал себя знать. Порт-Артур грохотал еще. В иллюстрированных же приложениях еще горцевал шашкой стессель. Москва государственная стала ямой. В воздухе повисла Цусима. Все это взвивало в душе точно смерч полевой, перемешанный сколкой, секущей меня гололедицей. И никогда не забудется мартовский день, когда я ощутил, что мне некуда деться, и дома одни неприятности. Встав сквозняки у скрещения двух переулков, я думал «Куда?» и увидел, что некуда. Сыпались льдяные иглы на нищего духом. И вдруг мне блеснуло «Бежать скорее в нижний к единственному человеку, который не шут, не ребенок и не скорпион. Человек, понимающий муж, не романтик. К Эмилию Метнеру». Под гололедицей на телеграф. Телеграмма ответная тотчас пришла. На другой же день в вихре снежистом несся в нижний, к полуночи выскочил на неизвестный перрон, а навстречу из морока тел ко мне инулся великолепный бобровый мех с криком «Вот он!» из-за меха снял шапку старинный мой друг. За два года он неузнаваемо переродился здоровьем дыша, скрепом стана и цветом лица удивил, исчез взгляд из-под лобья волчиной с подглядом, а вместо раздвоенных вздохов из задержа крепкий порыв. Эта твердость пожатия, упругие мускулы эти сумеют ли из пропасти вытащить? Он приготовился, видно, и десятидневная жизнь точно переродила меня. Из вагона слетел на перрон некто бледный и жалкий, садился в вагон некто твердый и даже веселый, вполне осознавший комизм положения, шишки на лбу, по делам, гляди в оба. Такое чудесное перерождение действия Метнера. Стиль дирижирования, произведенного твердой рукой во все мелочи быта, которым сумел он обставить меня, и культурой, которую точно ковер-самолет развернул передо мной, не забыв и о завтраке очень уютном. Жена его, Анна Михайловна, из двух яиц хлеба с маслом умела создать инцидент интересный. В прогулках над Волгой, со вздергом руки на заре, с анекдотами о местных жителей и с каждодневным тасканием к Мельникову, нам, рассказывавшему о жизни сектантов, которые узнал он по данным Печерского-Мельникова. Разговор в благородном собрании, нас познакомившей, точно не было лет, продолжался как фраза, оборванной запятой. Осень 902-го связалась с весной 904-го минус 903-й. И вновь возникали и Вагнер, и Шуман, и Ницше. Вдруг, как режиссер, подняв занавес, он мне показывал на фоне Гёте-Навалеса, Шлегелей и Тиков, и Шеллинга на фоне Канта. Средь разных Люцинт Офтердингенов вставил мой образ, чтобы я себя видел романтиком. Важнейшие произведения иенского романтизма повесть Фридриха Шлегеля Люцинда 1799-й и роман Навалеса Генрих фон Офтердинген издан в 1802-м году. Примечание редакции. Через Навалеса следует перешагнуть к отчеканиному гетеанству. Он, выщипнув в томике Гёте привкусно за чаем с печеньями, цитировал ворохи великолепных подробностей из жизни Гёте. Сидел передо мной на стуле пружинной и четкой с обрезанным золотом томиком. Вдруг он, вскочив, начинал быстро бегать и пересыпать свой подгляд громким хохотом, явно подузкивая меня к шаржам над собственной глупостью. И из корректного немца сквозь шутку, как из-за кустов, обнажив свою шпагу, испанец какой-то бросался меня доконать окончательно. Все, что вы переживаете, происходило из Гёте, пока не сумел он под ноги подмять свою тень, бросив в публику вертером, выбросив вертера из своей жизни. Романтик на хлебник при классике, если не вышвырнуть. Сперва объест, потом съест. Нет, гоните его от себя. Гёте же с собой справился. Анна Михайловна нам подавала поджаренный крендель, а кофе так вкусно попахивало, когда Метнер, взяв чашку, прихлебывал кофе, подкопа ведя против мистики, свойство которой прокиснуть в сомнительные анекдотики. Сплошь анекдотик, по мнению Метнера, тик-драматург. Через двадцать же месяцев я прямо ахнул, припомнив до слова Метнера в квартире Блоков, когда прослушал в первый раз балаганчик. Романтик с романчиком этого чика или тика на Блоке. Я Блоку едва мог простить. Слова Метнера я принимал точный хлеб после приторных кушаний с дымом табачным. Почувствовал, что я и молод, и жизнь впереди еще, и много радостей будет, с условием, чтобы Орфея в себе я покончил. С живой благодарностью другу внимал, наблюдая его. Обозначалась явно морщина у губ, саркастическая, стала явно и лысина, кудри его ослаблявшие срезал и коротко стрикса. Бросало сращение костей черепных, напряжение в узоре сращения, казалось, что голова разлетится на части. Он жил, развивая стремительно мчащуюся, как экспресс, свою зоркость к культурным подглядам, которыми был перекупорен он безо всякой возможности ими делиться здесь, в Нижнем. Как бомба, упав на меня, разорвался всем тем, что надумано им в одиночестве, и попал в центр. Был я как взорван, как вырван из неврастении. Сложилась твердая строгость решения. Как быть? В последние дни жизни в Нижнем мы, весело с ним подбоченившись, с хохотом, с грохотом, мчались по миру идей, как по чащим охотят за монстром. «Нет-нет», громко вскрикивал он просто жалобным плачем, взмахнувши руками, гремя в три погибели сгорбившись. «Я не могу, не могу больше выдержать!» С дисконта до тяжелого баса он голосом рушился, рушился прямо в диван головой. И потом, надев шубу с прекрасным бобром, схватив палку крюкастую, крепко и стройной, он влег на откос. Мы неслись над обрывистым берегом Волги. За Волгую в голых лесах ниже нас разгоралась заря. Снесся снежный покров. Волга тронулась, был ледоход. Птицы пьяно чирикали, выпив весны. Пролетев над откосом в Кремль к Мельникову слушать сказки о жизни хлыстов. И опять Эмилий Карлович эти рассказы повертывал на ту же тему, на яд утонченных родений, с которыми надо покончить. В Эмилии Карловиче мастерство сплавлять темы, по-видимому, не имеющей ничего даже общего, было невероятно. Он раз навсегда мне связал Гёте, Тика, Навалиса, сказку симфонии с юной монашкой симфонии, просто с хлыстовкою, с дамой у блока, с люциндой, и далее, 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 все к одному, а одно дать лечебное средство мне в душу. Сравните дневниковую запись Метнера от 17 января 1904 года. Гостил у меня на Страстной Бугаев. Целую неделю мы с ним захлебывались. Не передать, о чем мы с ним переговорили. Он вырождающийся, он гений, он отнюдь не Гёте, даже не Пушкин, а разве Шиллер или Лермонтов, отнюдь не Байрон. Он аристократ. Мать его незаконно рожденные князя, забыл фамилию, но Рюриковичи. 1 апреля 1904 года Метнер писал из Нижнего Новгорода Петровскому. Бугаева я поберег. Он у нас поправился. Говорили мы с ним безумолку с утра до ночи, иногда очень поздний. Его гений начинает принимать в моих глазах очертания довольно определенные. Примечание редакции. И я возрожденный, окрепнувший, трудность свою сознающий, знал твердо, как тяжелорогого, хрюкающего носорога судьбы положить на лопатки мне. Взмах дирижерской руки, зажимающий шапку с перрона, ответный взмах, буферы перетолкнулись, Москва полетела навстречу. Сплошной фиоретик. Иванов сказал, был Иванов, Иванов сидел, Боря, знаешь, Иванов приехал, он рыжий, с прыщом на носу, он с тобой ищет встречи, расспрашивает, трудно в нем разобраться, себе на уме или чудак, как, с Ивановым вы не знакомы, а мы тут с Ивановым, словом, Иванов, 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 Вячеслав Иванов приехал в Москву из-за границы, где он тогда жил постоянно, в конце марта 1904 года, к этому времени относится его знакомство с кругом московских символистов, примечание редакции. Когда я вернулся в Москву, мне казалось, прошло десять лет, уезжал я зимою, приехал в разгаре весны, большой благовест, большой Иван, разговоры упорные о Вячеславе Иванове, как он умен, как мудрен, как напорист, как витиеват, как широк, как младенческий добр, как рассеян, какая риса, все то в лоб, в Скорпионе, у нас, у Бальмонтов, и хор Аргонавтов подревывал голосом Эртеля, мы с Вячеславом Ивановым гы, загага, как недавно еще загага с Блоком. Шумело и Петилов вовсю. В чем же дело? Где Брюсов, Бальмонт, Белый, Блок? Нет их, только Иванов, Иванов, Иванов. Бегу я к Сереже. Сережа, поправившийся от скарлатины громким хохотом, не то всерьез, не то в шутку, не то перепуганный, не то плененный Ивановым, пойманный в противоречии, руки разводит, пытаясь меня посвятить в то, что произошло в десять дней. Понимаешь, начитанность невероятнейшая, но безвкусица невероятнейшая. Что-то вроде Зелинского, пляшущего козловака с юнцами. Сергей Алексеевич, гриф чуть не в обморок падает и признается, я не понимаю ни слова. Я должен сказать, ни Собашниковым, ни грифятам понять нельзя эту лабораторию филологических опытов. В ней и раскопки мекенских культур, и ученей шипи графика, все то поется в нос, точно с крепичным смычком, с петушиным привзвизгом под ухом адам Балтрушайсис или Нини Ванни с томными вздохами, с нежными взглядами зорких зеленых глаз рыси и, ты понимаешь, а грифы бегут от него, он вдогонку, понятно, невежда же. Ну, скорпионы с серьезным почтением слушают, не понимая. Валерий же Яковлевич, сложив руки на грудь, надзирателем классным нам в уши воркочет. Такой поэт нужен нам. Слушай-ка, я написал. С громким хохотом шарж свой прочел, где описано. У генерала Каменского резво танцуют арсеньевские гимназисточки и поливановцы. В залу врывается Брюсов, влача, как слепого Эдипа, рассеянного Вячеслава Иванова. И всех объемлет священнейший трепет, а Брюсов, показывая на Эдипа египтским жестом, кричит на юнцов. Такой поэт нам нужен, он для других пример, он лучше многих дюжин изысканных гетер. Не прошло полусуток с минутой, как я соскочил на перрон, а уже обалдел, ушат вылили на голову. Об Иванове слышал от Брюсова, кормчие звезды открывшего, и мне показывал, что на тяжелые точно булыжники строчки. Кормчие звезды Первая книга стихов Вячеслава Иванова Примечание автора Валерий Яковлевич, побывавший в Париже, вернулся в смятенные от встречи с Ивановым, преподавателем Вольного университета Ковалевского, курсы читавшим с терпением, готовясь подолгу к ним. Личное знакомство Брюсова и Иванова состоялось в Париже 29 апреля 1903 года на лекции Иванова, читавшего курс о религии Диониса в Русской высшей школе общественных наук. Смотрите Брюсов дневники страниц 132 литературные наследства том 85 Валерий Брюсов страница 428 примечания редакции С Курсов Иванова Иванова в книге русская русская литература 20 века 1890 1910 под редакцией Венгерова том 3 книга 8 Москва 1916 страница 91 примечание редакции и приведя в изумление немцев нырнул в катакомбу где он все читал Роды Лобиков Шлиманов Фразеров и Узенеров нарыл свои данные заново строящие положение Ницше филолога то что у Ницше есть миф объясняющий музыку Вагнера и осуждающий каннибализм древних дионистических культов то Иванова вновь воскрешалось на данных науки И главное жуткие тысячелетние культы сей очень ученый рассеянный муж спотыкаясь о тысячелетие привел за собой в Париж скружил голову будущему профессору Ященке нескольким очень ученым доцентом и Брюсову он вместе с пылью аннибал своей первой женой ее шляпной картонкой в Москву притащил и показывал в грифской гостиной и не понимали кто он архивариус школьный учитель из Гоффмана век просидевший в немецкой провинции с кружкой пива в руках над грамматикой или романтик доплетший с икой как до революции сорок восьмого года и чудом ее переживший при помощи разных конфар с нафталинами или мистагог в чемоданчике вместе со шляпой аннибал уложивший и культ элевзинской мистерии чтоб здесь на арбате причистенки знаменки Нину Иванну кречту меня Эртеля Брюсова батюшкова и кайранских собрав нас заставить водить хороводы под звуки симфонии Бетховена возгласом громким гнусавя лоснящийся выдвинув нос конгс ом пакс таинственный возглас иерафанта из элевзинской мистерии примечание автора элевзинские мистерии ежегодные религиозные праздники в Аттике древней Греции в честь богин Деметры и Персифоны в ритуал входили магические обряды пантомима рецитация священных текстов в первоначальном варианте текста далее следовало мне недавно еще пережившему ужас мистерии арбатских с чудовищными посидениями в грифской гостиной разбитому точно ободранному убегавшему в нижний вернувшемуся чтобы твердой рукой ликвидировать все козловаки явление Иванова пока я с ним не увиделся не успокоился что он в ближайшие дни не намерен мистерии чинить было бред и тем более бред что подобные Мишеньке Эртелю и так далее примечание редакции подобные Мишеньке Эртелю люди уже недвусмысленно гыкали гы мы с Ивановым уже покажем где гаки зимуют куда мака гонит тегят гы ахфей настоящий неложный в Москве снобы губы поджав каламбур обо мне в уши вшептывали Андрей Белый экс-король земли обетованный Был праздничный день Вдруг спотыкаюсь в пороге с цилиндром стариннейшей формы слегка поржевшим с перчаткой черной на левой руке в сюртуке мне казалось с отсиженной фалдой косо надетым сутулищем сунулась в дверь нечто ярко оранжевое лосня с пористым красным и круглым лицом пятна выступили и пугая проостренным носом бросаясь усами короткими рыжими бороду он отпустил уже после скользящим движением сутулых плечей с громким скрипом сапог и с притыком окресла то нечто пропело Иванов на карточки подавляясь бездны штрихов, наблюдений, подглядов, как заново. Точно упал он с Венеры, где тоже есть жизнь. И мне надо бы знать ее, но не досуг. Я подскакивал точно в холодной испарине, как на экзамене. Он же тряс своей книгой «Прозрачность», тогда только вышедшей, взяв ее у меня на столе, и меня, как школьника, спрашивал. Вам, разумеется, ясно, что значит «семи разлук свирель». Подразумевается строка «Мир разлук, семи разлук свирель» из стихотворения Иванова «Хмель». Иванов «Прозрачность», вторая книга лирики, Москва, 1904, страница 37, примечание редакции. Фу ты, нелегкое, вынеси! И наугад прошептал. С семью отверстиями свирель. Он, просияв, точно солнечный кот, запушас кудельками, стал мягким. И точно старинная скрипка лучистой струной Страдивариуса раздалась. Ну, конечно же! И понимать-то тут нечего. В эти же дни я Сереже рассказывал. Да, и намучился же, но прекрасный, сердечный, несносный, мудрёный, вполне изумительный. Очень талантливый, строго прибавил Серёжа. О, да, понимаю теперь, почему от него улюпётывают декадентские дамы, поэтики грифские. Вынести эту мудрую головоломку, просиженную в катакомбе, нельзя. Лишь грушке Соболевскому. Он настоящий поэт, воспевающий эпиграфический камень. Конечно, и это поэзия. После уже изменил своё мнение. Иванов рос быстро, в большого поэта. Тогда же досадовал. Не разбираясь ни в чём, приходил в восхищение от всякого кукиша. Очень пронырлив, отрезывали. И назойлив. Иванов в рассеянности укреплял этот миф, проявляя бестактность, настырство какое-то. В поисках себе сторонников он, разрываясь в чужих мировоззрениях, как бы идя на них, в сущности, производил кавардаки во всяком. Его ощущали сплошным беспорядком в гостинах, весьма утомительным, хоть интересным. Хотелось на воздух, к цветам, мотылькам. Я жил мыслью в деревне бежать. А Иванов стоял на дороге, как пересекая мой путь и как бы нападая с мудрёными витиеватыми спорами о Дионисе, Христе, Евхаристии, жертве. Ох, и я шутливо восклицал, встретив моего друга Серёжу. Нет, Ивановы — будущее. Я надеюсь, читатель, что вы поймёте меня. Если вообразите вы, что Ивановы — будущее мировой культуры, то выкажете неостроумность по отношению к показу Иванова в этом отрывке, достаточно марионеточному и унижающему Иванова, который заслуживает уважения. Будущее, разумел я, моё будущее. Будущее последующих пыльных дней весны 1904 года. И будущее меня ужасавшее. Будет, будет нападать на меня этот рассеянный теоретик, затаскивая в невыдерные чаще своих мудрословий. А я после пережитого хотел в поля, в тишь, прочь от этого мне навязанного и казавшегося непереносным будущего, прения с тщетным тщением, понять. Но я был пленён, побеждён, умилён, посетивший Ивановых, остановившимся в доме, стоявшем в том месте, где ныне возвысился памятник Тимирязева. Дом тот сгорел в октябре. В меблированных комнатах, в маленьких, перед столом, заливаемым чаем, осыпанным крошками, скрашенным розой в стакане, сидела чета. Оба сорокалетние подпылённые, мило чирикали, точно воробушки, глядя друг другу в глаза. Вячеслав Иванович только понял при Лидии Дмитриевне Аннибал. Полномясой напудренной даме, увидев которую, вскрикнуть хотел, «О, закрой обнажённые ноги свои!» Но осёкся, увидев, что руки, такие могучие, была в пурпуровой тряпочке, может, кумач, может, ситец, не шёлк. А на кресле валялась огромная чёрная плюшка, не шляпа, наверное, сидели на ней. Лицо дрябло, болезненно. Алые губы, наверное, след оставлявшие розовый. Глаза большущие, умные, синие, милые, девочкины. Так что тряпочка, губы и чем-то по сидам промятая шляпище всё отметалось, как вихрем, потоками слов. Понял я, что тряпчонка пурпуровая под хитон не ломанье и не безвкусица, а детская радость быть в красненьком. Стиль романеск в пересыпе пыли себя переживания в Долокруа. То есть бездна неведения, где, в каком веке живём, что подумают, как оно выглядит в грифе. И тут я представил шале среди зелени, комнатки бедные, разброс предметов, среди словарей пудра, в окнах синеет Женевское озеро и десять лет никого. Шале, хижина в Швейцарии, деревянная дача, домик в швейцарском вкусе. Иванов постоянно жил на вилле Жава в шатлене близ Женевы до весны 1905 года. В первоначальном варианте текста далее следовало «И десять лет никого, Вячеслав лишь Иванович фонтанит Дионисом, Лидия Дмитриевна монологами драмы своей бурно-пламенной «Кольца». Примечание редакции. Вячеслав Иванов. Встретясь с ним через год, оценил этот путанный профиль культур синкретических. Он меня удивил, предложив перейти с ним на «ты». Летом пара исчезла в Швейцарию, куда поехал и Эрн, где скрепилась аппарадоксальная бестолковая дружба фанатика от православия с этим протеем. Зимой 1905 года, в конце ноября, в декабре, в Петербург переехал на жительство он. Золоторунная изумрудно-глазая его голова с белой льняной бородкой, которую он отпустил, наклонялась лоснящейся красной лобиной с загнутым носом, ронявшим пенсне к дамским ручкам, спугавшей свирепую вежливостью, обрывавшей оборки с потыком о юбку. Опускалась предстарцами, впавшими в детство, политиканами-мастодонтами, и юными девочками, перед пупсами, перед багровой матроной, перед светскую львицею. Стадами поэты стекались к доброму пастырю, чаровнику, даже уши дерущему так, что, казалось, щекочет под ухом. Вселились Ивановы в выступ огромного здания, новостроенного над Потемкинским старым дворцом, ставшим волей судьбы государственной думой. Впоследствии выступ прозвали писатели «Башни Иванова». Всей обстановкой комнат со старыми витиевато-оглядящими креслами, с крашенными деревянной и черной резьбой, в оранжево-теплых обоях, с коврами, с пылищами, с маскою мраморной, с невероятных размеров бутылью вина, с виночерпием, замятиной, другом жены, с эпиграфикою, статуэткой-танагрской, Иванов над думой висел, как певучий паук, собирающий мошек, удар нанося декадентским салоном. Однажды в присутствии сутуловатого гостя, пленительно певшего в нос, Гиппиус, грубо ко мне, «Боря, вы молодой человек, Вячеслав же Иванович у вас старше лет на двадцать, вам не пристало бы ты говорить?» Иванов, покрывшись багровыми пятнами, впившись лоснящимся носом в меня, фистулою резнул. «Ты, Борис, может, против?» И тут же споткнулся, в вельнув черной фалдую. «Что ты?» Достав носовой свой платок, он моргал, растирая платком запотевшие стекла. Я был у него через день. «Неужели, — обрушился он, — Мережковским ты веришь?» И в золоторунные кудри свои, заиграв тонким пальцем, посеял сомнения. Свисал над салонами Гиппиус, Розанова, с своей башни, скрикая известнейших профессоров, хлыстов, мистиков, старых народных учительниц, даже писателей-знаньевцев, в косоворотках ходивших, устраивая литературоведческие семинарии батюшкам или развешивая орари на склоненных поэтов. Одна беда. Всякий юнец смог в житейском его объегорить. В мире идей всех затаскивал в дебрь. Был период, когда я подумал, не волк ли сей овцеподобный, наставник? Пушил сагарбатис за черным чайником точно кот. А поставив вам профиль, являл гитарла, застенавшего кличем. Орлиной лапой на шнуре пенсне перекидывал. И человечность при этом какая. Дверь в улицу. Толпы валили. Лаская, журил. Журя, льстил. Оттолкнув, проникал в ваше сердце, где снова отталкивал. Бык был приставлен овцою. Четыре животных библейских, лев, человек, быковца и орел, кувыркаясь друг в друге, являли колеса пророческие у колесницы библейской, с которой он, перетряся руном взвивающихся белой льняных волос, улыбаясь устами пурпуровыми из портрета художника Сомова, напоминая раздвоенную белой льняной бородкой Христа по кореджу, многим являться стал. Сомов писал портрет Иванова. Известный тип лика Христова данный кореджу. Примечание автора. Не доставало, чтоб он, возложивший терновый венец на себя, запахнувшись во взятую маскарадного мастера им багреницу, извлек, восклицая, «Все человек!» Прошу не смешивать с евангельским текстом. В контексте с показом Иванова «се человек» означает «все шут». Таким мне казался. Казалось, что за год вырос он из немецкого учителя в какого-то Мельхиседека. Прошу не смешивать с Мельхиседеком библейским. В контексте с показом Иванова «Мельхиседек» означает «почти шарлатан». Таким казался не раз. И как я ошибался. Мельхиседек, царь Солинский, священник Бога Всевышнего, благословивший Авраама. Бытие. Примечание редакции. Бальмонт — минестрель запивающий. Брюсов — глаголящий завоеватель. Взывающий — блок. Мережковский — авакумик, в салоне своем вопиющий. Иванов как бы собирался глаголить, вопить, петь, взывать. Но пока еще был не глагол, разве филологический корень. Не пел, а гнусавил. Покрикивал, взвизгивая, с неужасным притопом, а не вопиял. Не взывал. Придыхал. Читатель на этот раз, надеюсь, поймет меня. Поющий, вопиющий, взывающий глаголище, взято вполне в ироническом смысле в отношении к Иванову. Примечание автора. Блок пугался, узнав, что Иванов пламенеет попасть к Блокам в дом, покрываясь от нетерпения красными пятнами и припадая к плечу моему головой злоторунной. «Борис, отвези меня к Блокам». «Нет, Боря, не надо. Боюсь. Он профессор. Мы с Любой совсем растеряемся с ним». Вячеслав оказал просто невероятную чуткость к поэзии Блока, разрушив мой миф о себе. Не поэт, теоретик. Я сватал Иванова с Блоком. Сама Любовь Дмитриевна помогала мне в этом. Стремясь на сцену, она откликалась на мысли о новом театре мистерий, на игры в театр без подмозков, на импровизации выспреннего фиоретика. К этому времени ветхопрофессорский лик, перегримировав под персону из страсти Христовой, Протея Вячеслав собирался створить свою башню в Обераммергау, какой-то с примесью критских обрядов. Обераммергау — местечко в Баварии, где разыгрываются старинные мистерии, примечания автора. Я не разглядел, что стремление к новому быту в нем вздерг. Через год преодолеватели только искусства явили гримасу подмозков. Но в 905-м я сам способствовал встрече Иванова с Блоком, в ней видя начало отбора людей в коллектив. Иванов Чулкова привлек, Чулков влек Мирхольда и Мейера, Блок — Городецкого, и что-то лопнуло меж символистами, когда Чулков на газетах и на альманашиках все человек повез между тем, как Брюсов скомандовал трапы поднять, символистом быть только в весах. Рассуждения Иванова о перестройке квартир под игру начались для меня в тот несчастный денек, когда я потащил на извозчике к Блокам его, созерцая сутулую, скрюченную под огромную шубой персону в пенсне, выставлявшую свою бородку, подстриженную под кореджу, думая, как бы профессорским видом своим не спугнул бы он Блоков. Тогда разговор оборвется. Так золоторунная голова Вячеслава Иванова в шапке мехастой явилась в передней. Стряхнувшись снега, косолапую сбросившую шубу, в которой он выглядел сущим попом юридической секты, вошел. Блоки встретили батюшку. Батюшка в светло-оранжевой теплой столовой, впиваясь взглядом своим то в того, то в другого, трясясь, спиритиром, с лукавым мурлыком подкрадывался. Где театр не театр, разумеется, и не трапеза, а, ну, допустим, и хнык носовой. И лоснящимся носом меж мною Любови Дмитриевны и Александром Александровичем переныривал точно пушивший со спину свою выгибающий код. Хорошо собираться в интимном кружке. А что будем мы делать? И выяснилось то, что ритм продиктует. Любовь Дмитриевна осторожно спросила, одежда обычная, ритм не нарушит? Иванов повел деликатные речи о том, что пурпурный оттенок есть знак Дионисова действа, а, впрочем, и хнык перетир. Вячеслав пленил Блоков. В Любови Дмитриевне осозналась артистка. Недаром под Блокову даму приигрывала. И я слушал хвалы, расточаемые Вячеславу. Так складывалось настроение факелов, альманах мистических анархистов. Ор, издательство Вячеслава Иванова, по которым позднее канонаду открыли весы. В связи с ним изменились и среды Иванова. Первая новость стиля запомнилась. Я на нее затащил староколеннейшего безобразова, профессора, года страдавшего дикой боязнью пространства. Он все умолял меня, чтобы под локоть его я поддерживал, когда с усилием, с кряхтом тащился по лестнице он. Вячеслав, увидавший впервые профессора этого, перетрясенный нечаянной радостью, с носа пенсне уронил от усилия очаровать его, не понимавшего, что происходит в башне. Польщен чрезвычайно, вы старший среди нас, господа, предлагаю избрать председателем импровизации Павла Владимировича. Павел Владимирович, переконфуженный, но очарованный и отошедший от страха в набитом пространстве, поплелся в басте с председателем. Кхе-кхе, но ведь я сторона тут. Заложен был первый фундамент составивших эру блистательных сред. Были Мережковской с женою, Бердяев с женою, Блок, Розанов, тема беседная, что есть любовь. Бердяева томно поведала, есть розы черные, страсти, не помню, кто что говорил, но у всех вырывали слова, эротическое крыление Платона. Сравните одно из первых печатных свидетельств о еженедельных собраниях на башне Иванова в обозрении Эрберга «Художественная жизнь Петербурга». Интерес, проявленный к этим средам в кругу литераторов, художников, артистов и музыкантов преимущественно нового направления, а также среди некоторых представителей официальной науки, следует отнести не только к личным качествам радушных и высококультурных хозяев. Большая доля успеха собрания Вячеслава Иванова лежит несомненно на зревшей у нас необходимости обмена мнений между представителями разных областей искусства и науки «Золотое руно» 1906 номер 4. В своем отчете Эрберг перечислил темы, обсуждавшиеся на средах искусство и социализм, романтизм и современная душа, счастье, индивидуализм и новое искусство, актер будущего, религия и мистика, одиночество, мистический анархизм. Позднее Бердяев посвятил ивановским журфиксом специальную статью, в которой писал, «Это была атмосфера особенной интимности, сгущенная, но совершенно лишенная духа сектанства и исключительности. Поистине, Иванов и Зиновьева Аннибал обладали даром общения с людьми, даром притяжения людей и их взаимного соединения. Образовалась утонченная культурная лаборатория, место встречи разных идейных течений, и это был факт, имевший значение в нашей идейной и литературной истории». Бердяев «Ивановские среды» в книге «Русская литература XX века» 1890-1910 под редакцией Венгерова, том 3, книга 8, Москва, 1916. Примечания редакции. Павел Владимирович председатель покряхтывал «Ке, ничего не пойму. Ставший в России поэтом, почтенный профессор Иванов совсем обалдел, перепутавший жизнь с эпиграфикой, так что историю культов от древних Микен до руин Элевзиса, попав из музея в салон, расцвела в чепуху, видно, бросилась голову кровь, застоявшаяся в семинариях. Уединенно росла большелобая эта персона, очертив себе круг интересов от прикосновений к старым камням и германским музеям. Проверив историей Ницше, Элладу и взгляды на музыку Вагнера, он педагогическим культом им вырытым Ницше удобрил, крича о восстании мифа, схватя в завитую резьбу черных кресельных ручек и ставя свой профиль на фоне оранжевых стен под свисающим раморной маской. Деметры в пурпуровой тряпочке Лидия Дмитриевна выходила из кари бурявых ковров. Я уехал. Увидели с полу врагами. Он, густо увешанный мистиками, как лианами дерева, им отдавал сок идей о грядущем театре, сошедшем с подмозгов, чтоб укрепиться в гостинах, который звал он коммунами, для ошалелых артисток, газетчиков и педерастов. И эти явились. Я, взорванный тем, что таинственный, золоторунный учитель, с плечей обвисающий мягко кудрявыми кольцами, с женственной грацией, с колесницы своей, рукоплещет козлам, зубы стиснув, смотрел на него, каюсь с ненавистью. Сразил завтрак у Аничкова. Этот последний и Щеголев толстоживотые оба, испивши вина, зашалили. Сергей Городецкий, Анфан, закощунствовал в крупном масштабе над тем, что Иванов чтил. Этот последний, горбатис как кот, закатавший кулак по ладони, Анфана приветствовал смехом. Я бурно взорвался. Иванов же, топнув ногою, взвизжал на меня со своею ты провинциальной московской этикой. Я же ушел в разговор с Куприным, пока что не напившимся. Но я решил, этот виск распустившегося мистагога разрыв отношений, война. Я открыл по нему свой огонь изо всех батарей, из газет, из весов, утверждая в статье своей «Штемпелеванная калоша», ногою в калоши штампуют святыни, презрение ломаком. Арабеский отдел на перевале. Примечание автора. Истинный художник предпочтет до времени облечься броней научно-философских воззрений, а если уж будет говорить, то честно назовет имя своего бога. Арабеский на перевале «Штемпелеванная калоша», примечание автора. Писал против ор, против факелов. Восхищали, что символ дерзновения золотой булочный крендель. Мистический анархизм создал еще нечто более смелое — резиновую штемпелеванную калошу. Калоша — вот знамя мистического анархизма. Таков звук полемики длившийся год. Вячеслав бесконечно обиделся на сочетании слов «Штемпелеванная калоша», увидев намек на издательство «Оры», его «Марко Ор» — «Треугольник» и «Марко Калош» — «Треугольник». В конце ноября 1907 года появился в Москве он. Я старался не видеться с ним, хоть скорбел за него. Он ходил как раздавленный, смертью жены. Но калоша задел настолько, что он, передавали мне, всюду кричал о ней. Соловьев мне рассказывал «К Брюсову я захожу?» Иоанна Матвеевна встречает словами «Валерий Яковлевич с Вячеславом Ивановым занят». «Сидим в смежной комнате». Вдруг из закрытых дверей тишину разрезает взвизг птичьего голоса «Нож темпелеванная калоша Валерий!» Молчание мертвое и снова взвизг «Нет, позволь, а, калоша!» «Не может простить», улыбнулась Иоанна Матвеевна. А при намеке на Элиса он багренел как петух. Вдруг явился в кружок, где читал реферат я о драме, направленной против него, за которой мне руку жал Ленской. Тащился средь тренов и смокингов с видом Эдипа, ведомого прочь от гласчастного места, где рок раздавил ему зрение. Он спотыкался о юбке, пропяти с орлиной лапой, положенной скорбно на плечика падчерицы, почти девочки, веры, сквозной, точно горный хрусталь, с волосами, белясыми, гладко зачёсанными, во всём чёрном. Отвеся с рукою он шёл. На меня протянулся сутула. Широкую чёрную ленту пенсне он за ухо, прикрытые мягко пушащейся бледной космою, отвил, поразил похудевший, страдальческой, как перламутровый профиль. А из-за плеча головища, тяжёлая, одутловатая, каменной бабы, изваянной древними скифами, в чёрном мешке, а не в платье. Мочалом растрёпаны жёлтые космы, затянутые в тяжкий узел затылочный. Толстой короткой рукой приставляла лорнеточку к чурам безглазам, которые разорвались вдруг ужаснейше, в два колеса, в две бездонные серые пропасти. Анна Рудольфовна Минцлова, выросшая при Эдипе слепом, по пятам его следовавшая, вернее, водившая медленно пастыря доброго, ею превращённого ныне в овцу. Каус остолбенел, когда чёрная тройка пошла на меня. Вячеслав со свисающей длинной сертучной уфалды споткнулся. Сквозная чешайшая вера вела на меня его. Забултыхался за ними живот из мешка балахона, торжественной Минцловой. Бросился сжать его слабую кисть. Скоро мне у герцогов, где остановился, доказывал, ты, Борис, ещё не веришь, боишься меня. Ты страдаешь химерами, ты меня видишь чудовищем. Слушай, тебе, говорю, изменись и восчувствуй доверие к людям, тебе всё же близким. Своим выцветающим золотом косом щекотал нос, склонялся безброво растерянным лбом, такой добренькой. Глазики серо-зелёные, став незабудками, детски просили, давай же водиться, ослапнул поклёвывая схудалой щекою под кольчатым локоном. Я угрызался. Так фаза почтения перед профессором, фаза сомнения перед слащаво сомнительным мистом сменилась рождающейся человеческой дружбой. Мы облобызались с ним. Вышел пепел. Приехал в 909 году читать лекцию в Питер и, остановясь у Мережковского, я за ним мог. Гипиус мягко отхаживала. Тем не менее с кряхтом поехал в Тенишевский зал вместе с Гипиус. Гляжу из лекторской. Шапочка мягенькая, меховая в дверях. Стуча громко калошами с видом Терезия в шубе, напомнившей шубу священника, бросился, руки сжимая под бороду Иванов, сутуло протянутый, как бы валяс на меня, придыхать мне под ухо. Я только прочел книгу «Пепел твою». Это книга события. «Вечером лучше не возвращайтесь». Обиделась на предложение перетащить мои вещи на башню. Глядел на бородку, все ту же, раздвоенную, но звонок, и я вышел дочитывать лекцию. Кончил, и бегает Иванов. Меня отдирает от гиппиус, точно я куль, тащит, нос утыкая в меха, совсем батюшка. Я же псаломщик, за ним. Подымались с кряхтом на пятый этаж, позвонили. В распахнутой двери квартиры Иванова не оказалось. Как некая брешь в разговоры трехсуточные, из которых катился, представьте, на нас ком тяжелого тела в мешке, запрокинутой головою, в космищих желтеющих Анна Рудольфовна Минслова, руки развеся, как жрец перед чашей, с лорнеткой блистающей в правой руке, с помаханием платочка из левой, оказывается, водворилась в квартире, входила в заботы семейные с замятины, жившие здесь и управлявшие домашним хозяйством. Иванов, взяв под руку и передернув портьеру, нос выбросил в недра свои, в коридорчике желтые, с неосвещенными медалями, где-то потало всегда стадо кос, ассамблеи Кузьмина, или курсиски Ростовцева, подруги-патчерицы. Нам бы, Марья Михайловна, чаю. Мешок или толстое тело уселся в кресло. Лорнеточка затрепыхалась на толстом его животе. Завращались два глаза, как два колеса, на рисунке утонченного пиранези. Гравюра висела на красно-оранжевом фоне стены. Пиранези, витое, утонченное итальянское кресло, в нем минслово, воспринимались как сон, потому что Иванов в застегнутом наглухо черном своем сертуке, в золотых своих локонах, вьющихся кольцами, с дико-багровым лицом, лихорадкой крапивной окропленным, эдак часов восемь доказывал мне настроение пепла действительность. Пепел рисует распад, наваждение и яды, которыми мир отравляется. Минслова двумя колесами глаз протыкала за стены, в пустоты космические. И уже белым днем, когда я издыхал от усталости, он, оборвав круто речь, передернув портьеру, нос выбросил в коридорики желтые. Марья Михайловна, нам бы яишенки! И коридорики желтые протопали всшипевшие яишенкой. Я же остался дожить у него до отъезда в Москву, чтобы не застудиться. И Гиппиус мне не простил такого поступка. Три дня разговор. Бурю мира. Вот что проповедовал мне Иванов, предвидев трагедии Ницше и в драмах, написанных Ипсоном, молнии, изнабегающие на человечеством тучи. Толстой идея весь кризис сознания. Весь Достоевской есть весть о грозе. Образуем же общину из бунтарей. Он сплавлял темы блока, мои, свои, как бы подготовляя союз символистов, который он осуществлял в терпеливом усилии с блоком миря. Блок, где искал сомкнуть ножницы между народом и нами. Иванов заставил меня осознать, что блок близкий мне брат, сам став братом, творящим мир братьям. «Я уж написал «Кажется, что на черный горизонт жизни выходит что-то большое, красное, но что?» Арабески, примечание автора. Блок уже написал «Наша действительность проходит в красном свете». Блок, том седьмой издания эпоха Берлин, страница семнадцать, примечание автора. Иванов подписывался и доказывал, что я и блок об одном в своих точках исхода. В конечном блок чувствовал «Звон набегающей тройки народный». В конечном я чувствовал «Мы должны струны лиры натянуть на лук тетевой». Арабески, примечание автора. В эту пору Иванов стал суши, серьезней, прошло обалдение о декадентской шумихе, в которой недавно такие он вредные плевел сеял. Не так уже кольчато локоны падали, слегка облез, скоро сбрив свою бороду даже усы, как-то выпрямившись, даже промолодев откровенную старостью, ясно блеснув серебром седины, к нему шедший стал лектор на курсах, научный сотрудник Зелинского, от анархизма мистического отвернувшийся, перевернувшийся Греции, к ритмике, к только поэзии. Уж философствовал над современностью нашей, некритской, явил молодевшим лицом точно пересечения Тютчева с Момсоном. Изображение Христа по Кореджу стерлось с него навсегда. Башенный житель Быт выступа пятиэтажного дома или башни единственный, неповторимый. Жильцы притекали, ломали со стены. Квартира, глотая соседние, стала тремя, представляя сплетение причудливейших коридоров, комнат. Без дверых передних. Квадратные комнаты, ромбы и секторы. Коврики шаг заглушали. Пропер книжных полок меж серо-бурявых коврищ, статуэток, качающихся этажерочек. Это музеек. Та точно сарающие. Войдешь, забудешь, в какой-то стране, в каком времени. Все закосится, и день будет ночью, ночь днем. Даже среды Иванова были уже четвергами. Они начинались позднее двенадцати ночи. Я описываю этот быт таким, каким уже позднее застал его в 1909-1910 годах. Хозяин становища, так Мережковские звали квартиру, являлся к обеду. До кутался пледом. С обвернутой головой утопал в корректурах на низком постельном диване, работая не одеваясь, отхлебывая черный чай, подаваемый прямо в постель, часа в три. До не мог он проснуться, ложа с часов в восемь утра, заставляя гостей с ним проделывать то же. К семи с половиной вечера утренний, розовый, свежий, как роза, умытый, одетый, являлся обедать. Проведший со мной на башне два дня Эмили Карлч Мэтнер на третий сбежал. Я такую выдержал жизнь недель пять. Возвращался в Москву похудевший, зеленый, осунувшийся, вдохновленный беседой ночною, вернее, что утренней. Башня висела с таврической над государственной думою. Недоброво друг Иванова рядом жил. В том же подъезде, но первый этаж проживал генерал Куропаткин, и где-то высоко жил Гессен, философ, сын Гессена. Мы же, жильцы, проживали в причудливых переплетиях логова. Сам Вячеслав, Замятина, Патчерица, Шварцалон, сын, кадетик Шварцалон, взрослый пасынок. В дальнем вломлении стен в двух неведомых мне комнатушках писатель Кузьмин проживал. У него ночевали свои Гумилев, живший в Царском, и здесь приночевывали Чеботаревская, Минслова. Я, Степун, Мэтнер, Нилендер в наездах на Питер являлись здесь жить. Мера не было в гостеприимстве, в радушии, в ласке, оказываемых гостям Вячеславом Великолепным. Шестов так назвал его. Чай подавался не ранее полночи, до разговора отдельной в логовых разъединенных. В оранжевой комнате у Вячеслава бывало Совет Петербургского религиозно-философского общества. Или отдельно заходит Агеев и Дюри Верховской, философов, каблуков, полагавшие, рассеян он был, что петух не двухлапой, а четырехлапой. Или Столпнер, вертлявенькой, маленькой, лысенькой, в страшных очках, но с глазами ребенка, настолько питавшийся словом, что не представлял, что может желудок его варить пищу действительную. Или сидит с Вячеславом, приехавший в Питер, шестов, или Юрий Верховской, входящий с написанным им сонетом с такой же железной необходимостью, как восходящее солнце, из дня в день. У Шварцалон в эти годы Курсиски щебечащий выводок филологичек сюрприз репетирует для Зелинского, но в Кузьминском углу собирался Аполлон, журнал, посвященный искусству и редактировавшийся Сергеем Маковским, примечание автора. Гумилев, чудовской, или взнос на Боровской с Сергеем Маковским, со мною ко мне забегающие пяст, княжнин ильскалдин. Все отдельные эти раи высыпаются к чаю в огромную серо-бурявую пыльно-ковровую комнату. Ставится монументальных размеров бутыль с легким белым вином. Начинается спор. Контрапункты воззрений, скрещаемых, невероятны. Хлысту доказуется аристоксен, а случайно зашедшему сюда от сына редактору речи, внушается, что верчи дервишей, как кровая оркестра, весьма оживили б кадетскую партию. К двум исчезают чужие. Иванов, сутулись в накидке, став очень уютным, лукавым, с потерем своих зябких рук, перетрясывая золотою копною, упавшей на плечи, он в нос поет. «Ну, Гоголек, начинай-ка московскую хронику!» Звал он меня гогольком, а московская хроника — воспоминания старого времени о староженке, Ключевском, Буслаеве, Юрьеве. Я, сев на ковер, на подушку, калачиком, ноги, бывало, зажариваю, за гротеском, гротеск. Он с певучим, как скрипка, с заливистым плачем, катается передо мной на диване. Московскую хронику и моею питался он ежевечерне, пригубливая из стакана венцо, и покриклил мне «Да ты Гоголь!» Являлся второй самовар, часа в три, и тогда к Кузьмину. «Вы, Михаил Алексеевич, с поэтика Кузьмин за рояль, петь стихи свои, аккомпанируя музыкой, им сочиняемой, хриплым, над треснутым голосом, а выходило чудесно. Часов эдак в пять Вячеслав ведет Минцлову или меня в кабинете, где нас исповедует, где проповедует о символизме, о судьбах России, часов до семи до восьми, а потом, оборвав свою исповедь, будет замятину, где-нибудь здесь прикорнувшую, слабой, прищурой, сутулой. Нельзя ли яишенке, Марья Михайловна? Так что к восьми расходились. И так день за днем. Попадая на башню, дня на три жевал до пяти недель. Яркая но сумасшедшая жизнь колебала устои времен, а хозяин, придравшись к любому предлогу, вколачивал принцип Эйнштейна «Ни утро, ни ночь, ни дня, день единый. Глядишь, прошел месяц уже». Утро правильней день. Вставал в час. Попадал к самовару в столовую дальнюю. Около логовища Кузьмина. Кузьмин в русской рубахе без пояса гнется, бывало, над рукописью под парком самовара. Увидев меня, наливает мне чай, занимает меня разговором с Раскуром, уютной, чернявой, морщавой, домашней и лысенькой. Чуть шепелявит, сидит, вдруг пройдется и сядет. Здесь очень простой. В Аполлоне далекой, враждебной, подтянутой и элегантной. Он антагонист, символистом. На башню влетало ему от Иванова. Этот последний привяжется, ходит, журит, угрожает, притоптывает, издевается над Аполлоном. Кузьмин просто ангел терпения, моргает, покуривает, шепелявит. Да что вы, да нет! А потом тихомолком уйдет в Аполлон, строчит колкость по нашему адресу и неприятный сюрприз и разносы опять. Вячеслав любил шуточные поединки, истравляя меня с Гумилевым, являвшимся в час, ночевать, не поспел в свое царское. В черном изысканном фраке, с цилиндром, в перчатке, сидел точно палка, с надменным, чуть-чуть ироническим, надобродушным лицом и парировал видом на скоке Иванова. Мы распивали вино. Вячеслав, раз подмигивая, предложил сочинить Гумилеву платформу. Вы вот нападаете на символистов, а собственной твердой позиции нет. Ну, Борис Николай Степановичу сочини-ка позицию. Шутки начав, предложил Гумилеву я создать адамизм, и пародийно стал развивать сочиняемую мной позицию. А Вячеслав, подхвативши, расписывал. Выскочило откуда-то мимолетное слово «акме». Острие. Вы, Адамы, должны быть заостренными. Гумилеву, не теряя бесстрастия, сказал, положив нога на ногу «Вот и прекрасно, вы мне сочинили позицию против себя. Покажу уже вам акмеизм». Так он стал акмеистом. И так начинался с игры разговор о конце символизма. Иванов трепал Гумилева, но очень любил, и всегда защищал в человеческом смысле, доказывая благородство свое в отношении к идейным противникам, все-таки он удивительный, великолепнейший, добрый, незлобивый. Сколько мне одному напростил он. Из частых на башне запомнились Анничков, профессор и критик, Тамамшева, С.Д., Белявские, устроительницы наших лекций, учительницы, прилетающие между лекциями старораканьем, Столтнер, Каблуков, математик-учитель и религиозник, Протейкинской, Бродаевской, Недоброво, Скалдин, Чеботаревская, Минцлова, Ремезов, Юрий Верховской, Пяст, Городецкой, священник Агеев. Являлись многие Лосский, Бердяю, Булгаков, писатель Чапыгин, Шестов, Сюнерберг, Пимен Карпов, поэты, сектанты, философы, богоискатели, корреспонденты. Иванов Разумник впервые мне встретился здесь. Живя здесь подолгу, совсем перестал я бояться медовости, кажущейся лишь иезуитической тонкости. Да чересчур. Эта тонкость рвалась. Ригорист, фанатический схематизатор с ней таился в приеме. Пробраться в чужое сознание, выволочить подоплеку, ее подтащить к себе, очаровать, полонить, покорить, сагитировать. В сложных идейных интригах на версту всем видных с наивной лукавостью жизнь проводил. Дионисовец старый, он был в Аполлоне, но не для карьеры, карьеры не делал, а так себе, для каламбура веселого. Все ведь интриги его бескорыстны, любил нарядиться. Курсистки его распри мне облачили в халат, обвязавший тюрбаном. По шою сидел перед ними и интриговал за Ростовцева против Зелинского и похохатывал. Спорт, как увидит врага, в его сторону, нюхает точно мышь сала, залоснится, нежно воспев, сядет рядом, я, собственно, не столь уж чужд и докажет, пленит, очень рад. Называли идейной кокеткой его, раз я вскричал с озлоблением, а Вячеслав снял квартиру себе в православии с той же легкостью, с какой на Крите квартиру снимал в лабиринте дружа с Минотавром. Неправда. Он всюду жевал с той же легкостью небытовою, всегда водворял у себя с беспримерным радушием всех, от Агеева до Кузьмина. Спорт, добиться побед плюс доброй мягкости, рассеянность, часто неряшливость, путали карты его в глазах мало его понимавших. И, кроме того, предприимчивость, спрятанного под покровом согласия фанатика, нудила его, видя добычу, дрожать, заметавшись пенснейной тесемкой. Бывало, безбровые плоскости лоснятся, глазки зеленые щурятся с иском душевным. Пленяет и ластится. Вдруг отстранится, и зорко, как бы сквозь личину, впивается точно стервятник в лежащее мясо. Не верит еще, что пленил. Убедясь, зашагает, сутулись спиной к добыче, слетает пенсне, басильковые добрые глазки заяснятся. Верит теперь. Победил. Победил, и уже затеваясь другим свою партию. Не для чего ему эти победы, так? Шахматы после обеда. В серьезном умел, независимо вскинувшую голову, требовать, как Мережковской, все или ничего. Да, фигура неспроста. В ней интерферировала простота изощренностью, вкрачивость безапелляционностью. Побогровеет и примется в нос он кричать неприятный и злой. Станет жутко. Кричащая эта фигура химера. Отходчив. Вот и засутулится. Льет незабудки из глаз. Распивает вино. Добрый, ласковый, нежный. Моргает синий детский глаз. Летают фейерверки фраз гортанной плачущей гаммой. Клонясь рассеянным лицом, играет матовым кольцом с огромной ясной пентаграммой. Лицо плоское, очень широкое, лоснилось. Лоснился лоб. Он огромных размеров, не лобик, как у Мережковского. Мужиковатое было бы это лицо, но змеиные губы с двусмысленной полуулыбкой. Ты мне давно-давно знаком. Знаком должно быть до рождения, гентарно-розовым лицом, влосы колеблющим перстом и длиннополым сюртуком, добычей, вероятно, моли, знаком до ужаса, до боли, знаком большим безбровым лбом в золотокосмом ореоле. Любил его дома, в уютной мягкой рубашке из шерсти, подобной рубашке блока. Любил его в ботиках, в шубе на лисьем меху, в мягкой котиковой малой шапке. Когда мы садились на саночки, я имел вид псаломщика, он изможденного батюшки, в шубе старел. Я застегивал полость ему, и сказали бы, ну, повезли папа службу справлять. Эти редкие выезда в гости имели ответственный смысл сложить группу, союз заключить, конъюнктуру налаживать, провозгласить и кого-то свалить, словом, службу справлял. Было очень уютно с ним после вернуться на башню и с ним поповестничать, изобразив в лицах карикатурно то, что перед тем с благолепной серьезностью деялось им. Он любил, чтобы даже над ним подшутили, безлобно смеясь над ему поднесенным комическим собственным мельхиседековым видом. А в жизни простой, верный и расположенный, любвеобильный к союзникам. Тройку наладив в издательстве нашем, я, он, Блок, предредактором, Метнером, он защищал эту тройку в ведущую честь символизма. В эпоху, когда я, рассорясь с редактором, уж не работал в издательстве. Как волновался он, когда узнал, что Брюсовым и струвы отвергнут роман мой? Меня, затащив в Петербург, он устраивал сбор всем частям, заставляя читать меня перед Аничковым, Гессенами, Алексеем Толстым и другими писателями, возбуждая, сверкая глазами, крича, что роман мой эпоха. И считаю, не столько достоинство произведения, сколько горячая и бескорыстнейшая пропаганда его Вячеславом мое поражение с русской мыслью перековырнуло в победу над русской мыслью. И если отвергнутый русской мыслью роман на расхват отнимали у автора, чтобы скорее печатать, так это итог оглушительного просто шума, который поднял Вячеслав, показав себя братом, не только союзником. С той же горячностью он, петербуржец, введенный в редакцию нашу, московскую, в ней завелся, бескорыстно суя всюду нос свой, сражаясь с идеалистами, заполонившими нас, за права символизма, журнала трех нас, его, блока, меня, появляясь в Москве, атакуя настойчивость Мэтнера, даже выписывая его к себе в башню, чтобы убедить его прийти на помощь моему забракованному роману. Речь идет о засилии в издательстве Мусагет в 1910 году рекертианцев, издававших журнал Логос, с которыми боролись мусагетцы за количество выпускаемых книг, примечания автора. Он был его крестным отцом, дав заглавие, только одно есть заглавие этой поэмы Борис, Петербург, им и будет она. Белый колебался в выборе заглавия для своего романа, авторские варианты заглавия «Путники», «Злые тени», «Лакированные карета» и другие. Смотрите, Долгополов, Андрей Белый и его роман «Петербург», «Ленинград», 1988, страница 210, примечание редакции. И добился. Насильно меня повернуло на блока, с которым я был в 908 году в серьезнейших контрах. Так, два моих крайних врага 906 года теперь стали братьями. Дружба ничем не нарушилась. Сложные с ним рисовали фигуры в кадре Легодин. Не до них в этом томе. Откладываю. Здесь рисую лишь тему Иванова в жизни моей, не развитие темы. Отмечу момент. Год 12. Мы с Тургеневой проживаем на башне. Нам кажется, что эта башня бессменная верная пристань его. Наша пристань Москва. Через семь только месяцев нет ни Москвы, ни России для нас с Асей Тургеневой. Мы в разрыве с друзьями московскими. Нет для меня мусагета, пути, скорпиона. Нам грустно. Мы в Базеле. Около рейна градации крыш черепичатых ярко-оранжевым цветом висит из тумана. По маленьким уличкам ходят забатые кучки. В гостинице холодно и неуютно. Толкуем о том, что Иванов спешит из французской Швейцарии к нам. Он, как мы, в новой жизни, нет башни, втянувшей в себя Петербург, куда он не вернется. Вернулся с места, где лет десять назад его жизнь протекала, где с Лидией Дмитриевной он, профессор, еще не поэт, над томами корпел, отдыхая на лавочке около зыблющегося Женевского озера. Вот он приехал, рассеянный, зоркий, взволнованный. В сером пальто влетел в комнаты наши. И первый вопрос, как же быть символизмом, Борис, если ты не вернешься в Москву, если я проживу тут, а Блок и не деятель, и не москвич, не сумеет один провести нашей линии. С трогательной озабоченностью заметался по комнатам. Мы провели с ним два дня. Мы гуляли по улицам Базеля, мы любовались на площадь, где миниатюрный дракончик разъял свою пасть на зареющий пламенный Мюнстер. В беседах о кризисе наших с ним жизней, оглядывая эти домики, мы вспоминали, как Ницше страдал здесь, как утешаться он ездил к поблизости жившему Вагнеру, в Трипшен. Оба изгнанники были. И мы чем-то вроде того. Он уехал к французским озерам, а я к фирвальштеттскому озеру. Это стояние двух странников, нас, на изломе путей, мне запомнилось. здесь зарисовывая миг, когда судьба выкинула как под ноги Иванова на перерез моим целям ближайшим, даю силуэт его как бы в кредит. Его тема в вариации лет стала темой в вариациях. Сам Вячеслав перманентная смена вариаций своих. То профессор чудак, то поэт, то сомнительный мистик, а то академик, настойный на дрожжах Гёта и Тютчева. Он при дому изменял даже внешность. Явившись в усах и в прыщах, предстал через год белольняным и золоторунным, с бородкой раздвоенной, как им писал его Сомов. Вдруг сбрился и засеребрился сединками. Три Вячеслава Иванова я попытался здесь изобразить в субъективной импрессии, так как обличия эти во мне отразились, нарочно разъяв, подчеркнув, упростивши. Все фазы в нем интерферируясь жили. Сидит перед тобой какой-то Христос самозванный. Глядь, нос в табаке. Старый провинциальный немецкий учитель, педант, поглядел из личины. Беседуем с этим педантом, придирчивым к слову, и вдруг как туман разлетается все, и спокойная ясность наследника Геоты. Поверил в него, и опять все зазыбилось. Первая встреча в эпоху, когда во мне зыбилось все, подчеркнула досадную зыбкость. Он мне эпизод, лишь мешающий трудное дело мое ликвидировать, то, о котором мы с Метнером в Нижнем переговорили. Я уехал в Москву не за тем, чтобы с ним говорить о куретах и о корибантах. Он стал предо мною толчком неожиданным поезда между двумя остановками в поле пустом. Куреты демонические существа, составляющие вместе с корибантами окружение великой матери богов Рейки Белы и младенца Зевса на Крите. Согласно одной из версий мифа, они воспитали младенца Диониса. Примечание редакции. Одна нижней, другая же Шахматова. Меж перемогания, стук колес поезда, твердость, решимость и мужество. Помни совет тебе Метнера. Трах-тарарах, неожиданный в поле толчок. Вячеслава Иванова нос из окошка и чох о Дионисе в поле пустом. Не успел разглядеть, как опять стук. колес На перевальной черте А как с Н? С Н Вазилис. Я с ней имел объяснение. Я ей доказывала, что корень зла любопытство к спиритизму. А мой интерес аналитика Канта де. Канта форсировал ей, поступая с ней круто. В те скорбные дни на столах красовалась книга с безвкусной обложкой. Золото в лазури, дразнившее прошлом меня. Воротила от книжного вида и сути. Беспомощность, самоуверенность детских стихов удручала в сравнении с маленькой труднопрочтенной книгой стихов Вячеслава Иванова, то есть прозрачностью. Я и Иванов как два коня пред ипподромом. И было мне ясно, Иванов меня обскакал. Сопоставление этих двух книг дополнительно подсказывалось напечатанной в весах 1904-й номер 4 рецензии Брюсова, в которой давала сравнительная оценка золота в лазури и прозрачности. Смотрите, Брюсов собрание сочинения в семи томах, том 6, Москва, 1975-й, страница 300-301-я. Примечание редакции. Таков мой переход к теме пепла. Себя ограничить реальным предметом и сбой нерефлексами солнца на крышах соломенных и овладеть материальной строкой, чтобы ритмы не рвали ее. Образцы мои Тютчев, Некрасов и Брюсов. Сворота в стихах соответствовал и поворот в оформлениях. Я отклоняю далекие цели. И я выдвигаю себе семинарии «Логика», «Штанге» и «Зигвард» «Моя философская петемья». Келья, лето в деревне, куда рву с плодотворным трудом к расписанию. Мелькают Иванов, Семенов проездом с мистической строчкой по блоку. Насколько был близок, настолько стал в пафосе чужд. Из деревни пишу «Я покидаю вас, изгнанник, моей свободы вы не свяжете, бегу, сагбенный бледный странник межзолотистых хлебных пажитей». Цитата из стихотворения «Изгнанник» июнь 1904-го, входящего в пепел. Стихотворение и поэмы. Примечание редакции. Бледным сагбенным приехал в деревню, себя обложив грудой строго логических книг, ни поезда к верхам, ни лирических пений над скатами, логика, солнцебоязнь. Мне развитие мое напоминает ломаную, состоящую из отрезков, отклоняющих периодически меня вправо и влево от некой поволенной линии устремлений моих. Взлет, романтика, падение период скепсиса, от разуверения и увлечения вчерашнего дня, взерк вверх, слет вниз. Между сдвигами медленно мне в годах выяснялась и крепла идеология. Лишь серьезная встреча с естествознанием Гете в 1915 году мне дала понимание моих юношеских ошибок. В 1903 году переживаю я максимум романтической веры в символизм как мировоззрение. И в 1909 году я пытаюсь обосновать одну пятидесятую увлечений 1903 года. Выражение моей романтики статья «Символизм как мировоззрение». Мои подрезанные крылья статья «Эмблематика смысла». Статья «Символизм как мировоззрение» написана летом 1903 года тотчас по окончании университета, напечатана летом 1904 года в журнале «Мир искусства» и перепечатана в 1911 году в сборнике статей «Арабески». Статья «Эмблематика смысла» написана в 1909 году для книги «Символизм», вышедшей в 1910 году. Примечание автора. В статье «Символизм как мировоззрение» мировоззрение обещано сегодня вечером. Ход мыслей прост. Теза плюс антитеза плюс синтез. В статье 1909 года в эмблематике смысла обещано в принципе мировоззрение. Синтез пока что номенклатура «Учет заблуждений при ряде фиктивных синтезов». В первой юношеской статье «Я, синица, хочу поджечь море искринкой». В последней «Я лишь разрешаю возможность к такому поджогу в туманном мне будущем, который принадлежит не мне лично, а всей культуре». Между статьями лежит шестилетие, что в эмблематике перечень чисто абстрактных кривизин, то в самом авторе боли и раны раздвоенного символиста, увидевшего свой разрез на абстрактного старца до старости и обобранного жизнью нищего, завопившего в поле из гроба о том, что никто не встречает его мертвеца и что нет ему дома иного, чем гроб. Смотрите пепел. Примечание автора. Подразумевается стихотворение матери «Я вышел из бедной могилы», январь 1907 года, стихотворение и поэмы, страница 241, примечание редакции. Из деревни я подал прошение о поступлении в университет. Мелькнул месяц, а сделал я более чем с октября и до мая, роясь толкачиком среди толкачиков. Выяснилась невозможность базировать на психологии мысль. Выяснились планы осенних занятий по логике. Руководителем выбрал фохта. Все это пришлось оборвать, отвечая настойчивому приглашению блока приехать к нему с Соловьевым, уже сдавшим экзамены, надевшим фуражку и ставшим моим однокурсником. Но он пропал. Мы назначили встречу в Москве. Приезжаю, сижу, жду. В те дни умер Чехов. В статье о нем я отчеканиваю основной лозунг свой. Символизм не противоречит подлинному реализму. Символизм и реализм два методологических приема. Точка совпадения есть основа всякого творчества. В чеховском творчестве динамизм истинного символизма. Арабевский страница 395 примечания автора. В моем самосознании оздоровление, хотя здоровье сказалось бледной, сквозной худобою и тайной слезой, торжествую, что преодолел точку косности в самом интимном, и знаю, что мысль о предмете с предметом ее живут в их проницании друг друга. Сережа, которого я ожидаю, пропал окончательно, я у Владимировых в оживленных беседах с Малафеевым силю сразвить. Чехов ближе, Верлена, Некрасов Бодлера. Малафеев, народник, приветствует стихотворение «Тройка», в нем, видя отказ от безумия, «Будет вечер, опояшет небо яркой багренец, захохочет и запляшет твой валдайский бубенец, ляжет скатерть огневая на холодные снега, загорится расписная золотистая дуга». Стихотворение «Тройка», написанное в июне 1904 года, включено в пепел, примечание редакции. «Это молодо, просто и ясно, Борис Николаевич, с новым здоровьем!» На мне лица не было, а соглашался. Искания шли от невнятицы к логике, от бодлеризма к Некрасову, от романтизма к критическому реализму. Теперь убедился я, мысль о предмете предметна. Предмет во всех случаях мыслим, а всякие вещи в себе, неоткрытые словом, зачеркивал. Шахматова В начале июля я трогаюсь в Шахматово. Неожиданно вовсе со мною поехал Петровский. В вагоне мы перепугались. Я осознаваю, что еду впервые в семью, неизвестную мне, без Сережи, с неприглашенным Петровским. Он ежился, что напросился. С подсолнечной станции Октябрьской железной дороги примечания автора наняли тряскую неудобную бричку и верст восемнадцать болотами, гатями, частым, совсем невысоким леском протрусили. С холмов подымались леса. Не Московская и Тверской губернии веяло, как и под клином, и веял ландшафт строчкой блока. Я думал, что ближние станции этой дороги Октябрьской связались с рядом знакомых имен. Химки или Захарьины, Крюкова или Соловьевка Валенские, Поваровка или Петровской, Подсолнечная или Блоки Бекетовы, далее же Менделеев, Клин или Майданова, Фроловская, где живали. Чайковской, Кувшинниковы, Дама Странная, Новикова, а Демьянова, где вырос я, где Танеева все, а Дулепова, где Костромитиновы, отдаленные родственники моей матери, а Нагорная, посередине пути межподсолнечной и меж Демьяновым, где жгли костры, собирали грибы, где Григорий Оветоч Джаншиев, жарил шашлык нам. Вдруг проредь лесная и въезд неожиданный на проросшей травою просторный усадебный двор с рядом служб и таящимся в зелени домиком, где жили Блоки. Подъехали к главному одноэтажному, кажется, серому, семиоконному дому. Надстройка в одно полукруглое, очень большое окно. Подъезд плотно закрыт. Никого. Отворяем. Две тоненькие, невысокого роста, ни старые, ни молодые, весьма суетливые дамы сконфузились. То Александра Андреевна Кублицкая, Марья Андреевна Бекетова. Мать Александра Александровича, тетка. Петровскую вял. Я сконфуза понес чепуху. Вчетвером мы уселись в гостиной и долго не знали, что делать. Меня поразила весьма Александра Андреевна. В серенькой кофточке, с серой прической от проседи, с малым редисочкой, красненьким носиком, скромно одетая, зоркая, затрепетавшая, птичка в селках. Этот вид пепеньерки ужасно ее молодил, не чертами, а бойкостью, родом общения, не мать, а сестра, одновозрастно. Трепет за нас предотцами, вот что ее делало, столь характерной. В уютной, просторной, солнечной комнате, где все предметы стояли в порядке, блестая протертостью, как на смотру предхозяйкой, трепещущей, трепет запомнился, а не слова несуразные. После за щелками пятками два протонченных худых правоведа, за ними такая же бледная, легкая, тонная, очень приятная, голубоглазая дама, их мать, или Софья Андреевна, третья сестра. Кублицкая Пятух, старшая сестра матери Блока, ее сыновья, Феликс Адамович и Андрей Адамович Кублицкий Пятух. Феликс Адамович закончил в 1905 году училище правоведения. Смотрите вступительную статью Ении Шерлова к письмам Блока к Кублицким Пятух в книге «Литературное наследство», том 92-й. Александр Блок, новые материалы и исследования, книга 4-я Москва, 1987-й. Примечание редакции. Мы прошли через террасу крутыми дорожками сада, спадающими прямо в лес, через лес, на поля, и увидели тотчас идущих с прогулки супругов. Вон там Любовь Дмитриевна, молодая, розовощекая, в розовом легком капотике, плещущем в ветре, с распущенным белым зонтом над заглаженными волосами, казавшимися просто солнечными, тихо шла из цветов и высоких качавшихся злаков, слегка переваливаясь. Александр Александрович статный, высокой, широкогрудый, покрытый загаром, в белейшей рубахе, прошитой пурпуровыми лебедями, с кудрями, рыжавшими в солнце, без шапки, в больших сапогах, колыхаясь кистями расшитого пояса, молодость доброй из сказок, не блок. Средь цветов в визгах ласточек, остановясь, приложив глазам руку, разглядывал. И крупным бегом запыхом он, без удивления, став перед нами с улыбкой руки жал. Вот и приехали, и на Петровского ласково, вот хорошо. Тот, запутавшись, только рукой махнул, обрывая себя. Александр Александрович видом своим подчеркнул, что приезд Алексея Сергеевича просто порядок вещей, непреложный. Любовь Дмитриевна подошла, улыбаясь, как старым приятелем. Поудивлялись пропажи Соловьева и поговорили об общих московских знакомых и о пустяках, смысл которых изменчив, которые могут то вспыхивать внутренним светом, то меркнуть. Александр Александрович освещал молчаливым уютом наш щебет, довольство друг другом. И веяло пряно ветрами, стеблями и визгами ласточек, так он, приятный хозяин, сумел водворить простоту и уют, проявив обходительность и окружая заботами, не суетливо, но пристально до пустяков. В нем сказала житейская пикурейская мудрость, привязанность к местности, точно пустил корни и точно рабочая комната, эти леса и поля и шиповники, густо закрывшие флигель, покрытые ярко-пурпуровыми золотой сердцевиной и цветами, таких я не видал. Вернулись к террасе. Он сильным и легким вспрыжком одолел три ступени. Любовь Дмитриевна, нагибаясь, покачиваясь с перевальцем, сходила округло-сутулю с большими плечами, рукой у колена капот подобравший и щуря глаза на нос. Синие, продолговатые киргиз-кайсадские, как подведенные черной каймою ресниц, составляющих яркий контраст с белорозовым круглым лицом и большими, растянутыми, некрасивыми вовсе губами. Сказала грудным, глухомощным контральто, прицеливаясь на меня, с напряжением, став некрасивой от этого. Ну, а как Энн? не казалось дамой в деревне, ядреную бабою, кровь с молоком. Я подметил в медлительной лене движений таимый какой-то разбойный размах. И мы сели немного опешенные. Александра Андреевна забегала быстрыми, точно мышата словами и карими глазками. Марья Андреевна, присевшая рядом, вся в рябеньком присоединялась к нам. Морготнёй передёргом лица. Саша сел, положив нога на ногу, перебирая свою поясную махровую кисть, и сидел как-то так раскоряченно, с добрым лицом, открыв рот, точно он собирался нам что-то сказать, но затаивал. И вылетало какой-то хм, а наклон головы выражал откровенно согласие слушать, не говорить. Поразило тяжелое стать его. Вспомнился тульской помещик Шиншин, свои стихотворения о розах и зорях подписывавшей А-А-Фет. Блок Московской на фоне сидящего так комфортабельно мужа, которого, может быть, мы оторвали от ряда домашних забот, показался вполне псевдонимом того, кто привык, сидя вечером на обомшалом бревне, с синеватым дымком папироски, бросать чуть натреснутым голосом домыслы, чистохозяйственные, занимающие много места. Меня, приведя к огородику, четко окопанному, взяв лопату, боткнув ее в землю, сказал, «Знаешь, Боря, я эту канаву весною копал, я работаю каждой весною тут». В письмах к родным, относящихся к этому времени, все переполнено домостроительством. Он пишет матери, «Маменька, вот тебе ключ». Письма блока к родным. «Поросята превосходные звери, две тёлки остались на племя, я написал две рецензии, около орешника будет картофель, сделана новая калитка, зачем ты велела испортить лук? В прославе вырубили несколько участков, боров стоит двадцать один рубль, загон для коров превосходен и так далее». Письма наполнены этим, рецензии и разговор с Соловьёвым, весной приезжавшим, случайности. Блок здесь земной до чрезмерности, до пейзажа позднейших голландцев, рисующих зайцев. Сейчас принесли сладкий хлеб и бисквит, изготовленный Дарьей, чай, величину, бледнозаревую, спломезарную оторочкую, нежную, несолёную. Покушав, гуляли. Дарья аристократическая хозяйка, изготовляющая на любителя, ветчину, битки со сметаной, творог, молоко, суп с варёной говядиной и суп с корнями. Фламандская есть что-то в величине с заревой оторочкой, которую плотно покушав, гуляли, едим хорошо, много, вкусно. И перечисление, что именно яйца, молоко, чай, хлеб, супы с мясом, битки, ветчина, творог и так далее. Перечисление пищи, оценка весьма добросовестная, её качество лейтмотивы всех писем к родным. Так и видишь не фета, а плотно покушавшего шаншина перед картиной, опять-таки писанной поздним фламандцем. Шестнадцать розовых поросят, сосущих двух превосходных свиней, боров с умным и спокойным выражением лица. Как лица? У людей что же, лики или морды? Пляшивая сволочь, молодой жидок, забинтованные брюха, дама скрипящим от перепоя голосом и так далее. Считаю себя вправе умыть руки и заняться искусством. Пусть вешают подлецы и околевают в своих помоях. Позднее в эпоху полемики с нами, со мной и Серёжей, Серёжа совсем разжарел, подурнел. Письма блока к родным, примечание автора. Натуральный голландец неспроста явил Шин-Шина. А Бертон впечатления вполне осознался в годах. Когда выброшены дневники, биография и переписка с родными, вполне стало ясно, Шин-Шин или помещик, женатый на Боткиной, прежде гусар, закадычнейший друг Аполлона Григорьева. В шахматове, как в Москве, в первый миг, под доверием Саша и Боря, испуг друг перед другом, мы явственно ощутили. С моей стороны, перед натурализмом, перед Шин-Шиным, замечающим блюда, которые ел, даже в первый московский приезд, романтический, он отмечает, что за вторым ужином будем обедать в славянском базаре, платил Сережа и ели блины. Но и он испугался того, вероятно, что я бы не мог перечислить блюд, съеденных в шахматове. Александра Андреевна передала впечатление Блока от первого вечера Соловьеву. Тот мне. Кто же он? И не пьет, и не ест? Про меня. Пил и ел, но измученные истории с Н, утомленные упорнейшим теоретическим чтением последних недель, я, конечно, не выглядел натуралистом, но волю сознания, мысли, отчетливости прорабатывал убеждения так, как Александр Александрович огород. Кроме чувственных мускулов есть волевые. Я жилистей был, в сухожилиях сила, не в мясе. Потом я раздваивался, протянувшись к другу, меня обласкавшему, я затаил от него свое знание о всей переписке прошедшего лета. Под черепом этого здоровяка, этой умницы, чушь, миледа, о которой понятия даже не может составить он, с детства испорченный тем, что считался родными себя уже сделавшим Гёте, которого пик принимается за прорицание. Мелькало, кто скажет, что здесь от здоровья, а что от спесивости. Переделываю в этом месте свои воспоминания, напечатанные в эпопее в 1922 году, я включаю ряд реальных штрихов, неудобных к опубликованию в момент кончины поэта, когда мы, его любившие, были охвачены романтикой поминовения. Теперь, через 10 лет после смерти, можно о многом говорить спокойней, реалистичней. Примечание актора. Дружба с поэтом была мне опорою, в том смысле, что всякая личная дружба — опора, но сквозь нее суетливая, мышью скребущая со запорогом сознания знания о полном идейном банкротстве, подкрадывающемся к Александру Блоку, так сказать, со спины. И я переживала раздвоение. Тема «Зари» стала только жаргоном меж мной и поэтом, метафорой, теряющей реальный смысл. Вот что удручало меня и делало тем, что оказался Блоку непьющим и неедущим. Трудно жить в тесной обуви. Тесно мне было без пиросознания. Метнер меня пировать приучил. Так недавно ободранной жизнью я прикосновением к Метнеру, к его культурным интересам почувствовал себя рыбой в воде. Здесь же, в шахматове, где все пышнело природой и чувственно ласковой, где мне было так тепло, комфортабельно с блоками, половина меня самого почувствовала себя вдруг без воздуха, в смертельной тоске. Точно я за два года пережил всю глубину разногласий, открывшихся вдруг между мной и поэтом уже в 1906 году. Отсюда и дерг, без возможности на чистоту объясниться. я понял, что в блоке есть и литературная культура, и вкус. А вот высшей культуры расширенности сознания в стиле Гёте многообразия устремления в нем не было. И оттого-то в кажущейся широкости его была суженность интересов. Слишком многое, чем мы с Метнером волновались всерьез, было ему непонятно и чуждо. Себя объясняю словами Чайковского, ибо они отражают, что я испытал, что едва ликвидировал, что становилось изнанкую мизантропической во всех филиях моих. Не умею быть самим собой. Как только я не один, а с людьми новыми, то вступаю в роль любезного, кроткого, скромного и притом будто бы крайне обрадованного новым знакомством человека, инстинктивно стремясь очаровать, что по большей части удается, но ценой крайнего напряжения, соединенного с отвращением к своему ломанию. Модесс Чайковской «Жизнь Петра Ильича Чайковского», том 3, «Примечание Аптера». Я ж был искренен, одною-второю сознание ища дружбы с Блоком и соединяяся с ним в посидении без слов, а другою-второй примеряя оценку романтиков, данную Метнером к Блоку, критически перебирая в уме его пышно таимые культы, в котором ни я, ни Сережа еще не могли прикоснуться, чтобы опытно, внятно понять, понять формуле, что «Аллегория Зорь», что «От розового капота, в котором сидит Любовь Дмитриевна, что она облеклась, что ее облекли» — это сказывалось с ее пози актерственной, к нам обращенной, неспроста. Блок матери пишет, что Анна Николаевна считает себя воплощением души мира, она хочет играть в Петербурге ту же роль, что Люба в Москве. «Как, как, как?» Письма Блока к родным, примечание автора. Мне запомнилось, как он за чаем сидел, накрывая стаканом рассеянно муху, внимал болтовне о Москве, о Сереже, о Брюсове, Рачинском, с чуть видной улыбкой и с носовым придыханием, перетопываясь, своим словом как бы снисходя к косолапости, что через год уже раздражало меня, жестковатую нотой по адресу грифа Коваленской. Когда говорил тетя Саша, то голос его становился глухим, а когда говорил тетя Соня, голос его становился певучим. Гриф Соколов тетя Саша Коваленская тетя Соня Софья Григорьевна Карелина обе сестры Елизаветы Григорьевны Бикетовой и бабушки Блока примечание редакции. Мне трудно дать текст его слов. В наших трио о квартетах он был примечанием к тексту ильбровской метафорой на полях им читаемой книги, меняющей тексты. Без текста Сережиного моего Александра Андреевна ретуш транспаранта, наложенного на рисунок, не внятится. Помню о Розанове. А Василий Васильевич с бороденкой, знаешь ли, он шепелявит, он с ужасиком. Смыслы в жесте. Покура, Покива, Качани Носка. Провоцировал к играм с фамилиями, чтобы выразить степень влияния Брюсова. Вышло, как помнится, Брюсов или Брю-сов вливается в нас, изменяет поэзии наши. От Блока лишь Ка оставалось. Он делался Брюк, Брю- влияние Брюсова. Белый же делался Бе-сов, сов- действие Брюсова. О сильном влиянии поэзии Брюсова на Блока после выхода в свет книги Урби Эд Орби смотрите в уступительной статье Минц к переписке Блока и Брюсова. Литературные наследства, том 92, Александр Блок, Новые материалы и исследования книга первая примечание редакции. В шаржах, в пародиях неподражаем он был. Нога на ногу, рука на свесе, другой рукою со стаканом жужжащую муху накрыл, рот смешливый, открытый, спокоен и нем. Передать шутливый тон Блока почти невозможно, дело было не в словах, в тех шаловливых жестах и минах, к которым он прибегал вместо речи. О Блоке, сборник литературных исследований, ассоциации ЦДРП, издательство Никитинские субботники, Бекетова, веселость и юмор Блока, примечания автора. Так, слушая мой пересказ одной встречи и, вспомнив мои же слова, что мне слышится в каждом почти окончании на «ак», «кулак» или «дурак», звуковое подобие танца козлов, он, начито вскрик «как», стряхнув пепел, повесившую ногу на ногу, сказал с мрачной сухостью, «да и никак», «просто ак». Соловьев, мальчик взрывчатый, вспыхивал точно в склад пороха, мимика Блока его поджигала как спичку. Порой Блок делался ласковым, нежным, без слов, разговора как не было, он становился журчанием, слова, как кристаллы, текли, испаряясь в ландшафте кучевых облаков, изменяющих форму, а смысл становился текучим, внемыслием. Сколько на эту текучесть ругался, бессмыслиться? Сколько раз сам отдавался, взвивая словесные радуги, точно фонтан, у которого Блоки сидели? Любовь Дмитриевна отвечала мне вспыхами глаз, кроя плечи платком. Блок внимал, как кот, у которого чешут за ухом. Представить текст Блока, прочесть Эккерманову запись слов Гёте. Она граммофон. Оба тома без третьего, записи Гётовых жестов мертвы. В отношении Блока я быть не хотел Эккерманом. Отказываюсь приводить разговоры, которые в шахматове обнимали десятки часов, только миги запоминались. Блоки ведут к флигельку сквозь шиповник. Александр Александрович, зацепясь за ветку, срывает пурпурный цветок. И с насмешкой, как бы приглашая к чему-то хорошему, мне подаёт. Или, прервав разговор, своим медленным шагом, с насмешкой подходит, как бы приглашая к хорошему, очень ведёт в уголок. Пойдём, Боря. Стоит, потаптываясь, приближаясь глазами. Всё так, ничего, знаешь ли. И приводит обратно. День первый, болтня. Обед. Два правоведа, любезно отвесив поклоны, прощёлкали, сели, прямые, как струнки. И передавали тарелки, подчёркнуто, чопорно. Софья Андреевна, держася отдельно, невнятными жестами губ, говорила с испуганным, глухонемым третьим сыном, Феролем. Сидел пёсик Краб. Александра Андреевна и Мария Андреевна держались парочкой. После обеда ушли пятухи. Они позитивисты. Нам блок объясняет, не мешают, являются, а про себя презирают, но будут любезны. Так, предупредив о черте, отделяющей оба семейства, живущей под одной кровлей, повёл сквозь поляну в обстании топких и мшистых лесов с голубыми болотными окнами. Розовое золотистое небо сияло над горкой. Любовь Дмитриевна показала рукой на розовое. Там жила я, за горкой Баблова, где Менделеевы, Петровской под локоть. Вот поза. В роль вставилась? Нет. Императорский тон этой пары нас интриговал, и Петровской отметил подчерк, подаваемый нам интонацией. В жизни Александр Александрович и Любовь Дмитриевна есть какой-то не тронь меня, о котором помигивают и подмаргивают. Да скажите же, как бы не так. Как энигм, где и Люба, и Саша особенные. И мы прибегали к уловкам. При помощи сверл и стамесок коварных вопросов взломать запертой сей комод с драгоценностями, что в самом деле не внятица, идеология, секта, шутливость, застенчивость. Этот молчок с интонацией, с позой Любови Дмитриевны, впрочем, детской, отметил Петровской, признавшись вечером. Я понимаю теперь, что Сережа и вы пристаете к ним. Впрочем, он был очарован хозяевами. Став резвящимся мальчиком в кепе, нашлепанном на голове, был бодр и общителен, блок нас провел в нашу комнату, в верхней надстройке, с окном полукруглым, над крышей террасы. До света возились мы, сон убежал, пересказывали впечатление дня. Бирюзово-зеленое небо золотело краями смуглеющих тучек, восток трепыхался мгновенной зорницею. Тихая жизнь. Просыпались с ленцою часам к девяти, опускались часам к десяти, пили кофе со сливками при Александре Андреевне. Не раз я ловил на себе ее острый меня наблюдающий взгляд с «Растолкуйте!» Что собственно? Не понимала, как мы, она, видно, не только поэзию, предпочитая, чтоб Люба была не прекрасной дамой, женою, а тут что-то малопонятное от метафизики с ссылками на ряд цитат, на цитатах не женится, их вырезают и вклеивают. Блок любил вырезать из журнала в картинки, их вклеивая. Метафизика, физика меты, так что ли? Писалось же «Жизнь пролью в крик». О чем? Или «Мне в сердце вонзили красноватый уголь пророка». Меня упрекал, что в статье своей формой искусства пасую я, маской лицо закрываю. Писал же ведь про Петербург, не готовый к нашему приезду из Москвы с требованиями действительной жизни. Письма к родным, примечание автора. Действительно жизнь молодого супруга, студента-филолога, слушавшего профессора Шляпкина, домохозяина, занятого своим Боровым. Но не действительно слово поэта-ироника с углем пророческим жизнь изливающего не то в даму прекрасную, не то в мистическую ветчину бледно-заревую, с пламезарной оторочкой, нежную, несоленую и малокопченую. Тут уж действительно жизнь иронически. Не то девушка с русой косой, не то просто с косой в руках кои косит. А может быть девушка эта косая? Каламбур из драмы Балаганчик примечания автора. Что Блок соотносит иронию с тяжелым грехом, что он сам был ироник, нет спору. В доме сооружаются мною книжные полки под потолком, чтобы достать книги мог тот, кто дорос до понимания их. Но на иронии строить не только поэзию мне было трудно порой с Александр Андреевной. Блоки являлись в двенадцатом. Александр Александрович в рубашке с пурпуровыми лебедями, в широком и бледнозаревом пламизарном капоте Любовь Дмитриевна. После кофе ленились в уютной и светлой гостиной. Во всем своя форма, всему свое время. О том позаботилась видно рука Александры Андреевны. Она после кофе скрывалась хозяйствовать. Мы вчетвером Блоки я и Петровской посиживали в мягких креслах. Я стоя над креслом разыгрывал что-нибудь. Теоретический мой разговор точно заигрыш, линия слов развиваемых Блоку, чтобы он их окрасил своим так, не так, раз он бросил, не надо, довольно. Не к слову, а к стилю. Раз слушая, он наклонил низкую голову, но и наклон головы, и поставленный нос выражали растерянное недоуменное хм и ха, смесь иронии, что все игра с беспредметом испугом слепца, раскоряченного не на кресле, на кочке болотной, и перебирающего не махровую кисть, а бандуру с расстроенным строем. Вдруг встал, взяв за локоть, увел на террасу. Спустили с ним в сад, упадающий круто тропами в лесняк, стали в поле срить трав. С закривившим сортом разгрызал переломанный злак. Выговаривал медленно мысли, подчеркивал, что они не каприз. Нет, он знает себя. Мы его принимаем за светлого. Это неправда. Он темный. Напрасно же думаешь ты, что я не понимаю я. Голос подсох, носовой, чуть туманный, натреснутый, как колуном колол слово свое, как лучину, прося у меня безотчетно прощения взглядом невидящих и голубых своих глаз. Темный я. мы стояли без шапок под пеклом. Мы тронулись медленно, перевлекая короткие черные тени. Он мне говорил о коснении в быте, о том, что он не верит ни в какое светлое будущее, что минутами ему кажется род человеческий гибнет. Его пригнетает, что он, блок, чувствует в себе косность и что это, вероятно, дурная наследственность в нем, рот гнетет, что старания его найти себе выражений в жизни тщетны, что на чаши весов перевешивает смерть. Все мы погаснем все ж, иное вне смерти обман. И натянуто так улыбался и тужился словом, всклокоченный точно, рассеянно пристальный, мимо меня. Мне запомнились это волнение, непререкаемость стона, как будто попал на исконную тему, которую в годах продумывал. Тема позднее сказала с поэмой «Возмездие». Возмездие отец Александр Львович Блок, которого он в себе чувствует. Я действительно был перетерян. Никак не увязывали с этим мрачным настроением, от которого веяло и скепсисом, и сенсуализмом цветущий вид, натурализм, загар, мускулы, позу спесива из старца, маститого Гёте из Нового Веймара, который родственники вдували в него. Силой мысли я не признавал власти рока, границ, бытовых и мыслительных, но понимал, философии с этим земным интеллектом, тяжёлым и костным, направленным к мысли о Борове и Ветчине, не управишься. Думалось, как совместить с этой мрачностью поэзию прекрасной дамы и слова его об угле пророка, вожжённом в нём, слова его родных о том, что Саша и Люба особенные и столь многое прочее. Это ж Шиншин, скептик, старый чувственник, бывший гусар, приводивший в отчаяние льва Толстого, Владимира Соловьёва. Причём тогда культ поэзии Владимира Соловьёва, им развиваемый. Всё это как вихрем взвелось во мне от появления на моём горизонте тёмного блока. Помнится, что мы шли в полях, и я отмахивался, бормоча что-то бледное для разумения чёткого, но ограниченного интеллекта, чуравшегося даже подступов к гносиологическому сознанию. Я посмотрел в синеву, и она мне почернела. В серебряном голубе гораздо позднее я зарисовал впечатление от этого душевного чёрного ада. Но именно в чёрном воздухе ада находит художник иные миры, писал Блок уже поздней. Описание в голубе чёрного неба внушающего жуть поэт оценил и отметил в статье, потому что оно впечатление, оставшееся от момента, когда предо мною слетела завеса романтика Блока на мгновение только, и чёрное небо полудня увиделось в нём. Он же стоял предо мною с переломанным злаком в руке. Ты, Боря, же знаешь это переживание и сам? Нет, тогда ещё я не знал. Я знал мрак жизни. Но этого мрака себя угощающей жизни, приклеенной слепо к чувственности, не знал. Если бы на миг преднеслось мне будущее наших отношений. Блок после писал, как я выругал Борю и Элиса из писем к матери, и преднеслось. Отваляли тридцать пять верст на велосипедах, хотя накануне инопилиз. Розанов показался мне близким. Уже пьянствовали. Надоела холостая жизнь. Напиваю свежевечерни. Трачу много энергии на женщин. Ужасное одиночество и безнадёжность. Актёрки, около которых зажимаешь нос, как будто от них должно пахнуть потом. Белого я не видал. Кажется, мы не выносим друг друга. Писано через четыре лишь года. Поэт скоро потом славил дамский каблук, ударяющий в сердце его, а я написал удалую статью «Штемпелёванная калоша, направленный против мистического анархизма, в котором считал Блока повинным». В этой статье 1907 год встречаются конкретные намёки на творчество Блока середины девятисотых годов и выпады по его адресу. Восхищаются тому, что символ последнего дерзновения золотой булочный крендель, как о том возвестили. Неудивительно, что скоро всякий чёртик запросится в осквернённые чистилища. Арабески. В цитатах намёки на стихотворение Блока незнакомка «Твари весенние». Примечание редакции. Мне идеология Блока слепца невыносна не тем, что не видел логических выходов он, тем, что, живя уже в невылазном душевном мраке, спесиво писал из Москвы о каком-то пришествии Саши и Любы в столицу тогдашней Российской империи. Чувство протеста против него на миг ожило в моём подсознании, когда я поглядел на него и почувствовал что-то незрячее, нищее, медленным голосом, точно псалм, распевающее по дорогам. И вспомнился спесь его фанфар в письмах ко мне летом 1903 года. Прошёл всего год, а что-то в нём решительно изменилось. Вернулись. Сидели опешенные. Любовь Дмитриевна, сдвинув брови и морща свой маленький лобик, как будто прислушивалась напряжённо к молчаниям нашим и стала совсем некрасивой. И снова поднялся в ней точно разбойный размах, и его погасила она. Александра Андреевна засуетилась, а Мария Андреевна в рябеньком платьице стала моргать. Где-то пели про Ваньку, про Ключника, злого разлучника. Я стала расспрашивать, любят ли русские песни Александр Александрович? Нет. там, знаешь, надрыв. Он всё русское в эти годы считал лишь надрывным. Стиль песни, платочки, частушки казались враждебными. Едва допустишь платочек, появится Грушенька из Достоевского. А Достоевщин он ненавидел. Там гулы-разгулы, там Катька двенадцати. Тройка моя была чуждой пока. Я паяц у блестящей рампы возникаю в открытый люк. Александра Андреевна всё суетилась, расставивши руки направо-налево ладонями и пропуская меж них свою голову розовым носиком. Бегала карими глазками в платье какого-то серомышеватого цвета. За ней суетилась Марья Андреевна. Я рассказал этой ночью Петровскому о восприятии блока. Петровский вздохнул, протирая пенсне. Так, сгорел, провалился. Но мы постарались отвеять всё это. И дни проходили в приятнейшей лении. И к завтраку щёлкали пятками два правоведа. Потом мы сидели, потом расходились, к обеду сходились опять, бродили по дорогам к селу Тараканову, за Таракановым. Тихо посвистывал, бросивший руки за спину, по сохлой дороге с раскатанными в полевой порошок колеями. Земля от засухи пожёсткала, и пригорью пахли поля, и пылищами перевихлялись дали, и падалищные вороны картавила. Думал о том, что Серёжа пропал, торопились с отъездом. Лапан и пам-пан Накануне отъезда из Шахматова под вечер в лесу раздался заливной колоколец. Влетела тележка и выскочил громко, как негр загорелый Серёжа, в помятой студенческой чёрной тужурке, наполнившей вечер буянством и смехом. Рассказывал он о своём пребывании в деревне. Решили с Петровским отъезд отложить. Прошли бурно-весёлые дни, громовые пародии, арии, спетые тенором, басом из пиковой дамы. Серёжа гусарил под Томского. Песни «Однажды в Берсале» он изображал роли Фигнера. Но меж градациями буфонат он представил гротеск, пародирующий блока, вернее, позицию блока, топить все позиции в полном молчании. Изображал академика, старца Лапана в грядущем столетии на основании данных решавшего трудный вопрос. Была ли некогда секта, подобная, скажем, хлыстам, соловьёвцев? Лапан пришёл к выводу, секты де не было, предполагалишь, была, вроде бреда Шмидт. Друг Соловьёва хитрово воплощала софью де. Мудрый Лапан доказывал «Хитрово С.П.Х. Криптограмма. Софья Премудрость Христова». Мадам Хитрово или Софья Петровна, жившая в пустыньке, бывшем имении Толстого, где и написаны белые колокольчики, только легенда, составленная уже после кончины Владимира Соловьёва. В пустыньке под Петербургом близ станции Саблина с 1884 года жила Хитрово, близкий друг Владимира Соловьёва с семейством. Соловьёв подолгу жил в этом имении. В пустыньке написаны им стихотворения «Белые колокольчики» август 1899 и «Вновь белые колокольчики» 8 июля 1900 года, рукописный текст которого сохранился в альбоме «Хитрово». Смотрите Соловьёв стихотворение издания Седьмое под редакцией с предислоем Сергей Михайлович Соловьёва Москва 1921 примечание редакции. «Пампанжо лапановец» дальше шёл. Блок не женился. Любовь Дмитриевна криптограмма. Любовь с большой буквы, аллегоризация лирики Блока в попытке её возродить культ Деметры. Так Дмитриевна есть Деметровна. Мы хохотали. Пародия это стрела. Муть сознания Блока весьма чепуховистого в смысле философического объяснения своей позиции как не поэзии только. Молчок и потом Люба строгая, Люба особенная. После летнего опыта говорить идеологически с Блоком в письмах пришёл к убеждению я. Лучше просто дружить, чем давиться невнятицей, ставящей термины кверху ногами. Серёжа же, мальчик, впервые вникавшие в мысль дяди философа теоретически, а не мистически, уже считался серьёзными критиками Трубецких, указующих на весьма смутную религиозно и слабую теоретически тему Софии как церкви невесты, души мировой. Человечество тоже. Что ж, антропа София, она человечество, космософия, душа мировая или христософия, Побёме, Шеллингуле, Валентинуле, Конту, эту идею разглядывать. Уже идея дала гадкий плод в виде Шмидт. Теперь братец троюродный мистической томик стихов приготовил, назвавший идею, уже волновавшую Шеллинга, Бёме, Соловьёва и Гёте и Данта по-новому, дамы прекрасны. Я высмеял уже бредовой завиток этих мыслей в симфонии. Я должен сказать, Александр Александрович подал нам повод его интервьюировать шаржами, вне их отмалчивался. Обнародование его переписки вполне объясняет Серёжу, студента, желающего семинарийно, а не вздыхательно, выяснить идеологию Блока, который писал же ведь матери, что Петербург не готов к пониманию пришествия Блоков, что Шмидт, бред двуногой, желает играть ту же роль, что и Люба, позвольтесь, такую же, и что Серёжей говорили прекрасно и тяжеловажно. Письма к родным за 1904 год, примечание автора. Тяжёлая важность о том, что поэзия Блока не только поэзия. Я не нуждался уже в реактиве, решив сей вопрос прошлым летом. Серёжа стал уже в позицию или признать философию дяди или отвергнуть. Через год на года от неё отвернулся. А в 1905 году, перемученный этой пустой глубиною, он отмежевался от Блока, что значил в этот период для этого прямолинейного юноши быстро прервать отношения с источником неразберихи, с кузеном. Он всё восклицал. Его, спрашивая о субстанции, думая, что он берёт этот термин в спинозовском смысле, а он порет гиль, называя субстанцией, чёрт подери, Менделееву, Анну Иванну. Боготворящая тётушка, мать, в философии неразбирающиеся, в восторге, какое словечко! А я почём знаю, в каком новом смысле странница словами. Помянешь какую-нибудь категорию канта, в просак попадёшь ещё, тётушку выругаешь. Я юморизировал. Саша шутник, полномясая Анна Ивановна, кто ж как не знак материальной субстанции. Очень эффектно. Старик Менделеев затем и женился на ней, чтобы хаос материи в ритме системы своей опознать. Говорится же в Библии, что опознал он жену. Ну, а Люба? Конечно же, тёмного хаоса, светлая дочь. Теперь представляю судить, кого Блок осмеял в балаганчике. Нас или себя? Так затея Серёжи ясна. На крючке хоть пародии извлечь эту даму из неизречённости. Лучше пождал бы, ведь через год она вынырнула в дневной свет не съедобную рыбою, а головастиком. Тогда поэта заглавил находку нечаянной радостью. Сергей Михайлович, весьма оскорблённый в своём романтизме увидеть идею не только поэзии в ряде годин, не мог слышать о Блоке, слагая пародии на глубину. «Мне не надо Анны Иваны и других неудобных тёщ. Я люблю вечера туманные. Тебя, мой зелёный хвощ». В девятьсот сочетвёртом году разговор Соловьёва с кузеном ещё не имел резкой формы. Кузен не был схвачен за шиворот. Что это, гусеница или дама? В то время, как мы сочиняли пародии, Блок заносил в записных своих книжках, что без Бугаева и Соловьёва обойти сможно, что белый вульгарность, и, кажется, мы не выносим друг друга взаимно. Прочти, как я выругал Борю. Раз Блок нам читал свои стихотворения, лицо стало строгое, с вытянутым длинным носом, с тенями, выбрасывал мерно, сонливо и гордо за строчку и строчку, поднял кверху голову, губы открывшие и не размыкая зубов, удлинённый очерченный профиль, желтевший загаром, и помнился голос, глухой и расплывчатый, с хрипом и треском, как будто хотел пробудиться петух и раздаться напевом. И вот не раздался. В бессилии старом угасло сознание. И относилось внятица, точно сухие поблёкшие листья и шамка нескорбной старухи о том, что могло быть и чего не было. Опыт с глубинами блока, которых и не было там, где искали, предстоял. Наш Лапан, ещё первая экспериментальная удочка, выудит на свет дневную невнятицу. Александра Андреевна, особенно Марья Андреевна, в эпоху показывания им пародии, не понимали, в чём горькая соль её. Лапан лапаном, а молодость молодостью. И она побеждала. Симпатии нас ещё связывали. Было просто, сердечно, уютно. Пока ещё что... Лапан вскрылся в печати позднее под формой борьбы с анархизмом мистическим. Соедините иронию Блока, блестящие, но барабанные с грохотом Шаржа Серёжи, мои остранения их. Я, согласно обычаю, лишь возводил в превосходную степень чужие затеи, а сам не придумывал Шаржей. Присоедините колючие реплики Петровского, и вы представите, что договаривались до гротесков. Блок выдумал тему статьи «Сумасшедший Шмидт», будто ею написанной в «Новом пути», где сотрудничала эта странная дама. А. Шмидт. Несколько слов о моей канонизации. Должен сказать, что и мы под шутливой речиною изображали Любовь Дмитриевна, выступающую в розовом своем капоте перед нами, как будто она собиралась поведать нам «Несколько слов о моей канонизации». Будущие полемические проклинания друг друга таили с шипами тех радостных роз, когда Блок интонировал, а Соловьев падал в кресло от грохота, перетопатывал каблуками. Блок вдруг не без вызова голову сбрасывал вверх, выпуская из губ дымовую струю. Розы молодость. Мне и Александру Александровичу было двадцать три года, «Любови Дмитриевне только двадцать один, Петровскому двадцать два и восемнадцать Сережи». Порой нам делалось тихо, особенно к вечеру. Блок улыбался, растериваясь голубыми глазами, застенчивое наклонение большой головы в полусумирок помнилось мне, а «Любовь Дмитриевна освещалась легчайшим румянцем, как яблочным цветом, и делалась вся бело-светлая, голуби ворковали покорно в тюрьму под узорную дверью. В ней точно таился огромный какой-то разбойный размах под платком, когда, окутаясь кончиком носа да щурем сафировых глаз из платка улыбалась на нас. Мне она говорила, без слов подбодряя меня в моем тяжком житейском конфликте, истории с Брюсовым, с Н, укрепляла решение стойко держаться. Я к ней привязался. Порой казалось, Любовь Дмитриевна и Александр Александрович молодые, красивые, яркие, а не тепло, холодок вблизи них поднимается, как ветерочек, и тяжесть от этого. И чтобы не было тяжести, Любовь Дмитриевна точно усилием округло-широких плечей поднимала на плечи свои театральную позу, чтобы пустою игрой заменить смысл простой человеческой жизни. Тем более искрой сердечности я в ней ценил. Я позднее утратил их, не говорю, что их не было. В один прекрасный день подли нам лошадей блоки, ставшие в подъезде, махали руками, поехали, ветвь их закрыла, лес, лес. На перроне в Москве мы узнали фон Плеве убит. Эта весть поразила. Поставилась точка на шахматове. Дошахматовали, зрели события исторической важности.